Санкт-Петербург Наш третий международный съезд приветствует нашего гостя, замечательного и горячо любимого нами Артура Фримена. И давайте поприветствуем. И буквально сейчас, минута на минуту, мы услышим его доклад, посвященный не только когнитивно-поведенческой терапии, но и России, где вот вместе сольются и наш любимый вид, любимое направление психотерапии, и фундамент, российские корни, истоки. И мы надеемся и будущее когнитивно-поведенческого подхода, к которому большинство здесь собравшихся имеет прямое непосредственное участие. И, возможно, именно вы, дорогие наши друзья и коллеги, и будете частью тех ростков, которые с гордостью, торжеством, радостью и любовью позволят развиваться когнитивно-поведенческой психотерапии у нас в стране и во всем мире. Поэтому мы расцениваем визит Артура Фримена как такой мост между Соединенными Штатами и Россией, между когнитивно-поведенческой терапией, там, где она расцвела исторически, но тесно связана, как мы знаем, со многими отечественными именами. И, забегая вперед, уже предвкушая доклад Артура, хочется сказать, что и сам Артур имеет непосредственное отношение к нашей стране, к России, к тому, что мы называем привычно постсоветское пространство, потому что бабушка Артура из Минска, а дедушка из Киева. Поэтому, Артур, наш человек, можно сказать, всеми фибрами души, тесно связанной и переплетенной с культурой, наукой, традицией такого большого постсоветского или российского пространства. И поэтому мы видим, как перекликаются и наши интересы, и как связан наш менталитет, наша ментальность с американской ментальностью, насколько близки, понятны и дороги нам те идеи, которые в свое время высказал Аарон Бек, и так замечательно совместным дуэтом они описали в книге «Когнитивная терапия расстройств личности», которую наша ассоциация, как сюрприз этого съезда, как сюрприз этого семинара, который завтра будет проводить Артур Фриман в этом же зале, постаралась издать и подготовить. Это лишь одна из многих книг Артура Фримана, которая раскрывает в таком хорошем смысле слова секреты, такие тонкие нюансы когнитивно-поведенческого подхода для того, чтобы мы могли повысить свой профессиональный уровень, разобраться в тех сложных моментах, которые иногда на практике имеют ключевое значение. Поэтому большое спасибо Артуру за то, что он проявил такой жест доброй воли, согласился к нам приехать и будет помогать нам разбираться в сложных хитросплетениях когнитивной терапии при таких тяжелых формах, как расстройство личности. Мы посвятим этому завтрашние два дня. Большое спасибо нашим коллегам из Китая, которые нашли возможность такой расширенной делегации добраться в этот северный город, совершив такой далекий путь. И мы тоже очень надеемся на то, что мы будем строить мосты, аналог великого шелкового пути, соединяющих наши страны и через нашу страну Европу и, мы надеемся, и Соединенные Штаты. И что символично, наша встреча идет вопреки политическим каким-то разногласиям и тенденциям, потому что политики – это лишь часть населения, скажем так. Да, они уполномоченные, они имеют власть, но строят отношения люди. И поэтому я надеюсь, что мы как раз сможем выстраивать наши отношения вне политического контекста, вне напряжения, которое есть сегодня в мире. И поэтому мы очень благодарны всем вам и благодарны, конечно, многочисленным членам нашей ассоциации, которые собрались сегодня здесь, на этот форум. И благодарны всем нашим пациентам, благодаря которым мы видим, как эффективно работает когнитивно-поведенческий подход в психотерапии. Но наряду с этими замечательными событиями, к сожалению, эта неделя омрачена еще и трагическими событиями. Вы все знаете, что на днях произошел теракт в Манчестере. И не так давно, к сожалению, подобный теракт произошел здесь, в Санкт-Петербурге. Он тоже унес жизни больше десятка людей. И это происходит сейчас повсеместно с прошлого нашего съезда. За этот год, к сожалению, это уже много трагических историй. Это и французская трагедия в Ницце, и трагедия в Берлине, и трагедия в Бельгии. Поэтому позвольте, несмотря на то, что у нас сегодня праздник, несмотря на то, что у нас День города, несмотря на то, что у нас форум столь представительный, все-таки попросить вас отдать дань погибшим в этих трагедиях, в этих терактах, и начать наш сегодняшний форум с минуты молчания, посвященного жертвам этих терактов. Продолжение следует... Спасибо большое. Наша ассоциация существует уже 2018 год, и большую роль в ее развитии и формировании сыграли многие, кто здесь присутствует в этом зале. Но, наконец-то, впервые к нам присоединился наш дорогой друг и очень известный психотерапевт. Вы все его хорошо знаете и неоднократно видели. Но теперь у вас будет возможность увидеть и, может быть, даже пообщаться кулуарно непосредственно. Андрей Владимирович Курпатов попрошу тоже поприветствовать. Так совпало, что сегодня Артур в своем докладе коротко коснется представления о развитии когнитивно-поведенческого подхода, о видении даже четвертой волны. Этому будет посвящено несколько фрагментов его семинара, который состоится в Москве через неделю. И доклад Андрея Владимировича тоже будет посвящен представлениям о четвертой волне. Поэтому мы надеемся, что и роль России в этом развитии, эволюции когнитивно-поведенческого подхода будет тоже активной. Что мы не только гордимся именами Павлова, Сеченова, именами Ухтомского и Выгодского, но и надеемся увидеть многих и здесь собравшихся в качестве такого авангарда и пионеров развития когнитивно-поведенческой терапии не только в Санкт-Петербурге, не только в нашей стране, не только в филиалах нашей организации, но и в дальнем зарубежье и во всем мире. Очень скоро, в конце июня, состоится девятый всемирный форум, всемирный конгресс когнитивно-поведенческих психотерапевтов. Вы видите, что цифра еще такая небольшая, не перевалила через несколько десятков, поэтому мы близки в этом отношении мировым тенденциям. У нас уже третий международный съезд. Девятый съезд, который пройдет в Румынии, конечно, грандиозен по своему масштабу. Там соберутся очень многие известные спикеры, в том числе, конечно, Артур Фриман, Джудит Бекк, Роберт Лихи. Это те имена, которые нам хорошо знакомы, в том числе Роберт Лихи приезжал и выступал в этом же зале ровно год назад. Поэтому мы видим, как становятся близки вне вот этих границ, разделяющих наше государство, вне вот этих пространств через океаны, как становятся близки люди и как становятся близки специалисты. И мы видим, что наши помыслы, наши надежды, наши чаяния, они едины. И границы, они есть только в голове, они очень условны. И поэтому то, что нас различает, это скорее когнитивные операции, когнитивные ошибки. И мы надеемся, что и когнитивная психотерапия внесет свой весомый вклад в то, чтобы вот эта разобченность, напряженность, конфликты, которые есть во всем мире, расценивать скорее как когнитивное спутывание, как некие иллюзии, которые двигают людьми и приводят к таким серьезным проблемам и неприятностям, которые мы наблюдаем во всем мире. Поэтому мы видим наш вклад не только в развитие здорового общества, не только в развитие медицины, но и в развитие общества здорового в психическом, психологическом и даже духовном плане. Мы, конечно, не претендуем на роль конфессии, CBT, когнитивно-поведенческий подход, ни в коем случае не подменяет собой религии. Но, тем не менее, сегодня эволюция когнитивно-поведенческого подхода показывает, что уже такие важные вопросы, как ценности, как смыслы, затрагиваются этим направлением и объединяют его и с другими направлениями, эксистенциально-гуманистическим, психодинамическим. Поэтому мы видим, что ценности начинают, наконец, нас объединять, а не разъединять. И я надеюсь, что психотерапевты покажут такой заразительный, в хорошем смысле слова, пример людям и других профессий, и людям в целом, чтобы помогать, объединять, а не разобщать, чтобы строить мосты и строить вот эти великие шелковые пути, коррелирующие с очень важным для нас смыслом, даосским смыслом пути с большой буквы. Поэтому мы в начале большого пути, у нас сегодня очень важный день, он будет очень насыщенный. Я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником, праздником когнитивной терапии. Предлагаю насладиться им, вкусить его и потом чувствовать в течение всего года, а может быть и больше, послевкусие, напитываться им и превращать его в новые достижения, результаты и свершения. Спасибо вам большое за терпение моей вступительной речи. Я передаю слово нашему дорогому другу и коллеге Артуру Фриману. Дмитрий, большое спасибо. Это очень интересная ситуация для меня. Обычно, когда я начинаю презентацию, я обычно говорю, я очень рад сегодня быть здесь, на этом событии, каким бы оно ни было. Но это совершенно особенное место. Я думал об этом, и Дмитрий коснулся этого вопроса. 125 лет назад, Мои дедушка и бабушка по линии отца покинули свой дом в Киеве и переехали в Соединенные Штаты. Лет пять спустя, Мои бабушка и дедушка по материнской линии приехали из Белоруссии. Моя бабушка была девушкой, жительницей большого города, Минска, и дедушка из маленькой деревни, называемый Ужлан. Я думал, что Ужлан это вообще не настоящее место какое-то. А потом появился интернет. So I said, I'm going to look it up. And sure enough, Ужлан was a real place. And still exists today. So this is a very rare opportunity for me to come and speak to my cousins. Some of you I know are from Ukraine. And some from Belarus. So thank you for inviting me back home. I don't mean for my presentation to be a full history. But to use some historical information to look at the development and present status of cognitive behavior therapy. Now, what we know is that behaviorism is the philosophical position that if we're to be a science psychology must focus on what's observable, for what is measurable, detectable, and computable. A corollary of the above is that our perceptions, thoughts, images, feelings, beliefs, insights, or personal or world views are subjective data and would not, we were told, contribute to our science and should therefore be ignored. Well, obviously, we've chosen to ignore that idea. And obviously, we've chosen to ignore that idea. What I find most interesting is that CBT has its roots that are either Russian, Russian derivative, or having cultural roots in Russia. or having cultural roots in Russia. Now, among the earliest behaviorists was Ivan Sechenov. Now, he was a physiologist who studied the University of Berlin with Dubois-Renault, and with Helmholtz. He concluded that all behavior is caused by stimulation. And in 1863, published The Reflexes of the Brain. And in this volume, he introduced the idea again in 1863 that the central nervous system had both excitatory and inhibitory processes. процессы возбуждения и торможения. Bekaterov graduated from the Military Medical Academy here in St. Petersburg. And again, we go back to 1881. He went on to study also with Dubois-Renault, Raymond, and with Wilhelm Wundt in Berlin. And later with Charcot in France, as did Freud. He established the first psychological laboratory in 1885 and returned to the Military Medical Academy in 1893. In 1904, he published a paper on objective psychology which he later expanded to three volumes. And he defined his work as the objective study of stimulus response connections. Он описал свою работу как объективное исследование связи между стимулами и реакциями. And he discovered what he called the association reflex. Now, of course, the most world-famous of the Russian experimenters was right here, Ivan Pavlov. I read a secret. I don't know if I should share this. It wasn't really Pavlov. It was a worker who worked for Pavlov who fed the dogs. And he said to Pavlov, it's interesting. Whenever I go into the room with the dogs, they are always so happy to see me. Dr. Pavlov, why is this so? And Pavlov thought about it and he won a Nobel prize. And the worker, we don't even know his name. I don't know if that's true. And of course we know of Pavlov's work and everyone knows about classical conditioning which can also be called the original conditioning paradigm. And he was not only awarded the Nobel Prize in 1904, but also a hero of the revolution by Lenin. Luria was a neuropsychologist and a leader of the Vygotsky Luria circle. He completed his schooling in 1921 and he had established an active correspondence with Sigmund Freud. and established the Kazan Psychoanalytic Association. He continued his studies in Moscow and completed three major books in development of intellect speech. His work specifically with Reaction Times earned him a position at the Institute for Psychology in Moscow. But I'm not telling you something that you don't already know. You already know about the important and central place that Russian research has had. But maybe some things you don't know. That if we look at European psychodynamic contributors, we have Sigmund Freud as a major CBT contributor, that if you look at Freud's work in his classic paper 1914 on narcissism, he spoke about schema, which I'll be talking about shortly. An early coworker of Freud's, Alfred Adler, also in Vienna, was probably the very first cognitive therapist that he came up with the idea of lifestyle. I was very fortunate in my career. I had the opportunity to study with Kurt and Alexandre Adler, Alfred Adler's children, and Kurt Adler told me that his father liked the term schema, but he was talked out of it. The term he settled on was lifestyle. Karen Horne, a major contributed to the psychoanalytic work, wrote a book called The Tyranny of the Shoulds, a basic CBT textbook. Eric Erick Erickson talked about the social component and I use Erickson's work to understand schema development. Anna Freud, the idea of defense mechanisms. Again, basic CBT work. Now, what we have to also look at are the Russo-American or Euro-American contributors. For example, my colleague and friend Aaron Beck, his parents were from Russia. Albert Ellis, also parents from the Russian Empire. Donald Mikenbaum, Joseph Wolpe, Arnold Lazarus, all with Russo-American or Euro-American histories. Martin Seligman, myself, we all have to credit our Russo or Euro-American roots for developing what we have. In 1977, the late Michael Mahoney wrote a book where he called CBT the barbarians at the gates. 1977 was the year that I came to Philadelphia and started working with Dr. Beck. In those days, CBT was on the outside yelling as loud as we could. Let us in. Look at our ideas. And the answer was no. we're not interested. We already have all the ideas we need. What I think is interesting historically, if you do a computer search of the literature, literature, and you put in the term cognitive behavior therapy, prior to 1977, there's very little. so 1977 was a powerful year when so much was happening. If you look at the literature on CBT after 1977, you find thousands of references. In 1977, Beck had written his first book called Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. And he was very proud of it. So he sent it to a major publisher. The publisher was in New York and the name of the publisher was Brunner Maisel. And they turned it down. Weren't interested. So he sent it to another publisher. International Universities Press. And they published it. Starting 1977, Beck would meet with all of the staff at what was called the Center for Cognitive Therapy at the University of Pennsylvania. And he would discuss this thing he was inventing called Cognitive Therapy. And there were a number of us and all contributed and Beck would write things furiously. In 1979 he took the manuscript and he sent it to a new publisher just opened up. Guildford Publications. Guildford Publications. And the book was so incredibly successful when it was published in 1979 that it became the basis for the success of Guildford as a publisher. And Guildford remains to this day one of the major publishers of cognitive behavioral books. I was out of Congress in New York and it wasn't terribly busy and there was an exhibitor's booth for Brunner Maisel. So I went in and I started talking to the owner Bernard Maisel and I must admit I was a bit aggressive and I said why is it you've never published anything in cognitive therapy? This was about 1980 He said well for two reasons the first reason is no one ever sends me manuscripts but the other is because of a mistake I made one day my psychology editor was out sick his psychology editor was out sick was sick he wasn't in the office So Maisel had nothing to do and on the desk was a big fat envelope with Beck's manuscript So he figured he'll read it He read it and he said this makes good sense but this cognitive therapy seems too easy It's logical but not psychological So he returned the manuscript that day and Beck was very disappointed that his first book was returned the very next day So that could have been the end of it all But it wasn't grateful for all of us 50 years later from when Mahoney said this Cognitive behavior therapy is the zeitgeist in the world today and I've had a number of interesting experiences major psychoanalyst in New York Michael Stone and Stone has written extensively on psychodynamic treatment of personality disorders so I was writing something and I wanted a psychodynamic opinion so I took Stone's latest book and I looked up the information and I found that he was quoting Beck so I know him and I called him up and said what do you mean he said well you guys have the best information tremendous compliment the psychoanalyst Otto Kernberg I observed him working and I said Otto if I didn't know better I think you are a cognitive therapist he said well I conceptualize psychodynamically but I treat cognitive behaviorally okay so we very much have taken the center now I think it's interesting too is the huge number of models that fit under the cognitive behavioral umbrella typically cognitive therapy meant the work of Aaron Beck later on he added the behavior to the middle of it rationally emotive behavior therapy Albert Ellis multimodal therapy Arnold Lazarus cognitive behavior modification Donald Mikenbaum more more contemporarily dialectical behavior therapy Marshall Linnehan Steve Hayes in acceptance and commitment therapy the work of Tom Desarilla Arthur and Christine Nezu problem solving therapy Jeff Young schema focused therapy mindfulness based cognitive therapy compassion focused cognitive therapy metacognitive therapy we have this twice problem solving therapy Martin Seligman's positive psychology behavioral activation so it's difficult sometimes when someone says well I do cognitive behavior therapy it's like saying I'd love ice green what do you have to ask what your favorite flavor because there are many flavors of CBT some are behavioral some are more cognitive some are about 50-50 now what makes cognitive behavior therapy different from what we call traditional psychotherapy well first and foremost we look at the subjective data we look at the symptoms as targets for change not symbols of underlying conflict CBT is very structured and focused as opposed to free floating or free flowing it is active and directive and it is a coping model as opposed to a cure model we don't talk about curing people we talk about helping them cope more effectively what's also interesting is when we first started doing CBT in the late 70's our focus was on treating depression in fact in those days if we had a patient with anxiety we'd refer them to someone else because we were the experts on depression now there is no diagnosis that isn't being treated in adults children elders пожилые individual therapy group therapy couples families or organizations we work in inpatient settings outpatient settings schools business or the military we don't just deal with depression we deal with every possible diagnosis that you would find in ICD now Dmitri mentioned that CBT has become international the European Association for behavior therapy changed their name so now it's E-A-B-C-T cognitive is in there the congress taking place at the end of June in Cluj-Napoca Romania is going to be a spectacular congress and it's not only spectacular by content but the presenters the beautiful sights and wonderful food I must mention there's the World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies and the Association for Cognitive Therapy Now we may have some differences about what's first wave second wave third wave in my view the first wave for us was the behavioral work in the 30s 40s 50s the second wave starting in the late 50s 60s and 70s the names I mentioned before the third wave Linnehan Hayes Jack Apche's Mo Deactivation Therapy and the introduction of Mindfulness the work of John Teasdale and Zindal Siegel so that there's a third wave but I differ on the fourth wave of Cognitive Therapy and the fourth wave of Cognitive Therapy in my view is the inclusion of a neuroscientific focus we have to look at neuroscience and whose idea was that Sigmund Freud Freud said in the beginning of the 20th century because remember Freud was a neurologist that all of the nervous disorders would be found to have a neurological base and I think if he were alive today Freud would be leading the group looking at the neuroscience foundations and I'll talk more about that tomorrow and Saturday now what makes us international it's very interesting we learn and again I want to thank Dmitri for even bringing this up we read a great deal about attending to diversity people are different I've been again very fortunate in my life I've traveled and taught in 45 different countries and I must tell you what I find is people are more similar than they are different what makes us different well schema so from a CBT perspective the issue is not what you experienced but what you learned from that experience how do you internalize and code that experience how do you file it away so we need to look at four things the biological piece genotype the observed behavior which we've already talked about the phenotype but I want to add two ingredients here the environmental context which I'll call sociotype and the content and range of the schema which I'll call schema type so if I were to move to St. Petersburg tomorrow or Thailand or anywhere else I'm a very good therapist I must admit but could I work in Russia or Thailand or anywhere else no not until I learn the schema what are the rules you live by what are the schema that are typical so the schema are a filter for expressive and receptive data everything goes through the schema so the schema are an internal filing system the schema are formed by middle childhood and may be active or dormant some schema are active and they govern our day to day behavior so let me think I'm going to be talking with a group today should I wear a t-shirt and shorts what do you think would that be appropriate no we share active schema I should dress professionally some schema are dormant or latent they only come out on distress there's a situation in New York City a man was on the metro the underground subway and he fell onto the tracks fell onto the subway tracks and a train was coming and a stranger jumped onto the tracks and lay on top of him and pushed him down so the train passed over them and they were both safe and afterwards they said to the stranger why did you do that what did he say I don't know but it seemed to be the right thing to do because he has another scheme of life is precious life is precious now I can share something you may or may not agree with let me tell you about my Russian grandmother if there was one piece of bread in her house who would she give it to would she eat it would she give it to somebody else what do you think she would do she would give it to her grandchildren she would give it to our children because my Russian grandmother would do anything for her children is that still the case probably so basically that would be a dormant schema some schemas are compelling we can't let them go some schemas are what I call non compelling they rather easily surrendered but some schemas are compelling what do we call someone who is willing to die for their beliefs how we call such a person say again yes a patriot what do we call someone who is willing to die for their religion martyr but we we call them crazy so we have patients who are willing to die for what they believe so we call them nice names patriot or we call them bad names crazy what we know about our schema that they pervade every aspect of our lives how we dress how we act what we do so that it's very important to understand whoops to understand the patient's schema now some schema are easily identified they're so clear if you don't understand the schema it's because you're not listening some schema are not so clear some schema requires some work to understand now it would seem simple I have an idea I have a belief that doesn't help me in fact makes me unsuccessful so why don't you give it up and the answer usually is because I acquired that belief from someone very important a parent a teacher a priest and I acquired that belief very early very young so schema that are acquired very early and from a very credible and significant source are usually very hard to change but as you'll see when we talk tomorrow it's the biggest basic focus for cognitive therapy now when you challenge someone's schema they become anxious we don't like to be challenged so one of the first things I do in cognitive therapy is I want to teach the patient to deal with anxiety and I've had patients say but I'm not anxious I'm depressed and I tell them that as we start working on the ideas you have you may anxious so I want you to be able to deal with your anxiety because when someone feels anxious avoidance they run and that fight or flight response may interfere with therapy there are many different types of scheme cognitive basic ideas beliefs and thoughts affective schema emotional stimulants behavioral schema problem solving schema excitatory schema I'm getting out of here or inhibitory schema I dare not even move a muscle another key idea we have is the idea of automatic thoughts they occur spontaneously and automatic thoughts can be functional or maladaptive but the root of automatic thoughts are the schema now we can by changing automatic thoughts impact on behavior but for the maximum therapeutic impact we have to do schematic change so if I were to ask you what are typical Russian examples regarding self-esteem can you think of Russian schema if you think of Russian schema that's based on Russian culture some schema are gender related need geographically related geographically related age related dealing with authorities physical beauty intelligence Или некоторые схемы относятся к профессиональным титулам. Культура – это ключевой ингредиент при понимании схем. Как же нам получить доступ к схемам? Поведенческий анализ, самомониторинг, наблюдение, запись автоматических мыслей, техника чрезвычайного происшествия, а также нам нужно посмотреть на временные образцы. So there are many techniques, I'm sorry, there are many techniques for understanding schema. In any culture there are several general schemas. And it's a schematic base. That has made CBT the international model that has become. From its earliest Russian roots, CBT has spread across the world. There are active CBT groups in 40 to 60 countries. And in some countries, I know you'll find this hard to believe, the CBT groups fight. So in Germany, there are three CBT groups. In Sweden, there were two. And for many years, they didn't talk to each other. At the last Congress in Stockholm, you were there. It was wonderful that the two CBT groups shook hands and finally became friends. So not only were the CBT groups fighting everybody else, they were fighting each other. So, that tells us CBT has become truly international. We fight with each other. CBT books have been published in over 30 languages. And I'm so flattered to see my words in Russian. And sure, my grandparents would be very proud of me. But CBT is in an active process of development. It's not finished. And Beck is 95 years old. He's confined to a wheelchair. He is blind. But his mind is still as sharp as ever. And he's now writing books on treatment of schizophrenia. Neuroscience. So there's still lots to do. Now, as I look around at the younger people, I think as I get older, everybody looks younger. It's important to know that you're going to be there to carry our work further. Look at the website. Take a look at the program. We have this program in July. Or June to July. The European Association was supposed to be in Istanbul in September. But because of the difficulties in Istanbul, it's been moved to Slovenia. Look at the program. Please meet your international cousins. So that we can develop joint projects. Joint education. And whatever I can do to reach out to my Russian cousins, please count on me. Thank you. We have a few minutes. We have some time. So if there are any questions, I'd be glad to, with my Russian voice, I'll be glad to respond. I'll be glad to answer. Is there any difference between schema and beliefs? Is there any difference between schema and beliefs? It depends who you ask. There are some people who talk about core beliefs. associated beliefs. When Beck and I did the book on personality disorders, we decided for clarity and simplicity to use the term schema as a basic belief. A schema is a basic rule. So we can break it into smaller pieces. But I think it just confuses the patients. So I would use the term schema and belief synonymously. Any questions? No? Thank you. Aplausos. There is a question. There is a question. Aplausos. There is a question. Aplausos. Это наш коллега из дружеского направления, психоаналитического. Но, тем не менее, это человек настолько широких и прогрессивных взглядов, что он не разделяет психотерапевтов по конфессиям и видит далеко вперед. Поэтому прошу любить ректор Восточноевропейского института психоанализа. Дорогие коллеги, уважаемый Дмитрий Викторович, я очень кратко скажу, потому что для меня сегодня очень значимый день. И я мог бы не приходить, я из другой ассоциации. Вы, наверное, знаете об этом. Но буквально накануне, я вспомнил, как примерно 20 лет назад, мы сидели в круглой аудитории института Бехтерева, главный психотерапевт Борис Митриевич Карвасарский и не менее значимые фигуры Равиль Каисович Назыров, Владимир Иванович Курпатов. Кто-то еще был, я уже не помню. Что обсуждалось? Даже не обсуждалось, а жестко констатировалось нашими ведущими специалистами, будущее российской психотерапии – это интегративная или полимодальная психотерапия. Единственным возражающим был я. Я сказал, что будущее российской терапии – узкая специализация. У нас уже появился психоанализ. Мне сказали, что психоанализ – это вообще все умирающее уже, поэтому бросьте эту ерунду. Будущее – это интегративное. Потом на Западе для этого названия придумали еще слово полимодальное. Все мои возражения сводились к тому, что могут использоваться разные технические приемы, но не может быть полимодальной методологии. А психотерапии, которые имеют свою методологию, их очень мало. Это психоанализ, это поведенческая терапия, это даже гуманистическая, как синтез поведенческой и психоанализа. Все остальные – это техники. Мои коллеги со мной не соглашались и говорили, что нет, ничего этого не будет, надо развивать интегративную. Я совершенно откровенно тогда сказал, что это какая-то окрошка из методов, потому что когда нет методологии, и терапевт, и пациент оказываются в бескоординатном пространстве, и оба не понимают, куда они идут, зачем и почему. Затем у нас, вы помните, появилась гештальтерапия после психоанализа. И создание вашей ассоциации для меня было вот таким очень знаковым явлением. Я покаюсь перед Виктором Дмитриевичем. Я ведь первый, кому предлагал взять это направление на себя, Алле Борисовне Холмогоровой. Говорил, Алла, у вас точно получится, вы можете. И Алла Борисовна, наверное, с какую-то сторону пошла, но остановилась. Поэтому я поздравляю вас с вашим третьим съездом. Это большой успех. Вам кажется, что вас мало? Когда мы начинали психоанализ, нас было трое меньше. Но это было уже 25 лет назад, даже 30 лет назад. Сейчас у нас на съезды приезжает 800-700 человек. Я уверен, что у вас большое будущее. И я когда смотрел на своего коллегу Фримена, а сейчас в институте психоанализа некоторые ходят и к нам на лекции, читает лекции профессор Хэрлд Стерн, мама и папа, дедушка и бабушка, которые из Рьвова. Вся психотерапия из России. И я хочу сказать вам, молодому поколению, я иногда студентам говорю такую мерзкую фразу, как человек, родившийся в первой половине прошлого века, они говорят, когда, когда? В первой половине прошлого века. Я уже могу посмотреть вперед и сказать, что самый главный наш недостаток. Мы не заговорили на международном психотерапевтическом языке. Нам уже есть чем делиться с нашими коллегами, есть что им рассказывать, и не только переводить их книги. Я с большим удовольствием читаю книги коллеги Фримена, и века тем более. Причем, нисколько не стыжусь, психоаналитик читает какие-то нехорошие книжки. С удовольствием читаю. Мы должны писать и переводить свои книги. Ну и вот в плане такой рекламной паузы, похвалюсь перед вами, нарциссически не могу удержаться. В 2014 году мы написали первый учебник по психоанализу для своего института. В 2016 году он был издан в качестве федерального учебника. А в этом году, в марте, он вышел в качестве учебника в Вене на английском языке. С надписью на обложке «Самый понятный учебник по психоанализу». И эту надпись придумали не мы, а люди, которые читали его на Западе и переводили. Так вот, я вам желаю, чтобы со временем под редакцией Дмитрия Леонидовича Калпака вышел прекрасный, самый понятный учебник по поведенческой терапии, который будут издавать на Западе, и учиться по нему. Нам есть что рассказать. Русская школа, она всегда была самой доходчивой, самой скрупулезной, самой духовной. И не случайно все выдающие терапевты из России. Удачи вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Михаил Михайлович, за такие вдохновляющие слова. У нас обязательно будет Алла Верды, Артуру, и даже о четвертой волне уже у нас будет доклад Андрея Владимировича Курпатова. Но сейчас, если позволите нам быть гибкими, не только в общении с клиентами, но и между собой, наши дорогие коллеги Владимир Георгиевич и Елена Анатольевна, Ромик, они должны улетать. И поэтому, позвольте нам поменять немножко повестку нашего дня, нашу программу, и проявить ту самую гибкость, о которой мы часто рассказываем нашим клиентам. И эти два доклада поставить сейчас. Потому что буквально минуты отдаляют от самолета Елены Анатольевны и Владимира Георгиевича. Поэтому, если можно, сейчас слово предоставить доктору философских наук Елене Анатольевне Ромик. Прошу любить и жаловать. Спасибо. 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 Я благодарю за гибкость организаторов и коллег. Итак, я благодарю профессора Фримена за то, что он привлек наше внимание к российским корням когнитивно-поведенческой терапии высоко оценил вклад русских. Отличительной чертой такой дифференция-специфика когнитивно-поведенческой терапии, как все мы знаем, является ее научный характер, который оценивается многими нашими клиентами и также медицинским и психологическим сообществами. Парадоксально, но свою репутацию научной, то есть эмпирически обоснованной психотерапии когнитивно-поведенческой терапии унаследовала от бихевиоризма. Несмотря на то, что опровергла главный критерий научности Джона Уэтсона. Я напомню этот критерий. Психология представляет собой чисто объективную экспериментальную отрасль естественных наук, то есть теоретической задачей является прогнозирование поведения и управление поведением. Кажется, пришло время, когда психологи должны отбросить всякие ссылки на сознание. Но в конце 50-х годов, а точнее в 58-м году Альберт Элис заявил, что источником неврозов, а стало быть и здорового поведения, нормального поведения, выступают убеждения человека. Он сформулировал формулу А, Б, С и не только основал РЭПТ, но и оспорил главный критерий научности Джона Уатсона об эфемерности и вытекающий из него тезис об эфемерности сознания как предмета научного исследования. В начале 60-х Аарон Бек довершил дело, создав на основе формулы А, Б, С когнитивно-поведенческую терапию. Я хочу задать вам вопрос. Является ли РЭПТ и КПТ научно обоснованными с точки зрения бехевиоризма, с точки зрения классического поведенческого критерия научности. Увы, а главный аргумент Уатсона против изучения сознания состоял в неопределенности этого понятия. Нет полной уверенности, говорил он, что мы все имеем в виду одно и то же, когда используем термины, распространенные теперь в психологии. Как известно, РЭПТ и КПТ исходят из того, что поведение человека не является автоматическим ответом на стимул среды, что оно опосредственно. И вот посредник, изменяя стимулы, изменяет наши реакции. Что же выступает этим посредником? Чем является Б? В формуле Элиса и Бекка. Такой стандартный ответ следующий когнитивный процесс. Когниция. При этом предполагается, что все понимают, о чем идет речь. Речь идет о совершенно понятных вещах. В связи с этим я хочу напомнить вам, что историю термина когнитивный возник совершенно случайно. Миллер и Бруннер выбрали его в 60-м году для названия своего исследовательского центра при Гарвардском университете. Выбирая термин когнитивный, описал Миллер, мы сознательно противопоставляли себя бихевиоризму. И позже он вспоминал, что в то время ни один человек в центре не мог внятно объяснить, что же все-таки означает слово когнитивное. И что из всего этого следует? Собственно центр, объясняет он, и не создавался для чего-то конкретного. Скорее против. В этом против и была вся суть. Изменилась ли ситуация сейчас? Как явствует и специальная литература психологической? Нет. Понятием когнитивные процессы обозначаются познание, мышление, восприятие, воображение, сознание, память, чувство, речь и многое-многое другое. Фактически по своему объему это понятие совпадает с понятием психика, что, как известно в переводе с греческого психи, означает душа. Стало быть, в наши дни уверенности в том, что все мы имеем в виду одно и то же, произнося этот термин или словосочетание когнитивные процессы по-прежнему нет. И с точки зрения классического бихевиализма Джона Уотсона, КПТ и РЭПТ не являются научными. Однозначно. как бы мы с вами не относились к Джону Уотсону и первой волне, вопрос о том, что, собственно, посредствует воздействие стимулов на поведение человека, на мой взгляд, имеет первостепенное значение. И не только теоретическое, не только научное, но и сугубо практическое, потому что оценка эффективности терапии, обучения, инкорпорация, третий, четвертый, пятый, я надеюсь, волн. Все это невозможно. Без понимания того, что такое Б, что представляют собой эти когнитивные процессы. В работах классиков Элиса и Бека к сожалению, тоже нет ясности по этому вопросу. Есть различия. Бек чаще определяет Б как мышление, точнее мысли. Элис как вербализация и слова. Тем не менее, оба они используют мышление и речь в качестве взаимозаменяемых понятий, синонимов. Но это разные понятия, выражающие разные, несвозимые друг к другу психологические функции, играющие опять же разную роль в возникновении и преодолении невроза. Самое интересное, и я с благодарностью вспоминаю доклад профессора Фримана, что это различие и соотношение речи и мышления в психологических системах человека изучено и обосновано как раз отечественной школой в психологии, культурно-исторической теории Льва Семеновича Выгодского. Поразительно и удивительно и непонятно то обстоятельство, что давно войдя в золотой фонд мировой психологии, пройдя практическую проверку в дефектологии, чего стоит хотя бы Загорский эксперимент. Эта теория практически не задействована в КПТ, несмотря на то, что она разрешает загадку когнитивных процессов и фактически обосновывает когнитивно-поведенческую терапию, причем теоретически безупречным образом. Я позволю себе напомнить важнейшее с моей точки зрения положение этой теории, которое имеет непосредственное отношение к нашему общему делу. Прежде всего, Выгодский доказал, причем и теоретически, и эмпирически, экспериментально, что в основе всех высших психологических функций человека, то есть способностей специфически человеческих, включая мышление, лежит речь. И определение нашего вида как Homo sapiens, строго говоря, неверно. Мы принадлежим виду Homo loquentes, человек говорящий. Речь имеет две важнейшие функции, ту, которая на поверхности всем известна, функция обозначения, и другую функцию инфлюации, прямого воздействия на поведение человека. Так вот, как явствует из работ Выгодского и всей группы, которую он возглавлял, именно эта функция инфлюативная является исходной и в филогенезе, и в онтогенезе. Другими словами, по своему происхождению речь представляет собой искусственных стимулов, с помощью которых поведение отдельного человека подчиняется требованиям других людей или общества. И это, конечно, означает, что оно перестает быть автоматическим реагированием на естественные стимулы, становится опосредственным и благодаря этому произвольным. Искусственные стимулы, а все они подобные речи, обладают абсолютным приоритетом воздействия на нервную систему человека. И это объясняет, почему в истории велась, на всем протяжении истории велась такая беспрецедентная и беспрестантная борьба за право речевого влияния. Ведь тот, кто овладевает стимулом, овладевает реакцией. Одного человека или миллионов людей. Сформулировав психогенетический закон, Выгодский показал, что первоначально вот этот способ воздействия на нервную систему при помощи искусственных стимулов и филогенезий и монтогенезий используется между людьми. То есть родители управляют словом поведением ребенка. Потом в процессе, который он назвал интерроризацией этот способ усваивается и превращается в средство ауторегуляции поведения. В истории развития высших психических функций он показал, что на основе знакового посредствования у ребенка формируются восприятие произвольная память, способность арифметического счета мышления воли. Воистину все психические функции, выражаясь языком или цитируя Бориса Поршнева, ветви и плоды одного дерева, ствола, корень которого речь. И в силу того, что человек формируется в языковой среде с раннего детства и подвергается воздействию множества речевых предписаний и запретов всю жизнь, по крайней мере некоторые из них, а на самом деле многие, усваиваются им совершенно автоматически и не критически. И тогда они превращаются в множественные Б, в убеждения, установки, автоматические мысли, схемы, я-концепции. В этом качестве определяют и эмоции, и поведение человека. Так вот, поскольку речь имеет приоритетное воздействие на нервную систему человека, то в случае противоречия этих убеждений реальности, тем хуже для реальности. Человек реагирует прежде всего на речевые стимулы. И, конечно, усвоенные предписания, запреты конфликтуют с реальностью, что вызывает крайне болезненные чувства. Скажем, убеждение «я должна выступить хорошо» вызывает тревогу именно при сопоставлении с реальностью, в которой ведь всегда существует возможность ошибки или неудачи. Вот поскольку речь средства управления поведением человека, содержание искусственных стимулов часто вообще не соотносится с реальностью, имеет исключительно манипулятивный характер. Прекрати плакать, если будешь устраивать истерики, никто не будет с тобой дружить. Вы достаточно умны, чтобы не задавать подобных вопросов. Или вот из рекламы «Мазда как ты смел». Будучи усвоенными, такие манипулятивные предписания превращаются в иррациональные убеждения. Альберт Элис не знал о работах Выгодского, но, как и многие нью-йоркцы, в 1940-е годы слушал лекции основателя общей семантики блистательного Альфреда Коржипского. Коржипский ввел понятие семантической реакции. У него есть много любопытных опытов, которые демонстрируют, что люди едят не только материальную субстанцию, чаще они едят слова и предпочитают их этой субстанции. Психологическая реакция в определении Коржипского реакция на слова, язык, другие символы в зависимости от их смысла. А смысл этот всегда не совпадает с обозначаемой реальностью. Но сила слова повторяю такова, что мы реагируем на слова, а не на реальность. И вот замечательный пример такого несовпадения из книги Коржипского «Наука и психическое здоровье». Мы часто живем, пишет он, чувствуем себя счастливыми или несчастными из-за того, что на самом деле равнозначено определению, а не эмпирическим конкретным фактам. Когда Иванов женится на Петровой, они в основном делают это по некоторому определению. У них имеются определенные понятия о том, что такое по определению мужчина, женщина, семья. А когда дело доходит до воплощения, то оказывается, что Иванов и его жена Петрова обладают неожиданными свойствами, симпатиями, антипатиями, особенностями, которые не включены в определение мужа, жены или брака. Начинают появляться характеристики, которые были опущены в определении, накапливаются разочарования, и жизнь становится все более и более несчастной. На словесном, определительном или доктринальном семантическом основании мы ожидаем совсем не того, что предлагает нам реальное переживание жизни. Появляющиеся в результате конфликты приводят, заключают Коржибский к серьезному аффективному и семантическому шоку и к психическому расстройству. Так вот, Коржибский полагал, что источником психических расстройств выступает отождествление реальных, единичных вещей, людей, условий, обстоятельств с понятием. Смешение порядков абстракции. Элис использовал эту аргументацию, когда разрабатывал свою концепцию принятия человеческой личности и критиковал процедуру оценивания чего угодно, кого угодно и человека себя на основе свойств. Свойства и человек это разные порядки абстракции. Оценивание человека на основе свойств смешение этих порядков абстракции. Ошибка. Элис и в этом отличие его концепции от концепции Бека называет патогенной вербализацией Б, которая приводит к неврозу иррациональными убеждениями. Он имеет ввиду под иррациональностью их расхождение с реальностью, логикой, целями человека. Но самое важное, пожалуй, вот что в его открытии. В основе таких иррациональных убеждений всегда лежит требование. Жесткое, догматичное. Это совершенно согласуется с теорией Выгодского и идеями Коржибского. Ложное убеждение требует от реальных людей, вещей, обстоятельств соответствовать понятиям. Часто такие требования подкрепляются особого рода обоснованием, таким псевдологическим обоснованием, которое известно было еще в V веке до н.э. и получило в Древней Греции название софистики, софистических аргументов. Они описаны у Аристотеля в логике, а мы их с вами знаем очень хорошо по практической работе, потому что сталкиваемся с ними всякий раз, когда оспариваем и рациональные убеждения, софизмы, псевдологические основания. Некоторые из них уклонение от тезиса, доказательства на основе ложной посылки, поспешные обобщения, кругов доказательств, рассуждения по аналогии и так далее. Как известно, в классической античности с помощью такого рода псевдодоказательств софисты помогали своим клиентам выигрывать в судах. В наши дни это распространенные средства манипулирования, и поскольку мы усваиваем такие манипулятивные предписания из множества источников, мы усваиваем и способ обоснования. И так они формируют наши иррациональные убеждения. вот типичные софизмы и чуть-чуть запозданием слайд. поскольку речь это самое эффективное средство воздействия на поведение человека, в истории возникло множество способов и средств противодействия ее принудительности. И самым эффективным средством противостояния принудительности речи является, конечно, мышление. И в онтогенезе, в истории нашего рода и филогенезе эта способность формируется гораздо позже речи. Словесный приказ «отдай», моральный императив «ты должен», указательный жест «купи». Утрачивают монополию на волю индивида, стоит ему начать думать. Что это значит? Противопоставлять требования вопроса обоснования этих требований, сопоставлять понятия с реальностью, осознавать выражать, отстаивать свой интерес. Собственно, в РЭПТ и в КПТ в целом мы используем мышление в качестве главного лекарства от невроза. Наша терапия развивает эту способность у клиентов, учит их проверять, сопоставлять свои убеждения установки, автоматические мысли с реальностью, собственными целями, конечно, корректировать. Учит делать вывод, выбор принимает решение, учит критическому мышлению. Вот если резюмировать речь как способ искусственного стимулирования нервной системы, воздействие на поведение людей, приоритетное и преимущественное, выступает главным источником неврозы, тогда как критическое мышление, лекарство, целительное, главное целительное средство в нашей терапии. Я так думаю в любой другой. Но в нашей терапии это происходит осознанно. Спасибо. Спасибо большое, Елена Анатольевна. А сейчас позвольте небольшую торжественную часть Артуру Фримону. Нужно будет уйти, он пойдет на презентацию своей книги на международном книжном салоне. Мы хотим воспользоваться его визитом и пометуя о его рассказе разных ассоциациях, которые есть в мире и посвящены развитию когнитивно-поведенческой терапии. Попросить Артура стать членом также и нашей ассоциации. Мы изготовили карту почетного члена для Артура и хотим сейчас вручить эту карту с тем, чтобы Артур знал, что в России есть много людей, которые его любят, ценят, читают его книги, его статьи и будут гордиться тем, что состоят в той же ассоциации, почетным членом которой является Артур. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это прекрасно. Спасибо. Это статуэтка, приз. Сегодня еще можно будет их увидеть. Вот первый мы хотим вручить. Это самый первый приз нашей ассоциации. Павлов с собакой. За научный вклад в дело развития когнитивно-поведенческой терапии и почетная грамота. Это символически отражает нашу часть, корни и истоки когнитивно-поведенческой психотерапии и связь через вас в развитии и эволюции этого направления. Спасибо большое. Once again, I'm grateful and overwhelmed. And I can assure you this will hang in a very special place in my office. And just looking at Pavlov and his dog makes me want to salivate. У меня уже слюна выделяется от одного взгляда на собаку, его Павла. So, спасибо. Спасибо. Thank you very much. 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 в каждом из нас, но мы не все время о них раздумываем, они актуализируются тогда, когда не очень ясно, что произойдет, не очень ясно, будут ли внимательно слушать мой доклад, не очень ясно, станут ли или не станут задавать мне вопросы, не очень ясно, что будут говорить после этого доклада. Вот здесь как раз, когда не очень ясно, начинается проекция, ожидание проецируется на то, что произойдет. Но тут опять новая засада, ведь если я чего-то ожидаю, понимаете, весь мой организм настраивается на эти ожидания, начиная с физических реакций, через факты восприятия и памяти, с использованием речи я получу подтверждение тому, что я жду. Если я ожидаю неприятных, обидных для меня взглядов, я покручу головой по аудитории и найду парочку неприятных, обидных для меня взглядов. Вот, пожалуйста, ожидание подтвердилось. Я приму некоторое решение на основании этого, наверное, расстроюсь, мой доклад станет хуже, я обнаружу еще новые неприятные взгляды и пойму, что все, я занимаюсь не тем делом, мне нужно, конечно, бросать психологию и торговать телевизорами. Я приду в салон по продаже телевизоров, покручу головой, но я уже кое-чего жду, я ожидаю неприятных взглядов. Я обнаружу эти неприятные взгляды, пойму, что я даже телевизорами торговать не могу и сделаю логичный вывод, зачем же жить на этом свете. Ожидания странным образом управляют моторным и вербальным поведением, они как бы распространяются, да, и модернизируют все когнитивные процессы, процессы восприятия, оценки, интерпретации, но что самое интересное, они управляют моим поведением. Смежные понятия. Ну, довольно трудно ожидание отделить от веры, от установки, от аттитуда социальных установок, от предупреждений, избирательности внимания и самоисполняющихся пророчеств. Ведь если человек, страдающий от псориаза, заикания и нервного тика, верит, что прикоснувшись к мощам кого его там, кого привезли там, да, вот этого самого угодника, и стоит пять часов в очереди, чтобы к ним прикоснуться, да, прикоснувшись, вдруг замечаешь, что он перестал дергаться глазом, от этого он перестает заикаться, и у него исчезает псориаз, его ожидания, во-первых, укрепляются, да, но, во-вторых, имеют вполне реальное лечебное действие. Вот если он в это не верит, вряд ли что-то с ним произойдет. Откуда верит? Ну, опять же, может, у него были учителя, может, у него были российские предки, да, либо какие-нибудь другие предки. Кто-то ему внушил эту мысль, он почему-то думает, что это так и должно быть, ему недостаточно других мощей этого самого товарища, да, которые лежат у нас в разных церквях, ему нужно, чтобы привезли именно девятое ребро, которое ближе к серию. Чего-то я увлекся, ладно. Самая эффективность. Ну, здесь уже просто, деваться некуда. Альберт Бандура, один из классиков поведенческой психотерапии, ну, ввел понятие ожидания, да. Человек может ждать двух вещей. Он может ожидать эффективности, что-то произойдет хорошее. Он может ожидать поведения. У него получится нечто сделать. Например, у него получится прочитать доклад, да, и этот доклад будет позитивно воспринят. Два ожидания встречаются в едином целом, и он едет и читает доклад. Либо другой вариант. Он думает, что он начнет заикаться, у него случится нервный тикс, все заметят его псориаз, и он никуда не едет, потому что ничего хорошего от этого не ждет. Доклад он не читает, он в этом деле не совершенствуется и перестает читать доклады напрочь. Ожидание процесса, ожидание поведения невозможно отделить от ожидания эффективности. Ведь чтобы получить последствия, нужно сначала нечто сделать. Если ты не веришь, что ты это сделаешь, ты никогда не получишь последствий. Но если ты веришь, что ты сделаешь, но последствия будут нехорошими, ты тоже ничего. Понятно? Нет, так, а то я тут же... Ну, давайте попробуем на картинке. Далее ожидание стимула. Что мы встретим в Санкт-Петербурге? Будет мерзкий, противный, ветреный дождь, либо там будет светить солнце. Как вы думаете, в каком случае я поеду охотнее? Ну, наверное, догадываетесь. Я не Господь Бог, я не верю, что солнце я устраиваю своим собственными ожиданиями, но это факт, извините меня. И охотно поеду в Санкт-Петербург. И даже если пойдет дождик, понимаете? Я подумаю, что ну косяк какой-то, да? Обычно же светит солнце, и поеду еще раз, еще раз, и дождусь того момента, когда засветит солнце, и то скажу, ну вот, 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 вот правильная погода в Санкт-Петербурге. Ожидание стимула, поведение и результата, три разных вида ожиданий, они редко противоречат друг другу. Они как бы косяком ходят. Изменив одно из этих ожиданий, мы не изменяем другое. Нужно менять как бы все разом. Человек должен ожидать последствий позитивных, он должен ожидать поведения, и он должен как-то предполагать, что стимулы тоже будут более или менее этому соответствовать. Тут никуда не денешься, придется вспомнить Дмитрия Узнацеса о психологии установки. Тут, ну, прямой аналог. Установка возникает на основании прошлого опыта. Как человек поверит в эффективность своих лекций, если он никогда не читал лекции? Ну, возможно, ему расскажут, что это хорошо. Возможно, он понаблюдает за поведением других людей. Это тоже вариант, да? Но все же хорошо бы, чтобы он сделал нечто своими руками, тогда уж он точно убедится, что это так и есть. Я думаю, что наша с Еленой дочь получила грант для обучения в микробиологической лаборатории Южной Кореи, потому что она видела, что отец получил грант для обучения в Германии, а мать получила грант для обучения в институте Элиссе. Она знала, что это возможно, и знала, что для этого нужно просто чуть-чуть пописать разные заявки. Когда в иностранном отделе университета сказали, что в Южную Корею у нас ездят только юристы и экономисты, если бы у него были негативные ожидания, я бы сказал, ну все, провал, да, не поеду. Но она обрадовалась, сказала, вот какой кайф, теперь будет первый биолог, да, это буду я. И нисколько не смущалась, потому что ожидала она получения гранта, да. Она ожидала успеха, а не ожидала неудачи. В итоге поехала, сейчас, наверное, там внучок тоже что-нибудь такое. Самая эффективность теории социального научения, ну, безусловно, ну никуда не денешься, да. Самая эффективность не возникает без успешного эффективного поведения и без понимания того, что это приведет к позитивным результатам. Одно от другого оторвать нельзя. Но есть ведь эти самые исполняющиеся предсказания. Я, извините, чуть-чуть сокращу, о конферене буду подробно рассказывать, ну, это примерно про то же самое. Самоисполняющиеся пророчества. Неважно, правдивы наши ожидания или нет, да. Как бы они не соответствовали, либо соответствовали реальности, они почему-то имеют свойство исполняться. Самый известный эксперимент Роберта Мертона, это социолог, заключался в том, что он студентов случайным образом разбил на две группы, да, слепой тут самый рандомизированный эксперимент и предложил им познакомиться друг с другом. Одним он раздал записочки, где было написано, что вот эта девочка, она что-то на тебя запала, да. А другим раздал записочки, что эта девочка у тебя такие нехорошие слова, вот, в перерыв говорит. А потом предложил им познакомиться, да. То есть с помощью вербальной инструкции, с помощью этих записочек были сформулированы предварительные ожидания, и как вы думаете, у кого все сладилось. Наверное, догадываетесь, что в тех парах, у которых просто было написано, что другой тебе симпатизирует, да. Предварительная вербальная инструкция взяла и осуществилась. В трех разных студенческих аудиториях один и тот же человек, один и тот же, по бумажке читал одну и ту же лекцию. Одинаковое время, да. В одной он был представлен как известный профессор из-за рубежа, в другой он был представлен как ассистент профессора, профессор заболел, но ее лекцию прочитает. Ассистент, в третьих сказали, что у нас тут педагогическая практика, поэтому уж как-то потерпите, да. Сейчас вам будет прочитано один и тот же человек, один и тот же текст, разные ожидания, отгадайте, кто оказался гением. Ну, не нужно, наверное, это пояснять. Один из исследователей, которых трудно отнести к поведенческим психотерапиям, это, извините, пророчество, да, эксперимент с этими вот самыми знакомствами, да. Один из очень известных исследователей стресса, Лазарус, ну не тот, который Арнольд, да, а тот, который Роберт, извините, что-то сомневался сейчас, минутку. Роберт, да, не ошибся. Роберт Лазарус, он показывал людям фильмы, ну два было фильма. Один фильм о том, как делают обрезание где-то в Африке, да, это очень жестко и кроваво. Трем группам испытуем их. У всех трех групп изучался стресс, фиксировалась КГР и частота пульса. Но в трех группах были немножко изменены условия. Одним сказали, просто посмотрите фильм. И они смотрели. Во вторым долго читали лекцию по антропологии, говорили, что это абсолютно безболезненно, безопасно, никто не заболеет. Так у них принято. Смотрите фильм, да. В третьем описывали, какие могут быть последствия для здоровья. И опять смотрите фильм. Фильм смотрели один и тот же. Кожно-гальмоническая реакция существенно различалась. Наверное, сами догадываетесь, что вариант интеллектуализации, когда объясняли, что все безболезненно, вел к снижению стресса. Вариант запугивания, да, вел к его возрастанию. Можно ли это отнести к ожиданиям? Я думаю, что можно, да. Были сформированы два разных ожидания. И один фильм показывался нейтральным. Вот, смотрите, это снимок из реального ворного похода. Прошли дожди, речка бурлит, да. Если в нее упасть, девочка, скорее всего, умрет. Ее переводят ее родственники через эту речку, поможет еще немножко, и речка сметет бревно, и они не смогут уйти с того места, где они находятся. Упадет девочка в эту речку, либо не упадет. Да что ж такое. Другой вариант. Бревно то же самое, того же самого размера, да. Но эта дама просто сидит и отдыхает. Кто скорее упадет с бревна? Если взять меня и положить здесь бревно, я по нему пройду, да. Мы берем то же самое бревно и меня того же самого, поднимаем метров на 50 и делаем бурную речку. Я пугаюсь. Я представляю себе, как я с этого бревна упаду. И получается удивительная вещь. Весь мой организм настраивается уже не на то, что я сижу и кайфую, да, а на то, что я совершаю очень опасное действие. И каким-то чудом, наверное, все мои мышцы настроятся именно на падение, на то, на что я, чего я ожидаю. Если нашему клиенту предстоит какая-нибудь сложная пресс-конференция либо интервью при устройстве на работе, он может ждать очень разного. Он может ждать провала, да. Он может ждать, что его примут. Он может просто не хотеть этой работы и ждать, что ему откажут. И слава Богу, да. Вопросы будут задаваться те же самые, он будет давать те же самые ответы, но в зависимости от его ожидания результат будет немножко разным. Если ожидания не сбываются, если у вас в программе написано «Шуков и Прик» в 11.15, вместо этого читает лекцию Владимир Омек, что случается? Ну, во-первых, выделяется желудочно-кишечный сок, как у собак, с тем самым неизвестным нам товарищем, который натолкнул Павлова на идеальное открытие. Случается нечто нехорошее, да. Во-первых, этому нужно дать объяснение. И каждый это объяснение себе придумает, начинает обвинять либо себя, либо организатором, либо Владимира Омека, либо, что я рекомендую, Компанию Победа. Нужно что-то сделать на будущее, да. Нужно упорствовать в реализации своих ожиданий. Кофе будет. Поверьте мне, кофе точно будет, и я скоро закончу, после того, как покажу еще две интересные картинки. Можно испытать фрустрацию, да. Можно хлопнуть дверью и пойти требовать кофе, и вообще уйти из этой ассоциации, потому что здесь ничего не делают. По-человечески. Но потом все равно придется сформулировать некоторые объяснения этому факту, и все равно возникнет новое ожидание. Отправляясь в психоаналитическую ассоциацию, первым делом спросите, как у них с кофе-брейком, да. Потому что все остальное перестает иметь значение. Нерациональные, ошибочные, неверифицированные практикой ожидания, конечно, могут причинять боль и страдания, да. Они запускают стратегии бегства или предотвращения, они иногда вызывают агрессию, либо аутоагрессию, то есть аутодеструкцию. И с этим что-то нужно делать, да. Поскольку мы психотерапевты, мы сразу думаем, как бы с этим справиться. Ну, не сбывшиеся ожидания, да. Так хочется быть хрупкой, беззащитной девушкой, да. Но кони все скачут, как избы все, горят и горят. Печаль, конечно, да. Но почему бы не изменить свои ожидания в пользу того, что у тебя получается хорошо. Ведь там вот хорошо пьет пиво, да, покуривая, видимо, в обнаженном виде, да. Вот это то, что у него получается хорошо, да. Будем делать то, что делает, получается хорошо, но побеседуем с клиентом об этом, да. Может, это то, что тебе, по сути, и надо. Не хочешь переходить бревно над речкой? Да не переходи, сядь по кайфуй, по центру этого бревна. Иногда ожидания сбываются. А я напомню, они имеют такое свойство сбываться, да. Но люди иногда расстраиваются от того, что у них получается то, что у них им давно хотелось. Ну, посмотрите, ну чем не рыцарь на белом коне? Причем не просто так, а в том месте, где ты его, собственно, ждала. Да, порадуйся, да. Но опять потребуется дать объяснение, да, и формировать какие-то новые ожидания. Они тоже могут оказаться ложными, но, например, вдруг у них случится секс сейчас, да. И дама, например, реализуя свои ожидания, будет думать, я ему отдалась, поэтому он обязан меня ценить, любить и уважать всю оставшуюся жизнь. Ну, такие у нее ожидания. Но рыцарь-то, бедняга, про это ничего не знает, может, не таить свои ожидания, может, перед сексом ему сообщить, чего от него ждут. Лошадь, я не знаю, у нее же речи, может, не понять. Ну, перейдем к терапевтическим, а Моша поймет, черт то знает. И нам лошадь лучше понимает, да, чем принц. Перейдем к терапии. Что же с этими ошибочными, либо нерациональными ожиданиями мы можем сделать? Мы можем провести поведенческий эксперимент, да. Если человек очень боится читать лекции перед большой аудиторией, можно ему дать такое задание. Слушай, а ты сходи, прочти, а потом выбери так несколько людей и спроси. Ну, как оно там было? Мы переводим таким образом клиента в исследовательскую позицию. Он как бы не за себя уже несет ответственность, да? Ну, а должен начаться перед терапевтом. Ну, домашнее задание такое, да. Можно ему всучить какие-нибудь чек-листы, да, чтобы он галочек поставил. А потом обсудить это дело с ним. И часто обнаруживается, что, в общем-то, ничего страшного, да. Что если там перед сексом принцу сказать, что я вообще планирую, ну, не единичное мероприятие, да, а продолжительное время, может что-то и изменится в этом мире. Зачем играть в терапатию? Можно ожидание выразить открыто, да. Если вы ожидаете, например, от пожилых родителей большего соответствия нашим русским схемам детско-родительских отношений, они этого упорно не делают, можно намекнуть им, что, знаете, я вообще этого жду, да. Мне интересно, как долго я буду ждать. Вот самолет авиакомпании «Победа» долго ждать не будет, извините. Поэтому я… Восстановление баланса позитивных-негативных ожиданий. Иногда бывает привычка замечать и ожидать, только негативное, да. А поскольку люди ожидают негативное, они это негативное и замечают. Иногда пропускают мимо своего внимания, и, соответственно, это не попадает в память то, что было хорошего, да. И терапевт может поспрашивать, сказать, а вообще там хорошее-то что-то было на этом конгрессе, да. Ну и поинтересоваться, выдать чек-лист, поставить галочки и выяснить, например, что галочек «за»-то на самом деле намного больше, чем галочек «против» восстановить некоторый баланс. Метапозиция в отношении собственных и чужих ожиданий. Ну, так можно это представить как исследовательскую позицию, да. Давайте-ка просто возьмем листочек и запишем, что мы ждем там, ну, от нашей жизни, от наших родителей, от прошлого, от будущего, от себя в этом настоящем. Мы ведь не хотим упасть с бревна, да. Мы же хотим перейти на другой берег. Может, так и подумать, да, что я сейчас не падаю с бревна, а перехожу речку и наслаждаюсь жизнью в последующем. Вы, наверное, чувствуете, что это все вполне, ну, вполне реально. Но загвоздка, опять же, вот эти вот самые реализуемые ожидания могут вызвать возражения клиента, который скажет, ну, я-то жду несчастье, да. А вы мне только что сказали, что все ожидания сбываются. Что ж мне с этим делать, да. Ну, с этим можно сделать следующее. Мы за один раз думаем одну мысль, да. Если ждешь несчастье, будет несчастье, да. А ты возьми, пожди чего-нибудь другого. А клиент ответит, а как же я этого буду ждать, если я в это не верю? Да, начинаем систематическую десенсибилизацию. Давай мы сделаем маленький докладик тем людям, которые к тебе хорошо относятся, да. Мы расспросим, что они по этому поводу думают, и сформулируем это как ожидание. Если я делаю доклад и ожидаю, что ко мне отнесутся хорошо, ко мне отнесутся хорошо. На что вот лично я, честно говоря, очень надеюсь и благодарю вас за внимание. Спасибо большое за это дело. Вопросы, есть ли к Владимиру Георгиевичу ожидания, может быть? Можно микрофон, вот, сейчас не убегайте, Владимир Георгиевич, еще судьба... Я понимаю, что вы спешите, но один короткий вопрос, он чисто теоретический. Вот вы говорили об эксперименте с обрезанием, и вы говорили о том, что там имели место ожидания. А потом, ну еще до этого, вы вводили понятие установки. Вы считаете, что ожидания установки это одно и то же? Нет, я не считаю, я там перечислил установки в числе смежных понятий, да. Но довольно сложно действительно провести границу между физическими установками Узнадзе, да, но и ожиданиями в отношении этого фильма. Там же не только обрезание, там показывали, например, всякие несчастные случаи на лесоповале, да. В одном случае эти, там кровь, там руки, ноги разлетаются в разные стороны. В одном случае говорили, что это учебный фильм, и вам важно посмотреть фильм, чтобы потом усвоить инструкцию, да. В другом говорили о том, смотрите, мы вам сейчас расскажем, какие здесь медицинские последствия вот у этих всяких пилорам бывают. В третьем случае просто показывали, да. Нейтральное восприятие фильма. Здесь нет установки, да, никто не знал, что им покажут. Но в двух других случаях уже была сформулирована эта установка. Сейчас я попробую немножко иначе. Это не одно и то же, я сразу отвечу. Ну, объясните, как вы думаете, их можно различить? Ну, смотрите, предположим, у женщины в результате тяжелой болезни, там, какой-нибудь неизлечимой, любимый брат совершает суицид на ее глазах, да. Она это видела. Она придумала себе какие-нибудь для этого объяснения, да. Но установка ожидания в данном случае, либо социальные ожидания уже возникли. Возникло, например, достаточно нерациональное убеждение, что человек с неизлечимой болезнью обязательно совершает суицид. Почему ошибочно? Потому что это единичный случай, да. И вовсе не обязательно, что тоже произойдет с ее собственным сыном, даже если он заболеет чем-то неизлечимым. Но помощь этой женщине понадобится, да. Помощь в изменении того, что уже случилось. Я могу назвать этой установкой, в общем. Но мне как-то привычнее ожидания. Похоже на иррациональное убеждение, но похоже на установку. Да. В этих иррациональных убеждениях может быть компонент ожиданий. Либо установок социальных, либо физических, да. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо вам за внимание. Ну, опять же, я не первый раз сюда прилетаю и каждый раз привожу с собой памятные медали. Это два рубля серебряных с портретом Бехтерева. Тут около 10 грамм чистого серебра. В прошлом году эту медальку я предлагал вручить тому, у кого случится лучший доклад на пленарном заседании. Думаю, что можно сохранить эту традицию. А как проведет голосование дирекции, это ее дело. Владимир Георгиевич подкрепил наши ожидания, поэтому я надеюсь, наши докладчики будут мотивированы, ну и остальным будет интересно. Кофе-брейка не будет. Хочется сломать ваши ожидания, но будет перерыв. Перерыв с жидкостями, вот они сзади там стоят, поэтому можно взять жидкость. Мы против кофе на текущий момент. Он потом будет. Но сейчас мы решили поменять ожидания, чтобы внести, так сказать, новые, свежие представления о жизни. Когнитивная реструктуризация. Поэтому сейчас перерыв и после перерыва ждем вас на доклад Андрея Владимировича Курпатова о четвертой волне. Когнитивная реструктуризация. Методологического подхода к психотерапии в целом Андрею Владимировичу Курпатову, известному врачу-психотерапевту и президенту Высшей школы методологии. Позвольте поприветствовать. Спасибо. Дамы и господа, добрый день, участники съезда, коллеги. Думаю, большинство из вас знает меня как популяризатора психотерапии, доктора Курпатова, автора программы на Первом канале. Может быть, кто-то читал мои популярные книжки по психотерапии. А есть и для меня это очень приятно, потому что сейчас была у вас такая встреча, те, кто знают руководство по системно-поведенческой психотерапии. Это достаточно серьезная и, мне кажется, очень полезная работа, в которой наш американско-российский коллега изложил нам, как он видит в себе значение нашей физиологии, ее вклад. Но я должен сказать, что все это, конечно, значительно серьезнее, потому что если вы посмотрите рефлексы головного мозга Сеченова, то вы поймете, что вся когнитивно-поведенческая психотерапия там уже прекрасно находится. И наше счастье стоит в том, что сейчас эти замечательные исследования, концепт поведения Сеченова, концепт динамического стереотипа, о котором нам тоже рассказывают, называют это схемами вообще, это динамическая стереотипия, исследованная, научно доказанная. К счастью, никакой охранник не входил и не помогал Ивану Петровичу прийти к откровению по поводу того, что такое условные рефлексы и динамические стереотипы. Знание этих фундаментальных работ показывает, что мы имеем хорошую доказательную базу. Третий, безусловный лидер, который мы должны понимать и который пока здесь не был упомянут, это Алексей Алексеевич Ухтомский, потому что его концепция, его учение о доминанте, это вот как раз динамический аспект техсхемы, о которой говорит Фридман, это динамический аспект динамической стереотипи Ивана Петровича Павлова. И четвертый, наш соотечественник, великий ученый, настоящий гений, Лев Семенович Выгодский. И мы должны понимать основную драматургию, потому что все пользуются словами, играют в них и не всегда понимают, о чем идет речь. Собственно говоря, Выгодский первым попытался ухватить самую сложную материю, про которую я сегодня коснусь, материи мышления, о тех фактических значениях, которые определяют наше с вами состояние, наше поведение, наше решение, наши мысли, потому что вербальный компонент лишь вторичный. Да, значит, ну, должен вам сказать, что я сейчас уже не занимаюсь психотерапией, хотя продолжаю преподавать в рамках высшей школы методологии, мы проводим соответствующие занятия. Но у меня действительно большой опыт, часть научных работ, мне очень приятно это отметить в этой аудитории, еще в начале пути первая, на самом деле, работа по системно-поведенческой психотерапии, опубликованная в сборнике научных работ к одной из конференций в Петербурге, была написана нами вместе с Дмитрием Викторовичем Ковпаком. И мы, собственно говоря, эту традицию продолжаем сейчас в высшей школе методологии, которой я руковожу. Может быть, кто-то уже видел, может быть, кому-то будет интересно. В будущем мы проводим открытые такие встречи, круглые столы, и обсуждаем нынешнее состояние и актуальные вопросы когнитивно-поведенческой психотерапии. Дело происходит в интеллектуальном кластере «Игры разума». Это такой большой научно-просветительский комплекс, который я открыл в Петербурге на улице Достоевского, 19-21. Там у нас много работает всяких разных лекторий, гуманитарная лектория, Александрийская библиотека, научно-популярная лектория «Зануда». Есть высшая школа методологии, которой, собственно говоря, я и руковожу. Главный вопрос, который является сейчас, мне кажется, краеугольным камнем, о котором мы должны начать задумываться, и что является главной исследовательской целью, мишенью высшей школы методологии – это методология мышления. Если говорить в общем, то методология мышления ставит перед собой крайне амбициозную задачу. Мы хотим ухватить феномен мышления, понять, какова его природа и механизмы. Как известно, в психологической науке до сих пор этот вопрос не решен. Забавно, что он не решен и в философии сознания. Это мощнейшее направление современной философии. Казалось бы, такая очевидная вещь – все, с чем мы имеем дело, дано нам через мышление. Вообще все, что мы имеем в себе, есть мышление. И мы не знаем, что это за феномен. Поэтому мы пытаемся ответить на вопросы, и этому посвящены наши методологические семинары, семинары по практической методологии, четыре монографии, которые я подготовил. Методология мышления, что такое мышление, пространство мышления и что такое реальность. Итак, мы отвечаем на вопросы, какова механика процессов мышления. Если сказать проще, что и как в нас мыслит? Каким образом мы строим свои модели реальности? И как реальность соотносится с нашими представлениями о ней? И, наконец, как добиться эффективности мышления? Как вы можете заметить, все эти вопросы не являются психотерапевтическими. Поскольку психотерапия исходит из проблем клиента, это один вариант, да, или от конкретной нозологии, если мы все-таки… Тут, наверное, есть психиатры, которые понимают, что это другой подход. Значит, то, что касается наших исследований, мы исходим из самого процесса мышления. И должен сказать, что исходим весьма практически. Таким образом, мой доклад здесь – это скорее вопрос, обращенный к съезду. Вопрос, продиктованный новейшими исследованиями в области нейрофизиологии, когнистивистики, социальной психологии и основанный на понимании того, что мышление, если говорить о нем как о конкретном психическом феномене, является ключевым вопросом нашей деятельности. И не случайно я решил озвучить эту тему именно здесь, в данной аудитории. Когнитивно-поведенческая психотерапия, к которой я имею самое непосредственное отношение, безусловно, является наиболее эффективным инструментом в работе практикующего психолога и психотерапевта. Это доказано многочисленными исследованиями. Однако мы не можем отрицать того факта, что теоретический фундамент, на котором основывается когнитивно-поведенческая психотерапия, не соответствует статусу научной дисциплины. Все мы знаем, с какой материей имеет дело физика, химия или, например, биология. Но с какой материей имеет дело когнитивно-поведенческий психотерапевт? Задумывались и когда-то об этом. Какими фундаментальными законами описывается эта материя, с которой мы взаимодействуем? Каковы ее характеристики? В действительности мы имеем набор эмпирически обнаруженных закономерностей. Хороших, эффективных, работающих, знаменитые триады депрессивной Бека, АБЦ-формулы Элиса и так далее. Эти закономерности, в свою очередь, были обнаружены исследователями на основе естественного научного мировоззрения. Это тоже факт. Да, у нас с вами есть определенное мировоззрение, некий способ думать о психике, используя концепты условного рефлекса, психической перцепции, психофизиологии эмоций, психологии сознания и так далее. Мы это мировоззрение исповедуем, работаем с нашими пациентами, глядя на них через соответствующую научно-естественную призму, и выявляем некий набор психотерапевтических инструментов, техник, которые позволяют нам достигать прогресса в терапии. Но это, прошу прощения, не наука. Это очень сложное, красивое, интеллектуальное ремесло. Мы можем сбиться с пути и обнаружить себя не там, где мы должны были бы оказаться, когда у нас нету строгого научного методологического фундамента. И мы действительно сбиваемся. И сейчас я расскажу вам, как я вижу две проблемы, которые мы сейчас имеем. В психологии со времен Выгодского модно говорить о кризисе. Он тогда написал знаменитую статью о кризисе в психологии. С тех пор кризис, по-моему, не прекращался. Да, ну, видимо, это разные этапы. Итак, два аспекта, которые мне кажутся чрезвычайно важными и создающими кризис для когнитивно-поведенческой психотерапии. Первое направление – это новое, если так можно выразиться, интегративность когнитивно-поведенческой психотерапии. А именно придание чрезвычайно большого значения различным практикам осознанности в рамках работы когнитивно-поведенческого психотерапевта. Второе направление – это, и это, конечно, меня шокирует, но я буду держать себя в руках и попытаться интеллигентно, так сказать, об этом говорить. Это катастрофическое игнорирование современных нейрофизиологических исследований, которые разъясняют суть когнитивных операций, с которыми мы имеем дело. Мы постоянно говорим про когниции. Последние 20 лет – это революция в области понимания того, как эти когниции в нашем мозгу производятся, и мы об этом совершенно никак не интегрируем это в свою практику. Но начну я, собственно говоря, со второго. Это очень большая тема, поэтому я скажу только про узловые вещи. Мне кажется, что когнитивно-поведенческие психотерапевты больше не могут игнорировать исследования Бенджамина Либбета. Я прошу прощения, это 1973 год. Но сейчас то, что касалось наивной какой-то странной истории с проводами про свободу воли, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии исследования проведены в разных учреждениях, одно из самых ярких, в Институте нейрофизиологии и когнитивной психологии имени Макса Планка в Лейпциге. Мы знаем, что решение принимается нами на досознательном уровне. Причем за 7, а то и за 10 секунд до того, как оно нами будет осознано. Но нельзя не пересмотреть традиционные подходы когнитивно-поведенческой психотерапии, понимая, что решения, которые мы с вами принимаем, принимаются досознательно. 7-10 секунд. Вы просто задумаетесь в этот временной лаг. Ваш мозг уже принял решение. Это прекрасно видно на функциональной магнитно-резонансной томографии. И после этого, через 7 секунд, ваше сознание говорит, а не сделает ли мне вот это? Наша теория требует существенного пересмотра. Мы должны наконец признать, что сознательные решения человека по существу являются результатом неосознаваемых им доминантов, если использовать терминологию Алексея Алексеевича Ухтомского. Пациент не думает иррационально. Его поведение, поведение его нервных центров иррационально. А обсуждая его рациональные установки, мы имеем дело только с его объяснениями его уже присутствующей иррациональности. Таким образом, основной точкой приложения наших усилий должны быть не просто иррациональные установки, а те внутренние состояния, доминанты, которые за этими иррациональными установками прячутся. Только изменив эту внутреннюю ситуацию, отношение этих доминант в мозгу нашего пациента, мы можем рассчитывать на результат. Следующая поразительная вещь. Как показывают исследования Стивена Пинкера, Джорджа Локофа, это знаменитые ученики Мама Хомского и ученики-отступники, сам язык, которым мы пользуемся, не отражает нашего действительного внутреннего содержания. Он только описывает это внутреннее содержание. А потому эффект понимания возникает только в том случае, когда мы находим подходящие аналогии для тех мыслей, которые мы пытаемся передать другому человеку. Задумайтесь об этом. С одной стороны, это ставит под сомнение многие психотерапевтические техники КПТ. С другой стороны, заставляет нас самих задуматься, а что же такое понимание, которого мы пытаемся добиться от нашего пациента, если оно невыразимо в словах и не может быть передано от одного человека другому традиционными языковыми средствами? Ответ на этот вопрос все-таки обнаруживается, если как следует приглядеться к современным нейрофизиологическим исследованиям. Одна из базовых гипотез, которые мы активно разрабатываем в рамках методологии мышления, заключается в том, что ответственной за это подсознательное мышление, на котором, кстати, последняя работа замечательная Ричарда Низбета рассказывает очень подробно, он показывает, как это работает, является так называемая дефолт-система мозга. Открытие дефолт-системы мозга событий всего лишь двух последних десятилетий. Первая гипотеза, принадлежащая Гордону Шульману, была сформулирована в 1997 году. Собственно, само название дефолт-системы мозга и более-менее подробная теория появилось в 2001 году стараниями Маркуса Рейчела и его команды. К настоящему времени количество исследований по данной теме перевалило уже далеко за 10 тысяч. Это действительно совершенно новое открытие в нейрофизиологии, психологии, в науке о человеке. Исследования, проведенные с помощью функционально-магнитно-резонансной томографии, показали. В случае, когда наше внимание не сконцентрировано на решении какой-то конкретной задачи, в мозгу самопроизвольно активизируются чрезвычайно обширные корковые пространства. То есть, когда вы сознательно не решаете какую-то задачу, ваш мозг включает огромные поля прямо корковых отделов. Туда входит медиальная префронтальная кора, поясная извилина, креновидная, извилина, теменная доля, огромные пространства. И именно они, судя по всему, обеспечивают процесс нашего, из так можно сказать, внутреннего говорения. Мы, если мы не сконцентрированы на решении вот такой узкой задачи, ведем внутри себя постоянный внутренний диалог. Не вполне, впрочем, осознанный. Мы слышим внутри себя какие-то обрывки, ошметки, какие-то мысли, разговоров и так далее. Мы думаем о каких-то ситуациях из нашей жизни, переживаем состояние так называемой мысленной жвачки. Мы постоянно прокручиваем в голове свои отношения с другими людьми. Там же, в этой дефолт-системе мозга гнездятся и наши представления о том, как мы выглядим в глазах окружающих, как они к нам относятся, все наши катастрофические прогнозы и так далее. Вам ничто не напоминает жалобы наших клиентов? Именно эти когнитивные комплексы организованы здесь по принципу сложных нарративов, это тоже уже доказанный факт, и являются, судя по всему, теми действительными силами, если говорить в пользу метафору Выгодского, вот этими облаками мысли, которые проливаются за тем нашим клиентам, на психолога, психотерапевта, дождем этих иррациональных слов. Наивно думать, что собрав этот дождь в какой-то условный тазик, мы сможем неким существенным образом повлиять на облако, на ту самую дефолт систему мозга, которая продолжает и продолжает продуцировать соответствующую вербальную жидкость. Тактика должна быть умнее и хитрее, если мы действительно хотим добиться желаемого эффекта. Впрочем, именно поэтому так эффективны техники осознанности, я не оговорился, очень эффективны, о которых говорят представители третьей волны когнитивно-поведенческой психотерапии. Ведь, как показали исследования, все те же самые функциональные магнитно-резонансные томографии, на сей раз проведенные Норманом Фарбом, это событие 2007 года, именно медитация и различные техники осознанности позволяют нам заставить дефолт-систему замолчать. Таким образом, есть два способа, каким мы можем прекратить это автоматическими мыслями, верованиями, убеждениями, внутренними диалогами, депрессивными мыслями и так далее. Или, когда мы на чем-то сильно сосредоточены, вынуждены. Или, когда мы переключаемся на перцептивные раздражители, по сути дела, медитируя. Это два способа остановить горение этих огромных пространств корковых, про которые я вам говорил. Но заставить дефолт-систему замолчать и научить ее говорить то, что нужно, чтобы поведение человека стало действительно осознанным, разумным, здравым, рациональным, адаптивным, это не одно и то же. Но именно в этом, как мне представляется, и состоит подлинная задача когнитивно-поведенческой психотерапии. Однако, вместо того, чтобы заняться этим своим прямым делом, отвечающим букве и духу КПТ, когнитивно-поведенческие психотерапевты подались общему тренду этого нового лайфстайла. Вместо того, чтобы быть действительно когнитивными, они все больше и больше становятся перцептивно-медитативными, следуя заветам Фредерика Пёрза, психосинтеза, буддизма и так далее. Как вы могли заметить, я перешел уже ко второй проблеме. Речь идет о том, что мы рискуем выплеснуть с осознанностью и когнитивность, лежавшую до сих пор в основе когнитивно-поведенческой психотерапии. Совершенно очевидно, что в рамках своей психотерапевтической деятельности мы должны использовать все работающие методики. Так, в руководстве по системам поведенческой психотерапии, о которой я уже упоминал и написал еще в начале 2000-х, техникам осознанности отведен целый раздел. Называется перцептивное поведение. Теперь мы даже знаем, каков нейрофизиологический фундамент благодаря ФАРБО, обеспечивая эффективность этих техник в коррекции психоэмоционального состояния человека. Однако, когнитивно-поведенческая психотерапия исторически и совершенно, на мой взгляд, оправданно строила свою, можно так сказать, идентичность на рассудочности, на идее мышления как такового. Да, это непростой путь. Особенно, если мы понимаем чрезвычайно сложную, запутанную структуру этих нейрофизиологических процессов мышления. Прежде всего, я имею в виду феномен расщепленного мозга, открытый маклом Газанига, в которых он выявил специфическую объяснительную функцию той части левого полушария, которую Пенфилд в свое время назвал интерпретаративной корой. Именно она отвечает за создание иррациональных убеждений, с помощью которых мы объясняем себе наши иррациональные действия. С другой стороны, стоит ли нам отказываться от когнитивности и сломя голову бежать к медитативной осознанности, лишь потому, что этот путь сложен и требует определенных усилий. В конце концов, осознанность, как я уже сказал, может лишь заставить проблему наших пациентов замолчать. Мы не можем эту проблему решить. Я понимаю, как мне кажется, внутренние причины, по которым техники осознанности, даже в когнитивно-поведенческой психотерапии, пользуются сейчас такой популярностью. Мы с вами входим в новую эпоху, в новое время. Современный человек меняется, потому что кардинальным образом изменилась сама структура информационной среды, в которой мы себя обнаруживаем. Мы, кажется, уже безвозвратно перешли от эпохи иерархически организованного общества, от эпохи текстов, от эпохи рациональности. Мы оказались в эпоху личных мнений, ничем не подкрепленных, кроме глупой уверенности тех, кто их безапелляционно высказывает в фейсбук, коротким мыслям из твиттера, роликам на ютуб и картинкам в инстаграме, к безостановочному информационному потреблению. Как показывают наши исследования, подобная информационная среда создает специфический психологический феномен, который мы называем информационной псевдодебильностью. Последнее развивается у человека нашего времени, не потому, что у него есть какие-то органические поражения мозга, которые не дают ему думать. Информационная псевдодебильность развивается у нас по причине того, что мы вынуждены постоянно заниматься информационным потреблением, буквально не имеем времени на то, чтобы думать. Мышление и потребление информации это два разных процесса. Если мы лишь потребляем информацию, мы перестаем тренировать наше мышление, мы тренируем лишь навыки распознавания образов, которые мы обнаруживаем во внешней среде, а она сейчас полна этими образами, но не навыки оперирования этими образами в целях создания сложных карт реальности, которые нам необходимы для точности наших действий в ней. Проще говоря, мы уже получили и дальше будем получать цивилизацию глупых. современный человек хорошо информирован, он много знает, умеет пользоваться интернетом, социальными сетями, википедией, но совершенно не способен к самостоятельному, строгому, сложному и критическому мышлению. И мы можем сдаться, когнитивно-поведенческие психотерапевты могут сдаться, предложить такому пациенту осознанность и надеяться, что он этим удовлетворится. К сожалению, я должен высказать обоснованное сомнение, что этим дело не закончится, или по крайней мере закончится нехорошо. Когда человек теряет способность к критическому мышлению, психотерапевт утрачивает способность воздействовать на дефолт систему мозга человека, апеллировать к ней. А это значит, что все наши когнитивно-поведенческие технологии оказываются под угрозой. Он просто не будет понимать, что мы от него хотим. Нам придется при такой стратегии, учитывая указанные тенденции к когнитивно-поведенческим психотерапевтам, кроме медитации, ничего скоро и не останется. Ну, еще можно будет одеть на себя, видимо, буддийский какой-то валахон, и тогда уже совсем завершить, так сказать, гештальт. И если мы хотим сохранить когнитивно-поведенческую психотерапию, а нам нужно ее не только сохранять, но и радикально совершенствовать, основываясь на достижениях современной нейрофизиологии, когнистивистики, социальной психологии, нам необходимо на основании этих фундаментальных исследований настойчиво работать на создании уже четвертой волны когнитивно-поведенческой психотерапии. Это не просто, а давайте еще подумаем про нейронауки. Мы должны посмотреть фактом в лицо, увидеть, что эти науки говорят, что очень долгое время мы с вами радикально заблуждались. Но это не значит, что мы не должны апеллировать к сознательному и когнитивному. Ну что, надеюсь, мое выступление и представленные в нем соображения покажутся вам интересными. Совместными усилиями я надеюсь, что когнитивно-поведенческая психотерапия, лица Дмитрия Викторовича, например, который активно участвует в деятельности высшей школы, и наши работы, которые мы проводим по методологии мышления, покажут нам новый путь на новый уровень развития. И, как я надеюсь, мне удалось показать не только вот проблем собственно когнитивно-поведенческой психотерапии, которую мы имеем, но и цивилизационный аспект. Послушайте, мы с вами работаем с людьми. Людей производит среда. Среда, которая производит людей информационная. Структура этой среды изменилась. Неужели вы думаете, что техники, технологии и идеи, которые помогали вам справляться с человеком из другого времени, создавались человеком с другим мозгом, будут работать в новом времени? уже через 5-6 лет к вам на прием начнут приходить молодые люди, которые смотрят видео и играют в игры круглосуточно, с годовалого возраста, а то и раньше. Если вы думаете, что их мышление, их способность к принятию решений, работа их дефолт-системы будет такая же, как у человека, который воспитывался в среде с деревянными игрушками, и сейчас я говорю о них в хорошем смысле, вы заблуждаетесь. Мы находимся в зоне риска, турбуленции, огромной волны, которая идет на нас. И если мы лишимся этого внутреннего настроя, который отличает когнитивно-поведенческих психотерапевтов, все-таки апеллировать к разуму, каким бы хилым неловким, постоянно ошибающимся, он не был у человека разумного, то я не знаю, кто будет этому противостоять. Поэтому я очень надеюсь на то, что эта работа съезда и вашей организации, ассоциации будет продолжаться с пониманием сложности и драматичности времени, в которое мы входим. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Жем и коллеги вопросы есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В контексте вашей исследовательской работы как вы относитесь к психогенетике? Она какое-то есть спасение нашему обществу? Или в общем-то мы так идем печально и уверенно? Психогенетика имеется ввиду в смысле наследственность просто, вопрос генетический. Значит, мы должны с вами понимать еще одни существенные риски. Мы накапливаем огромное количество генетического мусора. Мы накапливаем его невероятной скоростью. Я должен был умереть в 23 года и очистить землю от своей слабого генома, не способного противостоять инфекции аутоиммунным расстройствам. У меня явно есть этот дефект. Но меня спасли. И я поставил потомство, понимаете? то же самое касается и психических расстройств. То, что мы сейчас получаем возможность помогать психическим больным, то, что сами психические расстройства по целому ряду факторов изменили патоморфоз заболеваний. И пациенты могут продолжать функционировать. мы должны понимать, что мы накапливаем огромные объемы генетического мусора. И мы не понимаем, как это случится. Еще сто лет назад все эволюция выкашивала. мы сейчас грубо в нее вторглись. Я здесь не к тому, что не надо понимаете, не к радикальным мерам призываю, а пытаюсь просто, чтобы мы понимали риски. и риски будут в этом смысле только увеличиваться, потому что это свойственно для при накоплении дальше идут критические, критическая масса накапливается, это приводит к нехорошим последствиям. Поэтому нас это еще ждет. Вторая вещь, вот я говорил про информационное потребление, которое действительно просто превращает нас в умных глупых. но здесь нужно понять, что наше сращивание с технологиями значительно более, с новыми технологиями значительно более радикальные вещи, чем мы могли думать раньше. Понимаете, вот сейчас все радуются, что вот сейчас можно просто поднести телефон и заплатить с помощью Apple Pay за что-то на свете. А еще через какое-то время нам предложат вживить просто чип. Это случится, я думаю, в ближайшие 6-8 лет. который позволит нам решать огромное количество задач, совершенно по этому поводу не задумываясь. Пугает меня не наличие чипа и то, что это будет такое государство, в котором всех посчитают и дальше будут управлять по технологиям Big Data, что несомненно будет происходить. Может, это будет не государство, а транснациональные компании, не так важно, кто нами будет руководить. проблема состоит в том, что мы действительно окажемся в ситуации, когда все наши потребности могут удовлетворяться моментально. Вы что-то захотели, оно сразу организуется, вам что-то надо, оно сразу появляется. Мышление не имеет сложностей. Выгодский говорил, мышление начинается там, где мы наталкиваемся на препятствия. Сейчас мы все меньше и меньше. Экономика работает таким образом, чтобы улучшить услуги, таким образом, чтобы никакие препятствия нам не мешали. Это вроде бы субъективно хорошо, но мышление это не тренируется. Это как экзоскелет, понимаете, вы себя поместите в экзоскелет, что случится с вашей мышечной массой через годик-другой. А что случится с нашими когнициями? Дмитрий Викторович работали в клинике неврозов имени Павлова в свое время, сколько-то, уже 20 лет назад, была такая шутка, у пациента есть когниция или у пациента нету когниции? То есть можно хоть что-то добиться в рамках психотерапевтического процесса или не на что рассчитывать, так сказать. Проблема состоит в том, что чем дальше, тем больше у нас будет конструкции, что эти мозги потенциально могут иметь когниции, но они не натренировались, им не поставили условия, понимаете, любая, как вот дарят Павлова и собаку. вот это у Дмитрия Викторовича такая, как это, бистория. У меня тоже есть такой бюст, древний, еще прижизненный его. Понимаете, вот это очень хорошее изображение. И тот, и другой человек надрессирован, то есть животное. И Павлов, и собака. сидит при нем, не кусается. Ее дрессировали. Нас тоже нужно дрессировать. Наше мышление нужно воспитывать, тренировать, усложнять. А мы все, что делаем сейчас нашей цивилизации, мы его уплощаем. Все, можно, каждый может высказаться, понимаете, любую глупость можно сказать, и что, и пожалуйста, ему еще кто-нибудь поставит лайк. Раньше там нужно было изобретать жетонные системы, понимаете, там, наши все, так сказать, отцы-основатели психологической науки думали, как подкреплением заниматься, там, и так далее. А сейчас делаешь глупость, и тебе раз, раз, лайк, 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 и все, ты счастливый, довольный, подкрепляется идиотизм. Это существенно. А что вы думаете, если это начинает в массовом порядке, и дальше мы понимаем, что такое культурно-историческая теория Льва Семеновича Выгодского. Есть еще вопросы? Да, все, значит, ну, короче говоря, дело плохо. У меня есть вопрос. Михаил Михайлович. Вот вы несколько раз употребили такие фразы, поведение нервных центров исходно иррационально. Еще еще раз. Поведение нервных центров исходно иррационально. Вы сегодня сказали. Так, не, исходно, слово исходно не использовал точно. Просто поведение нервных центров иррационально. Да, может быть иррационально. Это первый вопрос, что такое поведение нервных центров. Второе, ну, будет объединяющий вопрос. Нужно повлиять на ту или иную систему мозга. и так далее, и так далее, и так далее. Мы с чем работаем, с психикой или с мозгом? Ну, Михаил Михайлович, по этому поводу написал монографию. Считаю, что Иван Михайлович тоже монографию рассказывать не надо. Иван Михайлович Сеченов нам очень четко показал, что когда мы говорим о мозговой активности, мы говорим о поведении и мы говорим о психике. Это три вещи, которые в действительности являются синонимами, просто в зависимости от того, под каким углом мы это смотрим. Если мы говорим просто про нервную деятельность, про мозговую, мы понимаем, что мы имеем соответствующие, их можно назвать как угодно, нервные доминанты, нейронные ансамбли, динамические стереотипы, я не знаю, корковые колонки и так далее. Мы понимаем, что там есть естественный нервный процесс, объединяющий соответствующие нервные клетки в соответствующие нервные, дальше их можно назвать центрами, доминантами, интеллектуальными объектами, любыми другими словами. Все это является на самом деле нашим поведением. Мы по наивности думаем, что поведение это то, что мы сознательно из себя производим. В действительности вы сейчас каждый находится на своем месте и производит огромное количество поведенческих действий. Поддерживаете тело в пространстве, за это отвечают, вы знаете, где вы находитесь, за каждую из этих функций, которые вы осуществляете здесь сейчас постоянно. воспринимаете меня. В затылочных долях формируете зрительный образ, прошифровываете то, что я говорю. Я же просто колеблю воздух, а вы каким-то образом умудряетесь производить из этого смысл. Количество работы, которые ваш мозг осуществляет перманентно, в огромных количествах, постоянно, невероятно. Мы просто не осознаем это. Мы только видим то, что мы видим и не обращаем внимания на ту колоссальную работу, которую он производит. И это вся работа есть вы. Вся. И все, что мы знаем благодаря нейрофизиологии работы с пациентами, которые пережили те или иные поражения тех временных зон мозга, понимаете, можно раз и локально лишить вас ощущения того, что ваши действия это ваши. А сейчас мозг решает эту задачу. Можно одну реплику еще одну? Сейчас я просто доведу до ума мысль. И нужно понимать, что когда мы пытаемся что-то говорить про личность, про наши какие-то структуры, мы же очень любим все это построить. На самом деле мы просто придумываем описательные модели, в которые мы попытаемся вложить наш когнитивный контекст. Нам наша культура рассказала про личность. Представьте, что мы живем в культуре, в которой не было этого слова. Есть племена, в которых нет, например, слова время. В Амазонии они ложатся спать, они думают, что они умирают. А утром просыпаются и с друг другом знакомятся. Просто отсутствие концепта времени существеннейшим образом меняет то, как они будут организовывать всю свою действительность. Мы в этом смысле заложники тех концептов исторических культурных, которыми мы пользуемся. И это чрезвычайно существенно. Мы должны пересмотреть, мы должны понять, что все, как мы пытаемся себя объяснять, это чушь. Есть просто мозг, который генерит определенные паттерны поведения, определенные нервные центры, создают определенные нейронные комплексы. И мы с ними имеем дело. Да, есть сигналы сигналов. Иван Петрович Павлов нам это объяснил. Это значит, что есть одни нервные центры, нейронные комплексы, которые ассоциативно связаны с другими нервными центрами, нейронными комплексами, и позволяют нам использовать эти сигналы сигналов для того, чтобы воздействовать на сигналы, для того, чтобы воздействовать на наше собственное внутреннее состояние, на другие нейронные комплексы. Все, что мы делаем, мы играем в игру между разными нейронными комплексами, нейронными центрами, доминантами, нейронными ансамблями, критикальными колонками. Не важно, как мы назовем. Важно понять, что мы сейчас пережили, благодаря психоанализу, мы пережили первый удар по личности и по культуре, потому что именно психоанализ и Фрейд дал это четкое понимание того, что нам кажется разумной сознательной жизнью является по сути дела выдумкой, находящейся над поведением действительным. Но сейчас мы видим это в другом ключе, мы это видим уже без, нам не нужна для этого сложная метафора отношений бессознательного различных комплексов и так далее и переживаний и прочее. Мы можем это без метафоры понять. Просто наше сознание иллюзорное. Если можно последний вопрос. Очень кратко, я позволю себе, потому что я очень люблю Андрея и много раз подчеркивал, что его телепередачи они создали качественно иное представление психотерапии в Российской Федерации. Она была с человеческим лицом. Но я абсолютно не согласен с тем, что он говорит. Во-вторых, я очень прошу Андрея Владимировича, нельзя через каждые три фразы говорить это доказанный факт, это доказанный факт, это абсолютно недоказанные факты для меня абсолютно не... Какой из фактов, который привел недоказанный факт? Все, что касается нейрофизиологии, я считаю Сеченов глубочайшее заблуждение, Павлов глубочайшее заблуждение, и вообще когда мы говорим о психике... Они высказывали гипотезу, Михаил Милович. Можно я договорю? Сейчас есть доказательства. Договорю, можно? Давайте, конечно. Я считаю, что мы работаем с психикой, а не с мозгом. Наша речь перегружена штампами. Кто-то говорит, мне пришло в голову, а приходит не в голову, а на ум. У кого-то плохо с нервами, а это плохо не с нервами, нервы, это просто проводники. У кого-то расстроены, или как-то себя не так ведут нервные центры, нервные центры вести себя никак не могут, вести себя может только личность, а информация в соответствии с современной академической наукой вообще признана, нематериально. Поэтому искать психику в центрах где-то еще без толку. Это, как говорят психиатры, сколько радио не разбираешь, музыки в нем не найдешь. Можешь хоть на части, хоть на винтики, хоть распилить и так далее. И еще самое-то интересное, что информация в природе не существует, а появляется только тогда, когда есть субъект восприятия. Если никто не слышит, что говорит Андрей Владимирович, никакой информации нет. Вот в чем суть. Это принципиально другая позиция, и мы работаем. Это мои представления, моя гипотеза. Я ее очень люблю, но всегда говорю, гипотеза с психикой, но не с мозгом. Ну вот, а я буду с вами спорить. Конечно. Потому что информация, конечно, в этом-то вещи интересны. Это фактические существующие вещи, потому что это фактическое отношение. Сейчас совершить вопросы, иначе мы не уложимся, к сожалению, в наш регламент, мы и так из него сильно выбиваемся. Но в любом случае это будет хороший повод для следующих наших встреч, дискуссий и уже определилась тема. Вы видите, насколько она серьезна, активна и глубока. Позвольте, Андрей Владимирович, вручить вам карту почетного члена нашей ассоциации. Хоть вы и отошли сейчас от активной терапевтической деятельности, но вы видите, что оказываете на нее влияние не только как голос Эриксона, который остается с нами, но и как новые веяния в методологии, в науке. И я уверен, что это тоже новое слово отзовется четвертой волной когнитивно-поведенческой. Будем надеяться. Спасибо большое. Мне это очень приятно. Мне дали Павлова с собакой. Уже упоминавшись, Иван Петрович, с почетной грамотой, за вклад в развитие и отечественной когнитивно-поведенческой терапии в том числе. Спасибо большое. Мне очень приятна такая оценка. Я, к сожалению, сейчас идет книжный форум, и я представляю там свою новую книгу «Красная таблетка», книга для интеллектуального меньшинства, в которой я показываю, что думает в нас мозг. Предупреждаю там все, кто собираются готовы чем-либо оскорбиться, не читайте эту книгу. И там только доказаны научные факты, то, что, к счастью, последние 20 лет это действительно триумф науки о мозге. Игнорировать его было бы ошибкой. Спасибо вам большое за внимание. Как раз будет параллельно Артур Фримен и Андрей Курпатов в двух таких плоскостях обсуждать эти актуальные вопросы на книжном форуме. Так что повезет тем, кто там тоже будет находиться. Но это не повод сейчас разбегаться. У нас продолжатся доклады. Уже появился переводчик, да? И мы поприветствуем сейчас наших коллег из Китая, которые расскажут нам о том, что происходит в замечательной стране, которой к нам вот так прокладывают шелковый путь уже психологический, психический наши дорогие коллеги из Северного Китая. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые председатели Ассоциации, уважаемый господин Рыжков Константин, 各位 同道, нежимы, сеншемы, 大家好. Уважаемые коллеги, дорогие дамы и господа, добрый день. Я приехал, как уже сказали, что из Гитая, из прекрасного города Харабин. И сам работаю в Харабинском медицинском университете. И очень приятно, что у меня была такая возможность, чтобы приехать в Россию вместе со всеми коллегами обсудить нашу общую тему. Как известно, сейчас в Китае бурно развивается экономика и социальное общество. Соответственно, появилось очень высокий спрос на психологическое здравоохранение. И, соответственно, тело по психологическому и очень быстро развивается. И надеюсь, что после моего доклада всех присутствующих коллег будет интересовать, как в Китае развивается именно в этой отрасли. Спасибо. И, соответственно, надеемся на то, что наша психотерапия может как китайская инициатива «Один бой с один бурь» тоже распространяется во всех странах. Потому что действительно в Китае сейчас строится строится протоформа для психологической помощи людям. И надеемся на то, что наше совместное сотрудничество будет стимулировать развитие психологической помощи во всех странах. и соответственно, наше сотрудничество будет выкреплять дружбу народов всех стран. между коллегами будут появиться новые коллеги и друзья. честно говоря, мой помощник, то есть господин Дзян хочет сказать, что я не специалист в этой области. Точнее, Коваля никогда не касался этой темы. Это только утром сегодня. Меня попросили сюда приехать, то есть помогать. Вообще, я химик, поэтому в ходе проведения презентации, если будут какие-то непонятные вещи или неправильные переводы, надеюсь на ваше понимание. Спасибо. Тогда пользуйся случаем. Я вкратце расскажу вам, как в Гитая развивается в области психологического здравоохранения. Чего до синей кан суши чьи вен и дун га чин нен лай шаху и га цинг дэй чян кун дэ джоши. И можно сказать, что в последние годы это острое действительно развивалось, потому что правительство тоже выделяло обратило очень большое внимание на эту тему. В августе 2016 года была проведена всекитайская конференция медицины и здоровья. Это в кандидатах с кандидатах и медицины и здоровья. Это крупная конференция касающаяся здравоохранения и психотерапии в Китае после образования КНР. На данной конференции было определено и сказано, что без здоровья всего народа не будет общаться с хорошим уровнем жизни. И соответственно государство вставило здоровье в качестве государственной стратегии развития. И в рамках государственной стратегии были внесены много изменений во многих государственных законах, политике, чтобы обеспечить развитие именно этой отрасли. то есть и соответственно наше сознание в пусиотерапии было качественное изменение. Вейсен фу 由 и ки бен в джун син джун и ки 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 и соответственно услуга в области здравоохранения отводится центральное место здравоохранения вместо лечения заболевания. И ля фу медицинское обслуживание в основном направлено на наказание услуги пациентам. Вообще руководители КП ЦК КПК обращаются большим вниманием на развитие психологи лапе и на данной конференции президент Си Цзиньпин подразделил что нужно усилить фундаментально исследование психологического здравоохранения 做好 心理 健康 知识 и психолог 疾病 的 科 工作 распространять знания о психологическом здоровье и психологических изобретаниях гонки нормализируем и нормализируем и развиваем психологическую консолидацию и другие услуги в этой области в данном в данном законе была психологическая здоровье То есть и в данном законе было четкое определение, и данный закон был реализован, то есть вступил в силу 1 мая 2013 года. В соответствии с третьей стадии законы о психологическом здоровье, работа в области психологического здоровья осуществляется на основе принципа создания профилактики. И проводится лечение и реабилитация в сочетании с профилактикой. Соответственно, выделили на три уровня. Первый уровень профилактики обозначает профилактику причин заболевания, последствия устранения или уменьшения причин и факторов заболевания. С целью предотвращения или уменьшения психологического заболевания. Это самая позитивная мера профилактики. Второй уровень профилактики обозначает ранее обнаружение, раннюю диагностику и раннее лечение. И также предлагают усилия к созданию благоприятного прогноза болезни после ее обречения и избегают лецидивации. Третий уровень профилактики имеет в виду проведение хорошей тренировки, восстановление здоровья. Максимально стимулирует восстановление социальной функции пациентов, уменьшает функциональную неспособность. А также замедляют процесс лецидивации и повышают качество жизни пациентов. Чтобы хорошо реализовать вышесказанный закон, государство еще опубликовало руководство о вычислении качества услуг в этой области. В рассмотрении и утверждении данного руководства участвовали Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения ГНР, отдела пропаганды и агитации ЦК КПК и другие 20 департаментов. И соответственно с 13 декабря 2016 года в Китае появились рамочные документы в этой области. И соответственно основное содержание заключается в следующем. Первое, это в полном объеме познать важное значение по усилению услуг в этой области. ГОВОРИТ ПО-УСЛИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Определили общие цели и поэтапные цели. Прилагать в ущелье к развитию разнообразных услуг в этой области. Четвертое, это в ущелье к услуге в области психологического здоровья для ФОКСКУРУП. ГОВОРИТ ПО-УСЛИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЯТЕСЬ СОЗДАТЬ И СОВРАШИНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ АГИЗАНИЯ УСЛУГ ГОВОРИТ ПО-УСЛИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И СИСТЕМА СОЗДАЇТЬ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВА И УЧРИЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ. И, соответственно, чтобы усилить качество работы этой системы, в Китае сейчас проводится бурное обучение специалистов в этой области. И сейчас много больниц медицинских университетов участвуют в обучении, в проведении обучения. ЧТОБИ УДАВЛИТЬ ПО-УСЛИТЬ ПО-УСЛИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЧТОБИ УДАВЛИТЬ ПО-УСЛИТЬ ПО-УСЛИТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ШЕСТОЙ МОМЕНТ – ЭТО В УЧРИЧЕ СТРАИТЬСВА ОТРЯДА СПЕЦИАЛИСТВА ЧТОБИ УДАВЛИТЬ ПО-УСЛИТЬ 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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОРБОДЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ СРЕДСТВАМИ И за счет нового виденного закона определили обязанности всех социальных учреждений, медицинских университетов и больниц Таким образом сформируется целая совершенная система И соответственно на сегодняшний момент нужно проводить следующие работы Это все стороны проводить укрепление психологического здоровья и обучения Второе – это активно продвигать психологическую консультацию и услуги психотерапии И сейчас в Китае уже появилось очень много совместных программ Вместе с Великобританием, с Америкой и так далее Третье – это придавать значение уменьшительства психологического кризиса, а также и психологическая помощь Ствердое – училить услуги в области психологического здоровья для ФОКСКРУП И придавать значение услугам для особого народа И эта система состоит из трех частей Точнее три блога То есть внизу, снизу наверх идет больше степени специализации То есть в фундаментальном слое – это сеть по оказанию услуг в области психологического здоровья в каждом департаменте и отрасли А также есть еще фундаментальная платформа по оказанию услуги в этой области На среднем звене – это социальные учреждения по оказанию психологических услуг На самом верху – это профессиональные медицинские учреждения Таким образом создается совершенная система То есть среднее звено и высшее звено создается из профессиональных учреждений Это обзор нашей больницы В этой больнице очень хорошо показано, как развивалась психотелопия в Китае То есть в этой больнице мы проводим лечение заболевания и соответственно еще проводим обучение для университетов Площадь нашей больницы составляет 100 тысяч квадратных метров И соответственно у больницы размещено 960 кое-как мест Каждый год количество пациентов составляет больше 10 тысяч человек И наша больница еще является частью Харапинского медицинского университета В нашем университете, который уже совершили практики соответственно в этой больнице И сейчас уже закончили университет Их количество пациентов составляет больше 700 человек И соответственно в этой больнице еще есть программа по обеспечению магистров И соответственно наше больницы расширяло свои услуги и сферы в три раза Крупно говоря Раньше у нас только был курс психотерапии Второй раз это перешли из лечения психологического заболевания в лечении психологического заболевания И на следующий день это расширение находится на третьем этапе Это из лечения психологического заболевания в лечении психологической проблемы и оказание обслуживания в области психотерапии И соответственно наше сегодняшнем моменте мы исследуем модели пять полных услуг в этой области Первое это полный цикл жизни То есть раньше оказали услуги только определенным людям Но сейчас расширяется состав людей То есть начиная с детей Там злостые, потом старых и даже для умирающих и находящихся в прессмерзии Второе это полный состав общества Раньше только лечили там социально слабых слоев населения Сейчас этот состав тоже расширяется Это касается обыкновенных людей Это касается обыкновенных людей Фокс-группы, особые группы и высокостатусные группы И третье это полный процесс здоровья Раньше это касается лечения А сейчас уже расширяется в области здравоохранения, медицинской комиссии, уменьшения стресса и лебидации Четвертое это полный метод обслуживания Применяемые разнообразные методы По традиционно это использовали лекарства Но сейчас мы исследуем еще и используем с помощью других предметов Чтобы помогли лечиться Это включая физиотерапию, китайскую традиционную медицину, окружающую среду, искусство и так далее И тут еще очень важный момент Это заимствуем западный психологический способ психологического лечения Сочетание с китайской спецификой То есть создадим такой способ, который именно годится для своей страны И, соответственно, в метод лечения будем еще использовать традиционную китайскую медицину И у нас уже была такая практика и пациенты очень с удовлетворительно принимаются эти способы И чтобы получить качественные услуги, оказываем все стороны услуги То есть это не только в больнице проводим лечение или консулидации, но еще вне больницы тоже проводим Допустим, мы используем интернет, общественную пресс и читаем лекцию в университетах Вот короткое описание моего доклада И искренне приглашаю всех коллег и друзей приехать в Китай Посмотреть, как там развивается Проводим научный обмен И в конце концов становитесь нашими друзьями Спасибо Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте Здравствуйте 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 И именно сейчас находится в процессе сотрудничества. Мы с Танцган-Дингсом, который находится в данном направлении, мы имеем очень мягкое и очень долгое сотрудничество. И сотрудничество очень хорошо. Мы сотрудничаем с организацией, где работает господин Рычков. Спасибо, что приехали. У меня два вопроса. Первый. Какая классификация используется в Китае тревожно-фобических расстройств? Это международная классификация ДСМ или это народная классификация в Китае? Спасибо. И второй вопрос. Какой классификации пользуются в Китае? Международная классификация болезней или народная китайская классификация внутренней? Это порез, да? Да, классификация. Это внутренняя китайская классификация или международная, ДСМ? Спасибо. И второй вопрос. А какая статистика приводит фабильских расстройств, если есть статические данные, какие расстройства доминируют в Китае? Спасибо. И второй вопрос. А какая статистика тревожнофабических расстройств, и если есть статические данные, какие расстройства доминируют в Китае? Спасибо. Да, средняя статистика депрессии, тревоги, паники, личностные расстройства. А чем это? Людей с заболеванием, да? От общего населения? Да, средняя статистика депрессии, тревоги, паники, личностные расстройства. Это в целом по популяции, а если взять саму диагностику именно расстройств психологического, депрессии или тревожные расстройства? Из всех типов расстройств тревожных, что в Китае больше, по их мнению, популярная или частая жалоба тревога или депрессия? Аплодисменты? Вам, уважаемые коллеги, позвольте вам представить следующего докладчика, профессора психологии, заместителя директора госпиталя номер 3 города Дацин, Цяо Ксио. Тема доклада звучит так. Восток и запад культурные различия в психотерапевтическом лечении. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наш город называется ДАЦИН. Наш город очень красивый и очень известный. Не все, но, конечно, не так много, как в России, но для нас это достаточно много. И, соответственно, в нашем городе природа очень хорошая. И у нас, наш город еще называется город сотни природных озер. И у нас еще есть шикарные горячие источники. Наш город не только красивый, люди еще гостеприимные и добрые. Поэтому возьмите билеты и приезжайте к нам в гости. АПЛОДИСМЕНТЫ И надеюсь, что мы вместе с господином Ивановым вместе сделаем такие доклады, чтобы вам понравилось. Конечно, я выбрал эту тему, которая очень широкая. Соответственно, не могу за короткое время все рассказать. Поэтому буду делать доклады вкратце. Мы постоянно говорим, что люди из Запада, люди из Востока. Но как это понимать? Обычно считают, что те Азиады, которые живут в Китае, Вьеннаме, Северной Калии, Южно-Калии. Галия, Индия, Вьеннаме, которые имеют коленную овощу, куритору. Это люди из Востока. Или восточные люди. И соответственно, считаем, что люди, которые живут в Европе, в Америке, имеющие овощи, коренную куритору, это западные люди. Хотя восточные люди имеют коленную куритору, но все равно в разных странах Азии имеется большая разница по корендуриям. И соответственно, считаю, что в Европе в разных странах тоже существуют определенные разницы. То есть в одном стране, в разных странах, в разных странах, там куритора по-разному. Но поэтому сегодня не будем обсудить. Поэтому, чтобы упрощать мой доклад, когда я говорю о восточной куриторе, это будет именно китайская. То есть возьмем определенное это место. А западная эта куритора будем возьмем в Великобритании и Америку в качестве примеров. Сначала посмотрим разница в куриторе и понятия о ценностях между Востоком и Западом. На Востоке люди больше предпочитают группировку и ограничивать свое действие, поведение. То есть считают, что сначала нужно есть корректив, а потом это уже идет о личном человеке. У нас эта поговорка, если дословно перевести, это только когда на пришле леги будет вода, и соответственно у их рукава будет вода. То есть люди придают большое внимание на семью, на интересы общества и государства. И говорят, что личные интересы необходимо выступать коррективным интересам. То есть сделать это ради общих интересов. И соответственно, если касается личности, то человек должен ограничивать свою жажду. Старается сократить свои личные интересы и против эгоизма. У нас эгоизм считается отрицательным значением. И подчеркивают моральную подготовку. Вообще по Конфуции, так говорят, сначала нужно себя хорошо подготовить, а потом сможешь хорошо управлять своей семьей, а потом уже сможешь служить в государстве, сделать благо на народа. Если поставили на первое место, это повышение личного качества человека. И требуется, чтобы люди постоянно учились, повышение свою квалификацию и знания. И соответственно, только те люди, которые имеют хорошее качество личности, сможет выполнять сложную задачу. Люди должны сначала думать о общих интересах, о общих угрозах, о кризисах, а потом это только идет о самом себе. И соответственно, придают большое значение к гармонии. И насчет отношения человечества с природой, считается, что нужно хорошо соседаться и объединиться. То есть не просто считается, что люди победили над природой, а наоборот, нужно человечество жить в гармонии с природой. И соответственно, между людьми тоже считается, что отношения между людьми, самое главное, это тоже гармония. Это тоже касается о семейных отношениях. И, соответственно, свои интересы должны выступать интересом семьи. То есть должно быть в обществе, если четкое порядок, то есть жена, муж, сын и одесса, определенные правила между разными составами людей. И самое главное, это нужно уважать, любить своих родителей. А на Западе Люди больше предупреждают личное чувство и потребности. И подчеркивают справедливость и права. И считают, что свои личности, это никогда нельзя тому нарушаться чужими людьми. И обращают, придает большое значение саму выражению. То есть можно выразить разные там выступления. И можно сказать, в семье более самостоятельно. И на Западе больше читают, что дети должны быть самостоятельно растут. И нужно там после определенного возраста уже жить самостоятельно. На Западе и на Востоке имеется определенная разница в понятии о ценностях. Конечно, мы не сможем, какое хорошо, какое плохо. У каждого понятия есть свои преимущества и недостатки. То есть на Востоке делать то, а на Западе делать то, может быть и по-другому. Это, конечно, потому что еще у нас это традиция, обычная, которая сложилась давно. И, соответственно, на Востоке люди очень стесняющие. На Западе люди более открыты, то есть когда выражаются, то есть выражают свое мнение более открыто. И независимо. Соответственно, разные коридоры, традиции, обычаи создали разные характеры между восточными и западными людьми. И поэтому, когда у людей появляются какие-то проблемы, их способы лишения будут тоже разные. На Востоке, допустим, когда у людей возникает какая-то психологическая проблема, они считают, что потому что они еще не усовершенствовали личное качество свое. То есть проблема в себе. И считают, что это потому что свои способности в коммуникации с людьми еще не развиты. Поэтому можно сказать, что форма – это соматизация. Соматизация. И, соответственно, синхрон это такое, появляются те и иные боли. И чувствуешь себя очень плохо. А на Западе проблемы могут быть особенно отражены в эмоциях и в поведениях. Поэтому, когда появляются проблемы для восточных людей, они сначала пытаются сама урегулировать все свои эмоции. Если это не поможет, то обратиться к своим родственникам, к своим близким друзьям. Если там появится какая-то некомфортная психология со здоровьем, то, соответственно, обращаются уже к врачам в больнице. И, соответственно, будет проводить психологическое лечение. То есть это тоже потому что разные традиции и создали разные способы лишения проблемы. А на Западе, когда у людей появляются какие-то проблемы, они в основном сразу обращаются к врачам или психологам? Потому что в Китае много производят. И давайте посмотрим цели лечения. На Востоке обычно люди это с помощью как можно хорошо регулировать свое качество, свой характер, то есть связываться с внешней средой. То есть как можно хорошо адаптироваться к внешней природе. А на Западе, наверное, по большинству это как-то изменить себя и сделать, поставить уверенность в себе и, соответственно, преодолеть трудности. Но она не является к внешней природе. То есть тут появляются разные ценности в разных понятиях о ценностях. Может быть, эгоизм на Западе считается позитивным или положительным понятием, то, что это отречается от восточного понятия. Просто на Востоке эгоизм – это очень отрицательное понятие. И посмотрим, в чем разница, в принципе, лечения. Если мы применяем все средства, и способы, которые могут лечить людей. И на Востоке, наверное, больше есть таких способов. Например, есть такое понятие, то есть это природное лечение. То есть это касается, будет, то есть сама, сармана, и это кантония, кантония. То есть это коренная традиция, это не касается медицины, а просто люди выйдут в какую-то религию и используют такие способы, чтобы лечить людей. То есть если человек видит в существо какого-то плохо, то, соответственно, он ущиривает свою уверенность и лечится. А еще есть другой способ. Это когда люди приходят в храм, там живет какой-то очень старый монах. Монах считается, что это от Бога, но, конечно, по буддизму это не называется Бога, Будда называется. Там специально выбираешь какой-то специальный этикет из бамбука, там будет указано, что у тебя будет в будущем. И этот монах читает эти мысли, то есть твою будущую жизнь, как будет. И, соответственно, если этот концепция, я не сказал, это фэншуи, то есть люди, специальные такие люди, приходят, смотрят, как твоя комната, твой дом находится, Какая там дверь направляется, на какую сторону, там высота, всякие моменты и определяется, какая у тебя будет гарьера в работе и, соответственно, такое. И, конечно, в современное время это более научные способы лечения занимаются основное направление. Но все равно, такие традиционные способы лечения, как фэншуи, там выбираются этикеты, еще существует много. Потому, особенно для бизнесменов, они очень верят. И перед свадьбой люди обещаны уже там сходятся в храм или обращаются к каким-то специальным человекам, спрашивают, мы подходят ли друг к другу, то есть в смысле жениха и невеста по их датам рождения. А на забытие можно сказать, что это лечение заключается в основном в устранении депрессии и обреакции. И, соответственно, способ и поведение обреакции тоже есть разница между Восточным способом и Западным способом. Донбформы прав?! Допустим, по концепции понятия Востока, если люди постоянно делают обрекцию, показывают свою эмоцию, это считается, что этот человек еще не вырос. И, соответственно, требуется, чтобы у людей было меньше жажды. На западе способ лечения заключается, как я уже сказал, это устранение депрессии. Потому что считается, что если есть отрицательная эмоция, если внешне не показывается, со временем это будет сильно удалять человека. И, соответственно, существует разница в технологии и средствах лечения. Допустим, есть разница в коммуникации и способе выражения. То есть на Востоке люди меньше выражают свою эмоцию прямо. И это больше заключается в подсознании и подсознании. И, соответственно, по религии то есть свое определенное правило. Но, конечно, на западе, это большинство, это проводится анализ. И еще существует разница в понятии отношения между врачами и пациентами. По традициям на Востоке. Люди больше выражают в авторитетном врачам. Особенно, когда люди, пациенты обращаются к врачам. И очень надеюсь, что этот профессиональный специалист может дать конкретную цель лечения и способ лечения. То есть очень надеюсь на слова врачей. На западе между врачами и пациентами это более равноправные отношения. Допустим, там существуют определенные правила лечения на Востоке и западе. Допустим, если много западных способов лечения, которые в Китае проводятся. Третий день родители будут прямо спрашивать после этого лечения, конкретно какой результат будет. Конечно, на причинах заболевания и способ лечения еще влияют общество, экономика, религия и история. И соответственно, между Востоком и Западом существуют разницы в способе лечения и применения лекарства. Хотя на Востоке врачи очень обращают пациентов внимание на свое сознание собственное. Но в практике пациенты больше предпочитают применение лекарства, то есть больше набирают вид этого лекарства. Поэтому в связи с историческим проблемам, люди, когда появляются какие-то заболевания, больше предпочитают применение лекарства для лечения. Конечно, с другой стороны, это мешает развитию психоделобии в определенной степени. А на Западе таких случаев мало очень. Может быть, когда я эту картинку сразу показал, все стали колоннами. Но могу сказать, что в принципе, способы лечения у нас одинаковые. Это как восточная кухня и европейская кухня. Потому что цели-то одинаковые. Например, блюда, это восточная кухня или западная кухня, это для того, чтобы люди поел и стал не колоннами. Единственное, что для достижения одинаковые цели мы применяем разные материалы, возможно, и разные способы. И соответственно, психозелопия тоже подобна нашим кухням. Основная цель обоих способов это устранение боли или устранение заболевания. Просто разница все-таки заключается в выборе средств, материалов и способов лечения. Это, в общем, это моя точка зрения. Спасибо за внимание. Искренне приглашаю всех приехать в наш город, посмотреть, если будет возможность. И здесь я хочу поблагодарить своего помощника. Звучит музыка. Спасибо. 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 Еще раз спасибо за ваше внимание, за терапию. Спасибо. 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 Благодарим за такой интересный доклад. Если же есть вопросы, то пожалуйста. Очень любопытный вопрос. Мы давно изучаем Лао Цзи, Конфу Цзи. У меня лично цитатник Мао Цзи Дуна. Изучаете ли вы Павлова, Бехтерева, Ковпака, Мисищева. Это имя, фамилия специалистов, да? Совершенно верно. Это наше самое лучшее. Это все наши, русские, советские, российские. Русские, соединенные. Как вы правильно отметили, что у нас в Китае в основном это конфуция, Лао Цзи и буддизм. Конечно, да. Путинам это тоже очень важно. Кунджида Руджя-вунха. Зовей Русси-вунха. И все это правители, все там были династии, правительство, государство, это Польша предпочитает применение конфуции. То есть концепция конфуции. Действительно, она一直影響ала, ненмэн, за сыту, за горын-сюйян, за сэн-жан, за сэн-жан, за сэн-жан. Можно сказать, что последние, там, 2000-3000 лет концепция и понятие конфуция сильно влияют на людей. То есть у их карьеры, у их поведения. То есть это основная концепция наша. Лауззида Руджя-вунха. Лауззида Руджя-вунха. То есть единственный способ, само собой, такой способ. Ну, конечно, я имею в виду это в области психиотерапии. Допустим, у какого-то человека появляется какая-то неудача в карьере, или неудача в бизнесе. Они будут читать этот лауззи. То есть лауззи предрагает людям, чтобы приняли то, что случилось. То, что существует. А по буддизму это немножко по-другому. То есть это Будда специально сделала тебе неудачу. В этот раз это для того, чтобы ты получил большую удачу в следующий раз. Могу сказать, что три вида культуры, концепции это для того, чтобы держать общество в балансе. Конечно, сейчас в Китае еще там распространяется много концепций, понятия из западных стран. Можно сказать, что там понятие и способ поплова больше катиться на лечение пациентов на востоке. Потому что это не будет касаться извидуальности. Это будет больше катиться на специфику в Китае. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ В Китае Довольно моим ответом. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ В ЭКИТОЛЬСЕ В СТИРЕЧАСИ Русские, советские, очень распространяются в Гитаре. Допустим, в школах школьники обязательно прочитают там острова, как загорелась там эта сталь, а еще Горикова, Чехова. И соответственно, искусственные фильмы, такие тоже очень хорошо принимаются в Китае. Особенно битва за Ленинград. Благодарю. Благодарю. И надеюсь на то, что за счет наших совместных ущелья присутствующих здесь коллег, чтобы еще укрепить нашу дружбу. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас за такой развернутый доклад и за замечательные ответы на вопросы. Спасибо. Дорогие коллеги, перед тем, как объявится… Планируется выпуск крупного статистического сборника по заболеваемости психическими расстройствами. И та часть, которая посвящена заболеваемости непсихотическими расстройствами, те данные будут сегодня вам здесь представлены. Почему непсихотические, наверное, большого смысла объяснять нет. Традиционно психотерапия – это та область, которая в большей степени свои усилия направляет именно на эту группу расстройств психических. Хотя не секрет, что в последние годы или даже десятилетия спектр заболеваний расширяется. И известны убедительные работы об эффективности психотерапии и при психозах, и при шизофрении, при других формах психотических расстройств. Но сегодня мы поговорим с вами о том, какова ситуация в нашей стране с заболеваемостью непсихотическими расстройствами. Это данные с 2000 по 2015 год. То есть это, по сути, 21 век, первые 15 лет. Для начала несколько слов об общемировой ситуации, общемировых трендах по данным ВОЗ. Вы видите, с середины 20-го до начала 21-го века заболеваемость больных неврозами возросло в 24 раза, в то время как заболеваемость психотическими расстройствами практически в 20 раз меньше. Вы видите данные статистики о том, что в мире заболеваемость неврозами достигает 20-25 человек на тысячу. До 30% городского и до 15% сельского населения обнаруживают неврозы. 20-25% среди общего полупсихических расстройств приходится именно на неврозы. До 40% в общей медицинской практике. Это те пациенты, у которых выявляются неврозы. Ну и в плане гендерных различий мы видим, что у мужчин неврозы диагностируются несколько реже и протекают в более легкой форме, чем у женщин, и в возрастном аспекте это в большей степени лица зрелого возраста старше 30 лет. Что касается нашей страны, для затравки я привожу вам данные академиков Александровского и Смулевича на 1995 год, где вы видите показатели первичной и общей заболеваемости. Напомню, что первичная заболеваемость это число зарегистрированных пациентов, впервые обратившихся за помощью в данном году. Общая заболеваемость это общее число всех зарегистрированных больных в течение данного года, наблюдающихся специализированными службами. И вы видите, что московские авторы приводят такие достаточно высокие цифры прироста за пять лет с 1991 до 1995 года. Почти на 15% прирост общей заболеваемости и более 25% прирост заболеваемости первичной. И теперь, собственно, перейду к тем данным, которые я хотела вам представить. Это данные наших исследований. Обратите внимание. Толстая синяя линия – это общероссийский показатель. Толстая красная линия – это показатели по северо-западному федеральному округу. Кому интересно, тоненькая красная линия – это Санкт-Петербург. По Калининградской области данные, наверное, не стоит принимать близко к сердцу, поскольку, скорее всего, есть дефекты регистрации, не представлены у них данные за 2005 год и непонятный совершенно подъем за последние 13-е и 14-е. Но вы видите общий тренд. В России общая заболеваемость непсихотическими расстройствами находится на уровне порядка 1500 человек на 100 000 населения. Сразу могу сказать, что это примерно 50% всех зарегистрированных психических расстройств. И вы видите тоже интересный момент. Если мы видим существенный рост показателей к 2010 году, то в последние пятилетия эти показатели заболеваемости в общероссийском масштабе снижаются. Это цифры по всем регионам Северо-Западного федерального округа в сравнении с Россией. Россия – это верхняя строчка, Северо-Западный федеральный округ – вторая строчка. И я хотела бы обратить ваше внимание на последний столбик. Это процент прироста заболеваемости за 15 лет. И мы видим, что в масштабах всей страны небольшой прирост общей заболеваемости непсихотическими расстройствами. 10% в России, 16 с лишним процентов в СЗФО. По Санкт-Петербургу тоже порядка 16%. Мы видим. При этом, что любопытно, в показателях первичной заболеваемости наблюдается наоборот отрицательный прирост. Вы видите, что по России снижение числа впервые зарегистрированных непсихотических расстройств составляет 15%. И за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в Вологодской области во всех остальных регионах фиксируется снижение первичной заболеваемости непсихотическими расстройствами. Наибольшим удельным весом в группе всех непсихотических расстройств обладают органические непсихотические расстройства, которые в последние десятилетия занимают первое место и обнаруживают самый высокий прирост заболеваемости. Вы видите, что в масштабах страны это порядка 30%, более чем в два раза в масштабах Северо-Западного федерального округа на 36% по Санкт-Петербургу и вы видите положительный прирост практически по всем регионам. При этом в показателях первичной заболеваемости это одна из немногих групп непсихотических расстройств, где показатели первичной заболеваемости также обнаруживают положительный прирост, положительную тенденцию к росту, причем вы видите, что Санкт-Петербург и Ленинградская области являются здесь одними из лидеров по числу первичных зарегистрированных обращений по этой группе заболеваний. Давайте вернемся еще разочек на график и я вам покажу, что заболеваемость органическими непсихотическими расстройствами составляет примерно половину, 50% заболеваемости всеми непсихотическими расстройствами. Аффективные непсихотические расстройства занимают небольшой удельный вес порядка 60-80 человек на 100 тысяч населения. Здесь мы видим любопытный общий тренд к повышению также до 2010 года и некоторое снижение общероссийских показателей к концу 2014 года, но при этом некоторый подъем показателей по северо-западному федеральному округу. И вот этот положительный прирост показателей за 15 лет также мы достаточно четко можем увидеть на графике практически по всем регионам, за исключением Мурманской области. При этом показатели первичной заболеваемости также, как вы видите, имеют тенденцию к снижению в целом, отрицательный прирост за 15 лет. Здесь, конечно, большой вопрос, в чем причина снижения показателей первичной заболеваемости, потому что существует ряд, разные исследователи по-разному трактуют эти процессы, одни связывают это с тем, что действительно истинная заболеваемость уменьшается, другие считают, что это те снижения показателей обусловлено тем, что все большее количество пациентов получает помощь в общей медицинской сети или у частно практикующих врачей и психологов. И вот, собственно, то, что всегда являлось самым непосредственной компетентностью психотерапии – неврозы, невротические, связанные со стрессом и соматофорным расстройством. И здесь мы видим достаточно такой вот отчетливый тренд к снижению общей заболеваемости за последние 15 лет. Опять же, если говорить о причинах такого движения, то мне больше всего импонирует точка зрения, связанная с улучшением качества диагностики, которая обуславливает снижение этого показателя за счет увеличения числа пациентов с органическими непсихотическими расстройствами. Действительно, на сегодняшний день опыт нашего института говорит о том же, что у большого количества пациентов, у которых клинически может выявляться невротическая симптоматика, очень часто обнаруживаются органические или соматические причины этого состояния. Соответственно, эти расстройства шифруются в другой рубрике. Да, и вот подтверждение на графике выведется цифры отрицательного прироста общей заболеваемости как по России, так и по северо-западному федеральному округу, и также достаточно существенное снижение показателей прироста первичной заболеваемости. И для сравнения, при том, что существует разница в регистрации расстройств неврозов в 1995 году, это была только группа неврозов в 2014-2015 году, это вся группа невротических, связанных со стрессом и соматофорных расстройств. Но, тем не менее, мы видим, что за 20 лет число неврозов, по крайней мере те, которые регистрируются официальной медицинской службой, оно снижается. Это снижение на 5% составляет в показателях общей заболеваемости и более чем на 16% показателей первичной заболеваемости. Ну и, наконец, последняя группа непсихотических расстройств. Это рубрика F6 «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых». Здесь мы видим достаточно невысокий удельный вес этой группы расстройств общей заболеваемости. И видите, какие интересные разнонаправленные тенденции в разных регионах. Вот такие вот скачки показателей, что не вызывает определенные сомнения в том, что эти расстройства диагностируются в регионах действительно по единым критериям в соответствии с критериями МКБ. И, возможно, какие-то усилия психотерапевтам, организаторам психиатрической и психотерапевтической помощи следует уделить вопросам диагностики этих видов расстройств. Но, как ни странно, показатели общей заболеваемости на уровне России в целом и северо-западного региона показывают нам в целом за 15 лет положительный прирост. И при этом также достаточно выраженный отрицательный прирост показателей первичной заболеваемости. Ну и, наконец, свежие данные. Я получила их буквально не так давно. 2016 год, к сожалению, еще пока не обработан, не обсчитан. Но по той ситуации, которая была на конец 2015 года в России более 300 тысяч человек обратились впервые в службы психического здоровья. И им были диагностированы непсихотические расстройства. Причем, хочу обратить ваше внимание, это те пациенты, которые получали и консультативную помощь, и были взяты под динамическое наблюдение. Но вот показатели по северо-западному и по Санкт-Петербургу достаточно, они убедительно говорят нам о том, что у значительного числа людей степень выраженности этих непсихотических расстройств была такой серьезной, что это потребовало взятия пациентов под диспансерное динамическое наблюдение. И что касается общей заболеваемости, то более 2 миллионов по России на конец 2015 года страдают непсихотическими расстройствами. Из них почти 180 тысяч – это северо-западный федеральный округ, и почти 69 тысяч – это жители Санкт-Петербурга. Это тот контингент, который нуждается в нашей с вами помощи. И заканчивая свое выступление, я хочу пожелать всем нам, чтобы эти почти 70 тысяч человек имели возможность получить грамотную, качественную, доступную, высоко квалифицированную психотерапевтическую помощь. Спасибо. Благодарим вас за доклад. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Откуда взяты эти данные особенно? Сырые данные взяты из данных официальной статистической отчетности. Они предоставлены нам Центральным научно-исследовательским институтом Организации информатизации и здравоохранения, Стародубовский институт, с которым у нас договор о сотрудничестве. Обработка данных, общет данные по численности населения взяты с Росстата. Обработка данных – это работа нашего института. Спасибо. Пожалуйста. Какие еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо за доклад. На ваш взгляд, погрешность обращения в частные клиники или частным специалистам, какая примерно относительно ваших цифр? Спасибо. Она очень разнится в регионах. Очень разная. Не могу сказать. По Санкт-Петербургу это может быть до 50%. По, например, Ненецкому может быть и ноль. Хотя, с учетом того, что в последние десятилетия активно развивается скайп-консультирование, это то, что вообще практически невозможно как-то зарегистрировать. Даже не могу предположить. Спасибо. Спасибо. Ну что же, спасибо. Следующий докладчик Разина Мария Валерьевна – клинический психолог отделения лечения пограничных расстройств института имени Бехтерева. И Мария Валерьевна выступит за докладом «Психогенное переедание. Диагностика и терапия». Ну, я пока начну, наверное. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать здесь, на этом съезде. Хочу немного вам рассказать про ожирение и про избыточный вес. Это то, с чем я непосредственно работаю. Это моя любимая тема психотерапии. Ну, вы, наверное, знаете о том, что в последнее время ожирение и избыточный вес приобрело характер не то, что эпидемии, а даже пандемии нашего общества. То есть сейчас практически каждый второй или, может быть, ну, каждый второй, наверное, с избыточным весом и каждый третий с ожирением. Около двух миллиардов людей на нашей планете страдают ожирением и избыточным весом, к сожалению. И каждые 10 лет этот показатель увеличивается на 10%. Итого, к 2030 году, к сожалению, эта цифра может достигнуть половины земного шара. То есть это заболевание действительно опасное и требует пристального внимания, в том числе со стороны нас с вами, психологов, психотерапевтов, врачей. С этой проблемой работают многие специалисты. Это и фитнес-инструктора, и эндокринологи, и гинекологи, но, конечно, даже хирурги. Конечно, дело в том, что, к сожалению, несмотря на большое количество специалистов, которые работают с данной проблемой, ремиссия данного заболевания очень высокая. Из моей практики 90-95% пациентов, к сожалению, если не имели какого-то опыта работы с психологом или психотерапевтом, в 90-95% случаев вес возвращается. То есть это заболевание, которое не только быстро распространяется, но еще и склонно к рецидиву. Дело в том, что раньше говорили только об ожирении, которое связано именно с какими-то физиологическими факторами, то есть об алиментарном ожирении. Алиментарное ожирение является следствием потребления избыточного количества пищи, то есть большого количества калорий, и низкой физической активности. По-научному мы называем это гиподинамией. Ну и есть небольшой процент, который связан с какими-то гормональными нарушениями. Но, к сожалению, диетами и физическими нагрузками эта проблема не решается вообще или решается, но на достаточно короткий срок. С чем же это связано? С тем, что не менее 60% пациентов имеют другой тип проблемы. Это не алиментарное ожирение, это психогенное переедание. Но пока на данный момент в международной классификации болезней именно термин психогенное переедание не выделен, и критериев данного заболевания нет, но как явление это существует. У не менее, да, еще раз повторюсь, чем 60% пациентов. Что такое психогенное переедание? Это расстройство приема пищи, которое связано именно с так называемым, в кавычках, заеданием стрессов. То есть это определенная реакция пациента на дистресс, когда он переедает. Если мы сравним психогенное переедание с другими видами зависимости, например, с алкогольной или с наркотической, то пищевая зависимость очень похожа на алкогольную или на наркотическую. Почему похожа? Если так вспомнить критерии, что такое алкогольная зависимость? Постоянный поиск повода. У пищеголика, условно так его назовем, то же самое. Постоянный поиск повода что-нибудь съесть. Второй критерий. Повышение настроения перед употреблением. И действительно, у пищеголика, опять же, в кавычках, тоже очень повышается настроение перед употреблением какого-то любимого продукта. Ну и, конечно же, рост толерантности. То есть если больной алкоголизмом выпивал маленькую бутылочку, побольше, еще побольше, затем несколько бутылок, то также и пищеголик, мы можем видеть, да, с вами здесь такую картинку, съедал один пончик, затем два, три, четыре, и толерантность продукту увеличивается. Критериев, так как вот данное расстройство пока не выделено в международной классификации болезней, четких критериев у нас с вами нет, но, опять же, таким практическим способом можно выделить следующие критерии. В общем-то, психогенное переедание – это что? Это реакция пациента на стресс. То есть пациент переедает именно в ситуации какой-то стрессовой. Он съедает достаточно большое количество пищи, больше, чем обычно, и за достаточно короткий промежуток времени. Также пациенты часто жалуются на потерю контроля за, собственно, процессом поедания этой пищи. То есть они рассказывают это так, как будто в них кто-то вселяется, и как будто их руки – это не их руки. Звучит достаточно странно, но это правда. Также пациенты говорят о том, что они едят достаточно большие количества, настолько большие, что иногда даже до боли в желудке они едят. То есть это такая действительно еда до отвала, и порой они даже не чувствуют наступления сытости, не чувствуют вот этого порока, когда уже хватит. Также характерный признак – возникновение чувства вины или стыда после употребления пищи. И очень часто пациенты едят в одиночку и прячут следы своего преступления. То есть прячут фантики от конфет, прячут коробки от пирожных и так далее. Ну и, конечно, психогенное переедание, оно очень тесно связано с эмоциями, с такими как вина, стыд, обида, злость, раздражение, тревога, скука, одиночество, усталость. То есть все это очень тесно взаимосвязано. Каковы же причины развития данного расстройства? Существует три категории причин. Это биологические, психологические и социальные. Ну, начнем с биологических. Не будем углубляться в какие-то гормональные истории. Это касается еще и элементарного ожирения. Скажу лишь то, что касается психогенного переедания непосредственно. Это наследственно обусловленные особенности характера личности. И наличие предрасположенности к определенным психическим расстройствам. И действительно, большинство наших пациентов страдают депрессивными расстройствами, тревожными расстройствами. То есть получается такая история, что определенная конституция личности, определенное устройство личности наследственное накладывается на социальную ситуацию. И получается психогенное переедание. Вторая группа факторов – это так называемая неспособность справиться с какими-то негативными эмоциями другими способами. Ну, как это обычно бывает. Чаще всего пациенты приобретают такой способ справляться со своими негативными эмоциями, со стрессовыми ситуациями в семье. Ну, вот как-то так получилось, что в семье их обучили такому способу. Таким образом себя, может быть, хвалить или жалеть, успокаивать, любить себя и выражать любовь к окружающим. Может быть, видели такую картину или сами знаете, когда, например, бежит маленький мальчик, запнулся, упал, коленку содрал, повредил. Подбегает мама или бабушка и говорит, не плачь, не плачь, на тебе конфетку. И возникает определенная связка в головном мозге, что мне плохо, мне дали конфетку, мне стало лучше. Хотя на самом деле стало лучше не от конфетки, а стало лучше от того, что к нему проявили внимание и заботу. Но возникает определенная связка. Или когда, ну я не знаю, сейчас буду фантазировать, получил ребенок в школе пятерку, ему за это дарят шоколадку. Ты молодец. И возникает связка. Я сделал что-то хорошее, надо себя наградить едой. И социальные факторы. Третья группа факторов. Отсутствие лишнего веса нередко рассматривается именно как признак женской красоты. Сейчас у нас культ красоты, женской стройности, модные журналы пестрят на обложках такими красивыми какими-то моделями. Естественно, женщины, в основном наша категория пациентов – это женщины. Женщины стремятся выглядеть красиво, ухоженно. Поэтому сидят на многочисленных диетах, посещают спортзалы. И когда у них не получается по каким-то причинам достигнуть идеального веса, у них появляется чувство вины. И вот это чувство вины в связи с какими-то биологическими особенностями, психологическими особенностями, они начинают заедать. И ситуация становится еще хуже. И они снова пытаются бороться со своим лишним весом, снова у них не получается, они снова это заедают. И получается такой порочный круг. То есть вот три причины формирования психогенного переедания. Вообще на самом деле проблема ожирения, она носит скорее не биологический характер, а биопсихосоциальный. И это хорошо видно из данной схемы. Какие же психологические особенности присущи данным пациентам с избыточным весом или с ожирением? Ну или не только пациентам, а вообще в принципе людям, которые склонны к психогенному перееданию. Вот в ходе практической деятельности наблюдений и прочтения соответствующей литературы, конечно, которой тоже очень много написано на эту тему. Вот основные психологические особенности, которые нам удалось выделить. Это склонность к дихотомическому мышлению или так называемому черно-белому мышлению, мышлению по типу «все или ничего». Это перфекционизм, стремление к совершенству. Это нарушение удовлетворенности образом собственного тела. Высокая тревожность, низкая самооценка, алекситимия, излишняя импульсивность. Но вы все видите на слайде данные особенности. Я хотела бы остановиться на, на мой взгляд, наиболее важных. Это такая отряда симптомов. Перфекционизм, дихотомическое мышление и нарушение удовлетворенности образом своего тела. Эти симптомы, они очень взаимосвязаны между собой. Ну что такое перфекционизм? Это такое патологическое стремление к совершенству. Вообще перфекционизм – это хорошо. Но никогда он достигает таких огромных масштабов, настолько огромных, что часто приводит к прокрастинации. Вы знаете, что такое прокрастинация? Это откладывание на потом. Так вот, как часто бывает у наших пациентов? Они такие перфекционисты-прокрастинаторы. Либо у меня должна быть идеальная ситуация для снижения веса. То есть не должно быть рядом ни родных, которые провоцируют, ни стрессовой рабочей ситуации. Условно говоря, поместите меня в вакуум, и я буду хорошо снижать вес. Либо я тогда вообще не буду браться за это дело, потому что это обречено на провал. Такой смешной случай из практики. У меня была пациентка на группе, которая как-то сказала, я не вижу смысла снижать вес зимой, потому что впереди Новый год, и все равно мы все наедимся салатов и поправимся. Я не вижу смысла снижать вес весной, потому что там 23 февраля, 8 марта, майские праздники, и все равно мы все переедим, и толку не будет. Но я не вижу смысла снижать лишний вес летом, потому что там шашлыки, отпуск, и все равно мы все... В общем, для таких пациентов не существует идеального времени для снижения веса. А значит, есть повод не начинать эту затею вообще. Дихотомическое мышление тоже очень тесно связано с перфекционизмом, мышление по типу «все или ничего». Либо я достигаю идеальной внешности, идеальной модельной фигуры, идеальной цифры веса, либо я не буду начинать вообще. И такие пациенты очень склонны к соблюдению чрезмерно жестких диет. То есть я либо не позволяю себе вообще ничего, ни единой конфетки, даже посмотреть и понюхать нельзя, либо, если уж я съела одну конфетку, значит, я сорвалась и могу смести пол холодильника. То есть вот такая двойственность. Либо голод, голодовка, либо период переедания, период такого аффективного жора, состояния аффекта. Ну и, конечно, очень связана с этим неудовлетворенность образом своего тела. Такие пациенты могут смотреть в зеркало, и даже когда они снизили вес, видеть совсем не то, что там на самом деле отражается, нереальную какую-то картинку. И это тоже, конечно, связано тесно с перфекционизмом и черно-белым мышлением. То, о чем я уже говорила. Либо я имею идеальную фигуру, идеальный вес, либо я не занимаюсь этим вообще. Ну и вот еще хочу обратить внимание на одну важную специфику данных пациентов. Это неспособность противостоять своим желаниям. Это повышенная импульсивность, которая приводит к экстернальному расстройству пищевого поведения, переедания на фуршетах, банкетах, застольях, в кафе с друзьями. То есть такая неспособность откладывать на потом свои желания. И тоже очень важная характеристика – это алекситимия. Присущая практически всем нашим пациентам – это неспособность к распознаванию собственных эмоциональных переживаний. И даже бог с ней с неспособностью. Сложность дифференцировки эмоциональных переживаний и телесных ощущений. Такие люди путают, например, ощущение тревоги с чувством голода. Вот в теле что-то происходит. Это может быть злость, проявление в теле злости, может быть проявление тревоги, может быть проявление обиды в теле. А пациенты воспринимают это как голод. Любой дискомфорт в теле воспринимается как чувство голода. И, соответственно, по этому голоду пациенты едят. Причем в зависимости от эмоции это переедание выглядит совершенно по-разному. Например, при тревоге это скорее хаотичное пищевое поведение. То есть пациент склонен есть разные виды продуктов очень маленькими порциями и на протяжении всего дня очень часто. А в случае скуки, например, это так называемая в кавычках медитация у холодильника. Когда пациенту возбредает в голову такая мысль «я хочу есть» и чего-нибудь такого этакого. Он подходит к холодильнику, открывает его, смотрит, а там ничего нет вкусного. Закрывает, уходит. И через пять минут он может подойти снова и убедиться, есть там что-то новое или нет. Может быть, там появилось что-то, как по мановению волшебной палочки, но нет. То есть еще в зависимости от эмоционального состояния можно дифференцировать это поведение пищевое. Ну и, конечно, куда же без дисфункциональных мыслей и убеждений таких людей с избыточным весом и ожирением. Вот данные мысли дисфункциональные, которые перечислены, это слова реальных пациентов, слова реальных людей, обобщенные. То есть это, опять же, все из практики. Вот данные мысли и убеждения, они иногда способствуют тому, что пациент вообще не начинает снижение веса. А бывает, они мешают именно на периоде самого снижения, или они мешают, когда пациент уже вес снизил и нужно его сохранять. Ну вот, например, я раньше пыталась похудеть много раз, но никогда ничего не получалось. Если не поработать с этой мыслью, есть вероятность, что пациентка вообще не приступит к процессу снижения веса. Или вот мысль, от одной конфетки ничего не будет, может привести к затяжному срыву. Очень частая. У меня полная мама и бабушка, это все гены. Очень частая мысль. И вот на самом деле, самыми главными, я считаю, здесь три последние. Если я сейчас не съем эту вкусняшку, я не справлюсь со своим эмоциональным состоянием. То есть тут необходимо пациента обучать справляться со своим состоянием другими способами, а не едой. Это они виноваты, что я переедаю. Это вот как раз речь о том, что нет идеальных условий. Одна пациентка, она приходила ко мне три раза. Первый раз она пришла, снизила вес, потом поправилась. И это было из-за того, что у нее на работе не складываются отношения. Второй раз она снизила снова вес, набрала обратно. И в этот раз был виноват муж, который не поддерживает ее в ее правильном питании. На третий раз у нее были виноваты родители, потому что они ее не так воспитали. И вот только тогда, когда она приняла свою ответственность за избыточный вес, она смогла снизить этот вес, сохранять. Ну и самая опасная мысль, пожалуй, последняя. Зачем мне обращаться за помощью? Я и сама все знаю и умею. Вот как только возникает такая мысль, сразу нужно на самом деле пациенту бежать к специалисту. Также хотелось бы буквально в двух словах сказать о методах диагностики, тех нарушений, о которых я сказала. Потому что я как клинический психолог не могу не сказать о диагностике. Необходимо собрать анамнез. Думаю, об этом вы знаете и без меня хорошо. Есть первые три опросника. Это именно опросники, которые направлены на оценку нарушений пищевого поведения. Нидерландский опросник. Он нам может дать результаты именно по таким нарушениям, как эмоциогенный тип пищевого поведения, экстернальный тип пищевого поведения, ограничительный. ИТ-26 нам может исключить анорексию и булимию, потому что это совсем другая категория пациентов. А ЕДИКУ нам говорит о том, как пациент воспринимает образ своего тела, как он воспринимает собственный вес, как он относится в целом к приему пищи. Ну и далее идут опросники, которые касаются именно тех психологических особенностей, о которых я говорила. Перфекционизм, алекситимия, удовлетворенность собственным телом, импульсивность. Ну и не менее важна является мотивация. Мотивация к снижению веса. Так как все-таки у нас с вами съезд когнитивно-поведенческая психотерапия, я не могу не сказать о методах когнитивно-поведенческой терапии. Отдельно скажу о поведенческих и отдельно о когнитивных методах. Что касается поведенческих методов, это, конечно же, самоконтроль и самомониторинг пациентов. То есть пациенты ведут дневник питания, ведут дневник физической нагрузки, ведут дневник употребления воды. Контроль стимула избегания ситуации риска. Тут наша задача побороться немножко с импульсивностью, экстернальностью пациента. Попросить его убрать подальше, например, все такие вредные продукты, на которые он обращает внимание, попросить его избегать опасных мест, каких-то кафе, ресторанов, обучить его навыкам самостоятельного решения проблем, то есть решать проблемы не с помощью еды, а с помощью каких-то других методов, например, с помощью той же релаксации и медитации. Также необходимо подкреплять, позитивно подкреплять пациента и научить его подкреплять себя самостоятельно. Раньше он подкреплял себя едой, а теперь он может подкреплять себя другими способами, непищевыми, то есть дарить себе какие-то непищевые удовольствия. Также необходимо обучить пациента вовремя распознавать патологическое влечение. Это мы называем условно аппетитом в кавычках. Есть два понятия. Есть понятие голода, есть понятие аппетита. Голод – это физиологическая потребность в еде, физиологическая потребность в энергии, питательных веществах. А аппетит – это потребность уже души. Вот с помощью аппетита. Аппетит – это такой колокольчик, который звонит у пациента в душе в тот момент, когда у него что-то не в порядке, когда какая-то стрессовая ситуация. И пациенту хочется пойти по привычной проторенной дорожке и что-то съесть. И мы учим его вовремя распознавать это влечение и бороться с ним другими способами. Ну и аверсивные техники тоже вполне можно использовать. Что касается когнитивных методов терапии, то для начала вообще нужно усилить первичную мотивацию пациента. Выявить, какая она у него, есть ли она у него вообще, и усилить ее. Есть такая замечательная техника за и против изменений, когда пациент составляет табличку и пишет в одной колонке, что хорошего он получит, если он это сделает. И во второй колонке, что он приобретет или оставит в своей жизни хорошего, если он все-таки решит этого не делать. Когнитивная реструктуризация, работа с теми дисфункциональными мыслями и убеждениями, о которых выше шла речь. Урегулирование и идентификация нереалистичных целей по снижению веса. Ну, например, пациентка 130 килограммов говорит, я хочу через месяц весить 100. Это нереально. То есть тут нужно вот с этим работать. Преодоление сомнений относительно восприятия своего тела. Это уже работа с образом тела пациента. Работа с первичными и вторичными целями пациента. Ну, что такое первичные цели? Первичные цели – это на самом деле те цели, с которыми пациент к нам, собственно, и приходит. Пациенты говорят, я хочу стать увереннее в себе. Я хочу наладить личную жизнь. Я хочу найти хорошую работу, а там надо хорошо выглядеть. Я сейчас не выгляжу достаточно хорошо. Вот это первичные цели, которые связаны с избыточным весом косвенно, а не прямо. И на самом деле надо делать упор именно на первичные цели пациента. Потому что есть вероятность, что когда пациент похудеет, снизит вес, он не достигнет этих целей. И будет считать, что все зря. Первичные цели важнее, нежели снижение веса. Принятие себя и своих достижений, безусловно, это важно, потому что наши пациенты склонны обесценивать свои результаты, обесценивая то, чего они достигли. Ну, например, цель была 70 кг, пациентка похудела до 80 и начинает обесценивать свой результат, хотя достаточно весомый. И, конечно, формирование мотивации на сохранение веса. Потому что из практики, опять же, все наши любимые пациенты очень хорошо умеют вес снижать, знают намного больше специалистов о всяких диетах, физических нагрузках, таблетках, о чем угодно. Но загвоздка заключается именно на периоде сохранения веса. Вот что-то такое происходит, что сохранять вес не удается. Это вот такая одна из основных мишеней работы на самом деле. Ну и, конечно, буквально в двух словах о том, что же мы делаем на своей группе и в индивидуальной работе. Мы обучаем пациентов распознавать свои эмоции и дифференцировать их от телесных ощущений. Мы работаем с образом их тела и с черно-белым мышлением, с дисфункциональными установками. Мы снижаем импульсивность и экстернальность пациента. Путем разрыва вот этой связи стимул-реакция мы туда вставляем промежуточный элемент. Например, тоже не пищевое удовольствие. Мы обучаем пациента выявлению истинных потребностей, их реализации. Обучаем их сливать эмоциональное напряжение. Учим их укреплять свои психологические границы. И, конечно же, работаем со сферами, которые косвенно связаны с их избыточным весом и его набором. То есть с рабочими отношениями, профессиональными, с личными отношениями, с детско-родительскими отношениями и так далее. Итого, резюмируя, ожирение и избыточный вес – это очень серьезная проблема, с которой необходимо работать именно сейчас. И в том числе в психотерапевтическом, психологическом ключе. Чтобы не допустить развития данной эпидемии. И работа должна быть многоступенчатой, должна быть интегральной, включать различные виды психотерапии. В том числе и элементы арт-терапии, телесно-ориентированной психотерапии. И должна носить индивидуальный подход в том числе. Спасибо. Благодарим вас за интересный доклад, Мария Валерьевна. Марина Леонировна Земляных. Сравнительные характеристики декспонациональных убеждений подростков с поведенческими и невротическими расстройствами. Указка. А чтобы лазер запустить снизу кнопочка. А нет, у меня тоже. Я с ним тоже буду сейчас искать общий язык. Так, сюда. А вот здесь просто не в центр, а вот направо, и это центр. А вот здесь направо, если то вперёд. А, всё, спасибо. Спасибо большое за возможность выступить, за предоставленную возможность. И сегодня я хочу представить как раз-таки результаты исследований, которые в рамках института мы вместе со студентами проводили, которые уже теперь, наверное, бывшие студенты и ныне специалисты. Одна здесь присутствует, Катя Бердакова. Да, я всем своим студентам очень благодарна за то, что это исследование началось, и мы будем ещё его продолжать. И в данном случае, если говорить об актуальности, здесь я буду краткой. И понятно, что даже при такой вот скорости распространения когнитивно-поведенческой терапии, вообще концепции когнитивно-поведенческой терапии, в Российской Федерации у нас всё равно недостаточные исследования, касающиеся когнитивной составляющей ряда расстройств, в том числе и расстройств, которые бывают у подростков и у детей. Именно этим было обусловлено проведение этой исследования. Мы взяли достаточно традиционные методы. Естественно, это устное интервью наблюдения сбора анамнеза. И экспериментально-психологический метод мы выбрали для исследования теста Альберта Эллиса, диагностика рациональных убеждений. Я использую термин убеждений, хотя иногда английское слово «beliefs» переводят как «верование», но поверьте мне, когда приходится особенно общаться с родителями, там не всегда идёт термин «верование», потому что это воспринимается по-разному. Поэтому в своей практике я больше выбираю перевод убеждений. Шкала дисфункциональных отношений Бека-Вейсмана, методика исследования самоотношений, опросник стиля объяснения успехов и неудач. Статистический анализ проводился тоже абсолютно стандартно по программе статистика с использованием преимущественно непараметрических критериев. Дизайн исследования, в общем, достаточно тоже такой несложный. Мы отобрали методики, мы отобрали группы для исследования. Возраст был представлен от 14 до 18 лет, и группы небольшие. Поэтому сегодня доктор Курбатов замечательный термин подарил. Это набор эмпирически обнаруженных закономерностей будет. Группа подростков с поведенческими расстройствами, сразу хочу оговориться, это поведенческие расстройства, не достигающие степени делинквентности. То есть это в основном подростки, которые не имеют тяжелых антисоциальных проявлений. Соответственно, с контрольной группой. Группа подростков с невротическими расстройствами. В основном там были представлены социальные фобии и тревожные расстройства, которые классифицируются в разделе F9. И с контрольной группой по 22 человека. В каждой группе проводился статистический сравнительный анализ, в каждой подгруппе. Ну и затем был проведен вот такой вот феноменологический сравнительный анализ тех убеждений, которые существуют у групп подростков, выбранных групп подростков. Ну вот результаты исследования у подростков с расстройствами поведения. Ну если говорить о шкале Элиса, то там все, что ниже 15, это уже говорит о значительной степени выраженности рациональных убеждений. И мы видим с вами, что у подростков с поведенческими нарушениями, у них достаточно выражен показатель катастрофизации. Естественно, ну что вполне, наверное, естественно, да, это невысокая фрустрационная толерантность. И близкая вот к низким, достаточно выраженным показателям, показатели самооценки. И здесь выделены как раз те столбики, где речь идет о достоверно выделенной разнице после статистической обработки по сравнению с контрольной группой. Ну а вот здесь вот, обратите, пожалуйста, внимание, это группа подростков с невротическими расстройствами. Это то, что мы получили. Во-первых, мы ни в одном показателе не получили достоверной разницы. То есть по сравнению с контрольной группой подростков с невротическими расстройствами степень, то есть выраженности рациональных убеждений, она примерно оказалась равной степени выраженности у подростков, ну, будем так говорить, условно, здоровых. И, ну, если уже совсем-совсем тут на что-то смотреть, то это речь идет опять-таки об катастрофизации. И в данном случае это долженствование по отношению к себе. Интенсивность. Да, интенсивность определялась по шкале Вбека-Вейсмана. И вот если говорить о подростках с поведенческими расстройствами, то здесь вот достаточно высокий показатель интенсивности в основной группе, то есть у этих самых подростков с поведенческими расстройствами, и выявлена достоверная разница. А вот опять-таки у подростков с невротическими расстройствами я бы сразу хотела оговориться, не смотрите на эту визуальную такую вот как бы большую разницу, на самом деле цифры 137, 136 и 6 десятых. Вот. Вообще каким-то мистическим образом подготовка этой презентации у меня превратилась в борьбу с двумя программами Excel и PowerPoint. Боюсь, что она… Я вообще считала, что до этого я как-то это все умела делать, теперь, видимо, это для меня новый вызов. Вот. Так у меня и не получилось сопоставить по вот этим вот графам, то есть выбрать масштаб. Вот. Так что здесь нет никакой принципиальной разницы, и показатели, извините, и показатели находятся вот примерно в одинаковом средней интенсивности выраженности, в то время как вот предыдущий слайд был поведенческие нарушения, там достаточно выраженная интенсивность. Результаты исследований самоотношения. Что касается самоотношения, то у подростков с поведенческими расстройствами здесь практически по всем, да, стенам, которые есть в этом опроснике, выявлена достоверная разница, причем она касается как и таких вот, так будем говорить, неких отрицательных дисфункциональных убеждений, там, самообвинений, убеждений, вызывающих конфликтность, да, так и неких, ну, условно положительных, связанных там с самопринятием, саморуководством и так далее. И в данном случае речь идет о том, что они, в общем-то, стремятся сохранять свое «я» в неком неизменном виде, что, видимо, можно предположить является неким еще и показателем ригидности. Возвращаемся, вернее, по этому же вопроснику, смотрим, что же у подростков с невротическими расстройствами, а здесь опять ни одной достоверной практической разницы. То есть есть некие, во-первых, сами показатели чуть ниже по интенсивности, чем у тех, которые, по выраженности, простите, не по интенсивности, чем у тех, которые имеют поведение… Ой, да я… Извините, здесь ошибка. Ну, вот я вот сказала, что это невротические расстройства, я неправильно слово обозначила. Значит, это невротические расстройства, здесь нет никаких практически различий, достоверных, в том числе при проведении непараметрической статистики. Результаты исследования стиля объяснения успехов неудач, поведенческие расстройства. Здесь есть так называемый диспозиционный оптимизм и диспозиционный пессимизм. Видно, что вот у группы подростков с поведенческими расстройствами достоверно преобладает пессимистический атрибутивный стиль. И это может свидетельствовать только о том, что эти подростки склонны оценивать успехи как случайность, неудачи как закономерность. Если же мы пойдем смотреть, что же происходит у подростков с невротическими расстройствами, то здесь опять никакой практической разницы. Здесь в равной степени представлено как атрибутивно-пессимистическое, так и оптимистическое отношение. И разницы с контрольной группой как таковой практически нет. Ну и разумеется, мы проводили, да, там был указан метод опроса, качественный некий анализ, да, сбор анамнеза, интервью. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на те диспозициональные убеждения, которые чаще всего высказывают подростки каждой из этих групп. Подростки с поведенческими расстройствами. Здесь достаточно много диспозициональных убеждений, такого откровенно негативного характера, катастрофического характера. Причем обратите внимание, как здесь высказывается катастрофа. Вот понимаете, вот все, она уже случилась, и мало что можно вообще сделать, и нет никаких шансов и так далее. Либо это еще диспозициональные убеждения из серии «Терпеть не могу скотчные уроки, зачем они мне нужны, почему я должен делать то, что неинтересно». И тому подобное. То есть вот эти диспозициональные убеждения, они более свойственны подросткам с поведенческими расстройствами. А вот подростки с невротическими расстройствами, здесь несколько другая картина. Если не сдам экзамены, тут много катастрофических таких вот сентенций, но посмотрите, какая катастрофа. Эта катастрофа оставляет еще какой-то шанс. А может, я его все-таки сдам, и тогда ее не случится. В то время, как в предыдущей катастрофа, ну, не оставляет шансов практически никаких. Да, не сдам экзамен, папа меня убьет, ну, или разочаруется, это точно. Не сдам на отлично, это конец. Не смогу поступить в универ, пойду дворником работать. Ну, ничего такого нет. Ну, родители же часто говорят, будешь плохо учиться, вон будешь свои мусорные контейнеры убирать. Это, в общем, да, так закладывается. Мои родители, уважаемые люди, не должен падать в грязь лицом. Если не могу учиться, не смогу учиться в этой гимназии, все будут считать меня глупыми, у меня будет дурацкая жизнь. Ну, вот здесь дословно практически я привела целое нагромождение. Важно сразу же поступить в университет, иначе в 30 лет все будут считать неудачностью, следничать за спиной и называть старой девой. Все вместе. То есть личный неуспех и неуспех в карьере. Все абсолютно, вот, как бы, собираются вместе. Ну, или там из серии, да, все уже с кем-то хоть как-то встречались, а на меня никто не обращает внимания и не будет обращаться. Опять идет такая вот катастрофизация. Но что самое интересное, если посмотреть на контрольную группу, которую, как вы помните по этим диаграммам, особенно где подростки с невротическими расстройствами, да, они почти не отличаются. И я хотела бы привести такой достаточно, знаете, иллюстративный пример маленького кусочка анамнеза, собранного со слов подростка из контрольной группы. То есть условно здорового, ни с какими расстройствами. Родился и рос в полной семье, единственный ребенок. Семья благополучная, все дома спокойно, со слов самого подростка. Однако он не любит, когда в гости приходит бабушка, так как она учитель математики и ругается по поводу того, что он все время играет в компьютер, а не готовится к экзаменам. Отношения с родителями хорошие, каждое лето отдыхают за границей. Но в этом году родители полетели одни, а сын остался с бабушкой, занимался почти каждый день у репетиторов. Любит играть в футбол и хотел бы стать футболистом, но пришлось сократить тренировки из-за учебы. Боится плохо сдать экзамены в конце года. Папа тогда точно запретит мне все на свете и вообще перестанет со мной общаться. Он и так уже не ходит на мои матчи. Мама добрая всегда заступается, прикрывает, если что-то не получилось. Любит гулять с друзьями, выходные ездить в кино, но свободного времени почти нет. После школы занимается дополнительно английским, физикой, алгеброй. Родители часто говорят дома о том, сколько они на это тратят средств. Таким образом, и одно из его высказываний. Мне нужно все успевать, нужно все сдать на 100 баллов, иначе родители перестанут ко мне хорошо относиться. Я здесь не могу не удержаться от некого комментария по поводу того, что какая картина нам была здесь нарисована в первой половине дня уважаемым доктором Курпатовым. В отношении молодых людей, ну так где-то, что через несколько лет к нам, что мозги им никто не тренирует. Я бы хотела показать вам, как насильственно им их тренируют. Иногда даже вызывая практически преневротические изменения. Это раз. А второе – это то, что мы с вами через несколько лет увидим, ну, лучший случай, я так понимаю, главного героя книги Пелевина «Любовь к трём Цукербринам». Ну, помните, там этот, кто читал, там со шлангами лежит и всё делает исключительно в виртуальном пространстве. Я попрошу вот расслабиться, потому что ко мне-то сейчас ходят те, которым 10-11, через несколько лет ещё таких не будет. Правда. Ну, а если убрать шутки в сторону, то в 2014 году вышло большое очень ревью в журнале детской психиатрии и психологии Американской ассоциации детских психиатров и психологов Смета Левинстона, которая как раз-таки пыталась охватить все исследования, направленные на выявление вреда интернета, социальных сетей, причём рисков явных, рисков подспутных, рисков когнитивного характера, диктологического характера и так далее. И эта статья вызвала очень много дискуссий, там было много очень комментариев к этой статье, и один из комментариев был напечатан чуть позже, в этом же журнале, в 55-м номере за 2014 год, я даже сейчас специально у себя там посмотрела, и там как раз говорилось о том, что вот буквально до 2014 года, даже там, где занимались изменениями когнитивными, эмоциональными, социальными подростков, которые проводят всё больше и больше времени в интернете, там появился такой термин, так называемый алармийские теории. Алармийские теории как раз нам и говорят о том, что вот да, мы получим того самого, который подключён проводами к компьютеру, а шлангами к естественным физиологическим отверстиям, ну это я опять Пелевина цитирую. Однако практика, однако авторы вот этих комментариев и те, кто проводит исследования, в том числе нейрофизиологические, говорят о том, что это чрезмерные суждения, и что, в общем-то, интернет, конечно, в какой-то степени меняет когнитивную, эмоциональную составляющую, но не настолько, чтобы мы ожидали через несколько лет каких-то таких вот абсолютно изменённых молодых людей, с которыми практически невозможно будет разговаривать на том языке, на котором мы сейчас разговариваем. Так что это мой комментарий к выступлению в первой половине дня. И, видимо, вот то, о чём я говорю, в известной степени это доказывает. Ну и достаточно быстро выводы, которые хотела бы предоставить вашему вниманию. Итак, подростки с расстройствами поведения склонны к формированию интенсивных, ригидных, негативных, дисфункциональных убеждений катастрофического характера, а также до убеждений, связанных с низкой оценкой себя как личности, своих перспектив и преобладанием пессимистического атрибутивного стиля в отношении как успехов, так и неудач. Перечисленные параметры предположительно можно расценить как значимые когнитивные составляющие формирования расстройств поведения. У подростков с невротическими расстройствами и у подростков без таковых в одинаково средней степени выраженности, интенсивности и достоверных различий присутствуют рациональные убеждения о должностовании в отношении себя и других, катастрофизации и низкой толерантности к фрустрации. Им также свойственна невысокая оценка себя на фоне очень высоких требований к себе. Однако интенсивность и ригидность данных убеждений менее выражены, чему у подростков с нарушениями поведения находятся в средних диапазонах значений по опросникам. Сходство показателей рациональных установок в группе подростков с невротическими расстройствами и группе условно здоровых подростков, а также наличие показателей, отражающих завышенные требования к собственной личности в контрольной группе, отобранное для сравнительного анализа с группой подростков с расстройствами поведения, предположительно может быть и как показателем свойственным подростковому возрасту, то есть только лишь на определенном промежутке времени, так и показателем высокого уровня невротизации подростковой популяции в целом. В силу того, что группы исследуемые были не очень многочисленны, то, конечно, утверждать мы не можем это абсолютно, и мы будем продолжать эти исследования, но предположительно мы можем говорить о высоком уровне невротизации подростковой популяции. На этом я закончила. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть. Я хотела бы спросить, вы использовали в своем исследовании тест Альберта Эллиса. Хотелось бы узнать, валидизирован ли данный тест, насколько результаты, которые вы получили, коррелируют с устным интервью, которое вы проводили с данными подростками, и также можно ли использовать данный тест, по вашему мнению, для статистических хотя бы данных каких-то про иррациональные установки? Да, источник взят уже из… Мы сами не переводили этот тест и не валидизировали. Он взят уже из литературы, то есть, соответственно, авторами, которые его публиковали, там и данные представлены. Если бы мы это делали, вот мы сейчас делаем с некоторыми из моих аспирантов работу, где мы валидизируем по когнитивной составляющей опросники, то я бы указала, нет, это уже взято из литературы. Второе было по поводу корреляционных связей, насколько коррелируют показатели анамнестические и показатели опросника. Но данные корреляционного анализа дают прямые корреляции по интенсивности вот этих вот иррациональных убеждений. Я его просто здесь не представила. В основном в отношении катастрофизации, должностования в отношении себя и низкой толерантности к фрустрации, если говорить еще о поведенческих расстройствах. Это то, что я сейчас просто могу вам на скидку вспомнить. И в основном это коррелирует с негативными убеждениями в отношении себя и долженствованием в отношении себя, если говорить о невротиках. И третье, что было? Вы можете использовать этот тест для статистических данных, но что он объективно будет отражаться на вашем линии? Поскольку он не один был использован, то, наверное, можно говорить о какой-то степени объективности. И в сравнении с контрольной группой пошли по непараметрической статистике критерии Манна Уитни. То тут можно говорить. Если бы я только данные этого теста представила, тогда, конечно, речи бы не шло ни о какой объективности. Да, пожалуйста. С большой радостью представляю доклады кандидатов философских наук. Много эпитетов хочется сказать, потому что это и компетентнейший специалист в психоанализе, и сертифицированный специалист в логоанализе, в экзистенциальном анализе, и еще и очень компетентный когнитивно-поведенческий психотерапевт, и теперь еще и ведущий специалист у нас в стране, не побоюсь этого слова, по майндфулнос-терапии, и МБСР, и МБСТ, и еще и хороший знакомый Джона Кабадзина. Поэтому мы сейчас услышим эхо, можно сказать, автора книги, куда бы ты ни ушел, ты уже там, поэтому мы уже здесь, и мы рядом с человеком-носителем прямых знаний и человеком-майндфулносом. Вот сейчас, я надеюсь, мы тоже проникнемся всем этим. И Снежана Александровна расскажет нам о том, как мы можем использовать и КПТ, и майндфулнос в более широком контексте. Вот сегодня об этом с утра говорил как раз Артур Фриман, что расширились цели CBT. Это не только теперь терапия, и не только каких-то отдельных нозологий, но это еще и работа с организациями, и это работа даже с армией, как он говорил. Но в данном случае мы не идем так далеко. Мы сейчас говорим о роли майндфулнеса в развитии качеств лидера. И вот доклад «Майндфулнес. Подход. Как значимый ресурс для современного лидера», он такой многоуровневый, это метафора уже готовая, потому что это много возможностей открывает майндфулнес. И вот для лидера эти возможности, они точно неоценимы. И я передаю слово Снежане Александровне для того, чтобы она раскрыла нам этот замечательный тезис. Спасибо огромное, Дима. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, сейчас я освою кликер. Вверх. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отлично. Добрый вечер, дорогие коллеги. Приятно сказать «добрый вечер, друзья», потому что на самом деле очень много уже родных и любимых лиц в этом зале. Да, тема моего доклада «Майндфулнес. Подход как значимый ресурс для современного лидера». И я сегодня расскажу о том, что вообще такое майндфулнес, что это за трендовое понятие. Мы поговорим о классическом подходе MBSR, или Mindfulness Based Stress Reduction, который был создан много-много лет назад, в 80-х, в клинике при Университете Массачусетс, с профессором Джоном Кабадзином. Естественно, расскажу про своего учителя, теперь уже друга Джона Кабадзина. Поговорим о двух режимах существования – режиме автопилот и режиме действия. И, собственно говоря, перейдем к тому, каким образом вообще в организациях используется «Майндфулнес-тренинг», почему это тренд, сколько лет, на самом деле, уже используется. И я расскажу, на мой взгляд, об одном очень интересном исследовании – о модели осознанного лидера. Тема лидерства, безусловно, те, кто консультирует в бизнес-сегменте, знают, насколько эта тема актуальна. Все стараются развивать компетенции, свойственные лидеру. Но вот мы посмотрим, как через «Майндфулнес-подход», какие компетенции развиваются, какие KPI увеличиваются и так далее. Но прежде мне хотелось бы вспомнить, напомнить, вернее, о социальном эксперименте, который, я уверена, все очень хорошо знают. Его когда-то, лет 10 назад, проводила газета «Вашингтон-Пост». И идея заключалась в том, чтобы понять, насколько каждый из нас, в принципе, сможет увидеть что-то необычное, например, талант, в совершенно неожиданной обстановке. Мы обратим внимание или не обратим внимание? Идея была такая. Пригласили выдающегося скрипача Джошуа Белла. Он входит в десятку лучших скрипачей. В то время в Вашингтоне у него был концерт, все билеты на концерт были проданы. И у Джошуа была идея, что если он в подземке с утра сыграет, то, соответственно, как минимум аншлаг будет. Ну, у социальных психологов, кто сотрудничал с Вашингтон-Пост, была немного другая гипотеза. Итак, представьте себе, утренний час пик, подземка. Приходит молодой человек, открывает футляр, достает скрипку и 45 минут играет. Мимо него за это время прошло порядка двух тысяч человек. Только семь остановилось послушать музыку. Порядка двадцати бросили мелочь. И Джошуа заработал 54, по-моему, доллара. Ну, в общем, неплохо заработал. И больше всего, как Вы думаете, кто обращал внимание на скрипача? Дети. Конечно, дети, которые проявляли любопытство. И вот вопрос, надо отметить, что в тот день он играл виртуозное произведение, он играл на выдающейся скрипке, сам по себе он очень талантливый скрипач. Вопрос заключается в том, что же произошло в тот утренний час в подземке, почему люди не обратили внимания. Возможно, в контексте mindfulness, в контексте осознанности вопрос может звучать следующим образом. А как часто мы не замечаем маленькие, но ценные, значимые моменты нашей жизни, которые так или иначе, согласно всем исследованиям, наполняют нашу жизнь смыслом, делают ее значимой. Вообще, как часто мы пребываем в режиме автопилота. И так разделяется традиционно. В mindfulness-подходе обращается внимание на то, что существует два режима. Первый режим автопилота, в котором практически постоянно мы находимся. И мы можем определить автопилот, как способность нашей психики выполнять часть повседневных задач неосознанно. Любые двигательные шаблоны эмоциональной реакции, к сожалению, и мыслительные шаблоны. В противовес есть режим осознанности или режим mindfulness. Но прежде чем я перейду к определению, что такое mindfulness, я хочу показать вам слайд с несколькими вопросами для знакомства с режимом автопилота. Мне понравился очень этот слайд серый тест, и он был представлен в книге «Осознанность» Марка Уильямса. Вот те несколько вопросов, которые можно себе задать и порефлексировать на тему. А часто ли я пребываю в режиме автопилота? А когда я принимаю значимое решение, я как вообще выполняю этот процесс? Осознанно или я все-таки автоматически реактивно реагирую? Итак, последние годы, безусловно, mindfulness – это такой тренд на Западе, тренд в Европе. Mindfulness постепенно приходит, в том числе и в Россию. Итак, что же такое mindfulness? Есть огромное количество определений, понятий. Но в первую очередь мне хочется сказать, что это практика, практика и еще раз практика. Поэтому, когда друзья, коллеги, клиенты приходят, например, ко мне на занятия, я говорю, что добро пожаловать на тренировку. Что же мы практикуем? Мы практикуем полное перенесение внимания на настоящий момент без какой-либо оценки себя или окружающей действительности. Тренируем навык безоценочного осознания продолжительного момента настоящего времени, который помогает нам распознавать свои мысли, чувства, намерения, действия, не переходя в реактивность, то есть не переходя на автоматические реакции. Несколько слов о истории самого термина. Mindfulness был переведен в конце XIX века. И на самом деле это термин, который относится к буддийской традиции, достаточно сложно переводимый термин сати. Для тех, кому заинтересует связь mindfulness с буддийской традицией, есть потрясающая монография. «Алая бхикху» называется, «Сатипадхана». И, соответственно, «Сатипадхана» – это как путь к просветлению. Очень много всего полезного можно найти. Но нас сейчас менее интересует дзенская составляющая mindfulness, а больше то, что удалось сделать Джону Кабадзину, который на протяжении последних 30 с лишним лет является таким лицом, образом mindfulness во всем мире. Самое короткое определение в Институте медитации и психиатрии – mindfulness, осведомленность о настоящем моменте с его принятием. Существует ряд основных базовых принципов, которые необходимо учитывать при практике этого навыка. И вот несколько из них. Безоценочность, нестремление принятия. С точки зрения принятия мне очень нравится небольшая поэма «Руми» – «Гостевой дом». Как раз она ярко характеризует этот принцип. «Человек – гостевой дом, каждое утро новые гости. Веселье, уныние, подлость, иногда понимание заглянет, как нежданный гость. Приветствую и угощаю их всех. Даже если гости – многие муки, которые яростно сметут всю мебель в твоем доме. Все равно оказывай каждому честь, может быть, он очистит тебя для новой радости. Темная мысль, стыд, злоба. Встречай их у порога, смеясь и приглашай войти. Будь благодарен, кто бы ни пришел, ведь каждый был послан, как наставник свыше». Мне кажется, это лучшая иллюстрация принципа принятия, того принципа, который настолько важен в mindfulness-подходе. И еще четыре базовых принципа – это терпение, доверие, ум новичка, отпускание. Есть еще один важный принцип, который многие учителя mindfulness относят к самому-самому значимому, фундаментальному – это доброта. Не случайно одна из важнейших медитаций или упражнений в курсе как MBSR, так и MBCT – это медитация доброжелательности или медитация любящей доброты. И обычно Джон Кабетзин говорит о том, что недостаточно mindfulness как таковой осознанности. Еще есть такой термин, как heartfulness – открытое сердце. И это как раз то, что характеризует вот эту птицу, два крыла. С одной стороны – осознанность, с другой стороны – доброта сердца. С одной стороны – mindfulness, с другой стороны – heartfulness. Конечно, я уже говорил о том, какие основные терапевтические подходы, основанные на mindfulness. Первый – это MBSR или Mindfulness Based Stress Reduction – программа снижения стресса на основе осознанности. И гораздо позже появилась первая программа, она создавалась Джоном Кабетзином. И вторая программа – MBCT – когнитивная терапия на основе осознанности. Она создавалась с тремя выдающимися учеными – Марком Уильямсом, Зиндалом Сигалом и Джоном Тесдейлом. Собственно говоря, такая команда Лиги Плюща. История была очень интересная. Они приехали в Массачусетс в клинику в центр mindfulness и прошли традиционный восьминедельный курс mindfulness. Уехав обратно, решили создать что-то новое для людей, страдающих от депрессии. Задача была о том, чтобы удержать как можно длительный период ремиссии. Однако, как рассказывает Зиндал Сигал, один из основателей MBCT подхода, что да, программу они создали, они стали эту программу вести, но результаты особого не видели. И вот был сделан потрясающий вывод, собственно говоря, о котором им изначально говорилось, что mindfulness – это практика, практика и практика. И инструктор, учитель, преподаватель, кто ведет группы, не может не практиковать. Это особое пространство, особое состояние, которое создается в группе, и непосредственно практика психотерапевта, учителя обязательно. И позже он описывает, как потратил три года на то, чтобы создать, укоренить свою медитативную практику. И, соответственно, это позволило откорректировать некоторые моменты. В программе таким образом родилась программа MBCT, которая прошла огромное количество различных исследований, рандомизированных контролируемых испытаний и мета-анализа. И, как, возможно, уже многие знают, она занимает достойное место в Великобритании, и рекомендована их комитетом по здравоохранению для применения в лечении депрессии. И так еще есть ряд терапевтических подходов, которые используют упражнения по осознанности. Это акт и диалектика поведенческой психотерапии. Маш Линехен – особая среди тех блоков навыков, которые тренируются в процессе работы с пациентами. Для навыка mindfulness выделено особое место. Итак, смотрите, интересно, как растет интерес к mindfulness, количество публикаций. Если мы видим в 80-х, как только зарождается данная программа, как только Джон Каббетзин вводит в обиход и в научный круг данной программы, единичные публикации, преимущественно Джона. И посмотрите количество публикаций в 2015 году. Итак, Джон Каббетзин. Конечно, не могу не сказать несколько слов о своем учителе, и теперь уже друге. Он выпускник Массачусского технологического института. Это уже о многом говорит, легендарный вуз. Он защищал диссертацию по молекулярной биологии, и его научным руководителем был нобелевский лауреат Сальватор Лурия. Джон с детства, с юности, можно так сказать, занимался и медитацией, и йогой. И ему очень было интересно, каким образом можно будет привнести в медицинскую парадигму, в медицину и в психотерапию медитацию, но сделав ее светской, очистив какой-либо религиозной составляющей. Возможно, сейчас это может звучать как секулярный буддизм, но тем не менее тогда задача, представьте, это 80-е годы прошлого века, насколько консервативно общество, насколько странная сама по себе могла быть идея. Но тем не менее он создает восьминедельную программу, которая называется «Снижение стресса на основе осознанности». Прежде чем я перейду к рассказу об этой программе, вот несколько полезных ссылок. Здесь последний сайт Джона, где огромное количество информации о mindfulness, о подходе, его книге, его расписании и так далее. И две ссылки на клинику по снижению стресса при Массачусском университете. Собственно говоря, вот то место, где преподается золотой стандарт двух курсов MBSR и теперь MBCT. Итак, в 1979 год в клинике при Массачусском университете было выделено помещение, кафетерий, где было оборудовано просто пространство для того, чтобы могли приходить пациенты. Джон попросил своих коллег-врачей присылать фактически тех пациентов, от кого отказалась медицина. Это были люди с тяжелой хронической болью, первые пациенты. И постепенно, впоследствии, круг применения расширился, и к программе стали прибегать люди, которые попадали в тяжелые жизненные ситуации, например, или люди, работающие в стрессовых, высокострессовых условиях, военные, полицейские. Даже среди заключенных в Америке достаточно развита помощь и поддержка людей, оказавшихся в заключении, эта программа стала проводиться. Отдельно учителя и медицинские работники. Есть много исследований. На них, к сожалению, сегодня не будет времени останавливаться. Но, тем не менее, интересное исследование о взаимосвязи восьминедельной программы и снижении профессионального выгорания, причем по трём компонентам и по редукции личностных достижений и деперсонализации эмоционального истощения. Что из себя представляет эта программа? Мне хочется подчеркнуть, что это восьминедельный тренинг. Группа встречается 8 или 10 недель. Что значит 8 или 10? Сама программа длится 8, но обычно есть первая неделя это сессия ориентации, когда участники встречаются и, соответственно, погружаются в то, что их будет ожидать на протяжении 8 недель, а 10 уже иногда получается как некое заключение после заключения. Занятия проходят в группах. Группы бывают разные от 10 до 40 человек. Обычно могут быть и больше. Один раз в неделю, как я сказала, длительность классической программы от 2 до 3,5 часов, то есть это такая достаточно энергозатратная и временная программа. В один из выходных дней в течение курса, обычно после шестого занятия, проводится так называемый день тишины, день mindfulness, когда с 8 утра или с 9 утра до вечера все погружаются в глубинную практику. То есть идет упражнение за упражнением, за упражнением, фасилитирует разные учителя, инструктора mindfulness, и только в самом конце уже завершает этот день тишины. Подводится некий итог, идет обратная связь, обмен опытом, обмен ощущениями, переживаниями. На каждом занятии осваивается определенное теоретическое упражнение под руководством инструктора, дальше это же упражнение дается в записи, и контракт группы таков, что каждый участник должен обязательно выполнять домашнее задание. Обязательно в контексте МБСР на домашнее задание тратится где-то час 15, то есть час 15 каждый день курсант, курсант в плане того, кто приходит на курсы. Mindfulness должен посвятить время медитации. И из чего состоит программа? Есть два таких основных подразделения, это формальные практики и неформальные практики. К формальным практикам относятся упражнения, базовые упражнения сканирования тела, и есть ряд еще формальных медитаций, которые выполняются в положении сидя, это осознание дыхания, осознание наблюдения за звуками, осознанное наблюдение за мыслями и эмоциями, и также безобъектное расслабленное внимание или открытое присутствие. Существует блок осознанная практика движений, есть целый ряд упражнений, разработанных специально для этой программы, которые помогают улавливать и прокачивать, как мы теперь говорим, навык ощущения своего тела. И большое количество неформальных упражнений – это то, каким образом мы можем интегрировать вот этот навык, который долго и непросто осваивается в повседневной жизни, как можно его использовать в общении с друзьями, как можно его использовать в течение рабочего дня, каким образом можно, самое главное, выходить из режима автопилота и переходить в режим осознанности хотя бы на некоторое количество времени. И это практика неформальной медитации. Я чуть позже буду говорить, очень хорошо легла в корпоративной культуре Google, и перед каждым совещанием в Google используется ряд практик осознанности. Ну вот если динамику посмотреть, то первое упражнение всегда – это mindfulness в миниатюре, это изюмная медитация во время этого упражнения, которое растянуто во времени порядка 30 минут. Мы, как если бы по-новому для себя открываем что-то привычное – изюм. Все его пробовали, все знают вкус, скорее всего, часто горстями можно съедать этот изюм. Но во время упражнения человек начинает осознавать, как много нового и интересного открывается в принципе в такой автоматизированной деятельности, на которую часто не обращается внимания. Дальше важное упражнение – сканирование тела, оно в принципе длится на протяжении всего курса, потом сосредоточение на дыхании, и само по себе очень интересное упражнение. Давайте просто на 5 секунд попробуем. Удобно сесть, чуть-чуть откинуться от кресла, осознать положение своего тела. Таким образом, уже выйдя из режима автопилота, и сосредоточиться только на своем дыхании. Вы можете полуприкрыть глаза или закрыть, как вам будет удобно, и проследить за своим вдохом и выдохом. Возможно, вам будет удобно следить за своим дыханием в области живота, в области груди или в области носа. Выберите удобное для себя место. И всего лишь мы следим полностью за вдохом и за выдохом. И, возможно, мысли уже начинают утаскивать вас куда-то, возможно, в прошлое или будущее. И ваша задача понять, что вы отвлеклись, внимание ушло, и снова вернуть свое дыхание. Внимание на дыхание. И сейчас можно открыть глаза. И вот самая, казалось бы, простейшая медитация в практике МБСР, она длится порядка 30-40 минут. И мы учимся, грубо говоря, мы прокачиваем эту мышцу. Мы концентрируемся на дыхании, но мозг, феномен monkey mind, уносит нас куда-либо, и мы снова возвращаемся, концентрируемся на дыхании. Собственно говоря, все упражнения построены таким образом, чтобы мы умели усилием своей воли переносить фокус внимания туда, куда нам нужно, и не переходить в автоматические реакции. Постепенно это помогает создавать некий навык, который помогает управлять сложными жизненными ситуациями, управлять стрессом, то есть разрывать вот эту схему, стимул и реакция. То, что у Стивена Кови хорошо было написано, между стимулом и реакцией есть зазор, в этом зазоре есть свобода и ответственность, и фактически судьба. Часто ошибочно почему-то эту фразу Франклу приписывают, но я всегда подчеркиваю, на самом деле это Кови. И вот это самое главное, происходит некий разрыв, умение управлять своей реактивностью. Итак, большое количество, как я уже говорила, проводилось разных-разных за 30 лет исследований. Безусловно, можно всегда говорить о том, что есть некие ограничения, но методологические ограничения, но мне кажется, они присутствуют фактически во всех сферах. Традиционно навык осознанности способствует, если мы не говорим сейчас про клиническую составляющую, улучшение концентрации внимания, безусловно, способности осознавать мысли, эмоции, чувства, телесные проявления. Естественно, умение быть здесь и сейчас, возможность взгляда со стороны, открытости опыта, понимание стрессовых реакций в теле, умение останавливать навязчивые негативные мысли, управлять стрессом и агрессией, формированию психологической гибкости и жизнестойкости, наполненность, ощущение субъективное наполненности жизни смыслом и развитию творческих способностей. Теперь мы переходим к тому, каким образом mindfulness-подход из клинической парадигмы, потому что изначально он создавался Джоном для людей, которые страдают достаточно серьезными недугами. Потом второй подход для людей, кто страдает депрессией. Вот смотрите, каким образом. Это только малая часть тех компаний на Западе, которые используют mindfulness. Мне хочется подчеркнуть, что 15-16-17 год на Всемирном экономическом форуме Джон один из докладчиков и особый интерес у топ-менеджеров к вопросу mindfulness, каким образом интегрировать это в компанию, каким образом это будет приносить, допустим, и какие плюсы это будет приносить. Про компанию Google я уже говорила. 16, по-моему, лет существует программа в Google. Называется она «Search inside yourself. Загляни в себя». Мне так больше нравится это название. И идея была в том, чтобы увеличить эмоциональный интеллект, способствовать росту эмоционального интеллекта на основе практик осознанности. В Google, в принципе, созданы замечательные условия. Есть зал для медитации, есть расписание. В зависимости от желаний сотрудников, они видят, какая медитация в какое время каким инструкторам фасилитируется. В Google есть разные должности, связанные с mindfulness. Это директор региональных программ и так далее. И не так давно была даже сделана интересная такая, как не лабиринт, но тем не менее дорожка для осознанной ходьбы. И теперь мне хочется рассказать про концепцию осознанного лидера. Впервые эта статья не так давно появилась в Harvard Business Review. Исследования проводили Меган Райтс и Майкл Ческолсон. Это те ученые, которые достаточно поставили своей целью донести mindfulness до бизнеса. И более подробно об этом исследовании, если вы захотите посмотреть, можно найти на сайте. Но вот я расскажу про него, что они сделали. Это, в принципе, было рандомизированное, контролируемое испытание. Как традиционно, две группы, 57 топ-менеджеров, которые проходят курс, и 57, которые на вейтинг-листе, случайным образом все отобраны, распределены. Соответственно, замерялись некие данные в обоих группах. Какой был вопрос у исследователей, у ученых? Вопрос был такой. Вообще, mindfulness-подход может способствовать развитию лидерских компетенций? Извечный спор, что такое лидер? Это врожденные характеристики или приобретенные? Можем мы формировать лидерские компетенции у, допустим, среднего звена или нет? И получился такой сеттинг. Три раза в две недели семинары по четыре часа. Потом день полный mindfulness и последняя сессия фасилитации в режиме Zoom, в режиме онлайн. Было очень интересно, что по результатам исследования и по опросам тех, кто принимал участие, пришли к выводу, что, во-первых, увеличились вот эти три характеристики. Мета-когниции, любопытство и принятие, о котором мы уже говорили. Соответственно, это все способствовало тому, что появилось пространство в ранее автоматизированном потоке. То есть вот этот разрыв между стимулом и реакцией, он как если бы увеличился. То есть человек мог уже наблюдать и не реагировать на поступающий триггер или на поступающую какую-то информацию реактивно. Соответственно, все это способствовало лучшей эмоциональной регуляции, эмпатии, фокусу внимания, адаптивности и возможности видеть некую перспективу. И дальше, получается, был сделан вывод, что все это вместе способствовало тому, что увеличилась жизнестойкость, резилиенс, увеличивалась очень важная характеристика для управленца, это умение управлять в режиме неопределенности, в сложных ситуациях, и умение сотрудничать. То есть тоже одна из важнейших характеристик не конкурировать, а именно сотрудничать. Вот такое было любопытное исследование, такая любопытная модель. Соответственно, естественно, все те, кто проходил программу, должны были этот стандартный контракт, что каждый день выполняется та или иная практика, но результаты были достаточно интересными, эта программа уже существует и используется в разных компаниях. Конечно, страсть к делу имеет значение, но еще одно и недостаточно, и вот какие были результаты. 91% опрошенных отметили положительные эффекты, 88% рекомендовали бы коллегам участие в программе, 66% испытывают меньший уровень нервозности и тревоги, 63% отметили повышение степени самоконтроля на работе, 60% наблюдали укрепление психологической устойчивости, то есть возможность принимать более взвешенные решения, 52% улучшили взаимоотношения с коллегами, и 46% говорили о том, что творческая энергия стала больше. И в завершение своего выступления мне бы хотелось процитировать снова Джона Кабадзина, который говорит буквально следующее. Стремление заниматься практикой осознанности меняет стиль вашей жизни, делая его более здоровым. Это не так-то просто, но это решение может полностью изменить вашу жизнь к лучшему. Большое спасибо за внимание. Коллеги, вопросы? Вопросы? Вы исповедливаете буддизм? Ну, нет, я не буддистка, но мне близка позиция секулярного буддизма. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Вот когда компании, которые очень много компаний, применяют для своих сотрудников техники Mindfulness, то есть они все-таки, наверное, имеют в виду улучшение производительности своих сотрудников. У меня вопрос, не является ли это противоречием вот самому подходу Mindfulness в его безоценочности? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что, безусловно, что хочет работодатель, чтобы еще больше режим многозадачности был, чтобы еще быстрее и лучше люди работали. На самом деле, те компании, которые я перечислила, идея программ была гораздо шире, чем просто увеличить производительность труда. Скорее всего, возможный рост производительности труда был побочным эффектом. Например, классическая гугловская программа, она вообще связана с такой социальной идеей, что человек, который проходит этот курс, он становится более гармоничным, более сострадательным, меняет отношения вокруг себя, меняет отношения в компании, в целом делает мир лучшим местом на Земле. И еще тогда можно один вопрос? Да, конечно. То есть сегодня доктор Курупатов в своем докладе, ну, мягко говоря, обесценил техники осознанности, ну, скажем так, в развитии мышления, то есть как способности мышления. Ну и, например, в целом, допустим, представителей буддизма. Хотя вроде как бы как раз представители буддизма в очень большой степени, то есть у них очень большой вклад как раз в развитие мышления, то есть там даже представить, например, техники дебатов, когда, то есть два человека просто меняются местами, отстаивая свою точку зрения. То есть вопрос в том, есть ли все-таки какие-то исследования о том, как, то есть mindfulness, осознанность влияет именно на способность к мышлению, к развитию самостоятельности мышления. Ну, да, спасибо, очень интересный вопрос, но обесценивание всегда можно, я не знаю, рассмотреть как защиту или еще как угодно. Но, да, большое количество есть исследований, безусловно, и в контексте феномена нейропластичности. Я думаю, что отдельно даже, может быть, мы сделаем на эту тему лекцию касательно исследований, потому что, правда, очень много очень интересных о том, что происходит, каким образом наблюдается устойчивость изменения в головном мозге, как они достаточно длительное количество времени после практик. Потрясающие исследования, я просто могу часами говорить, это все то, что касается медитации доброжелательности или любящей доброты, брали выборку людей, опять же, это было рандомизированное, контролируемое испытание. Те, кто только семь недель практиковали медитацию любящей доброты, и, например, одно из исследований показывало, каким образом степень профессионального выгорания уменьшалась у медсестер. Ряд исследований показывало о том, каким образом, мне кажется, самое важное, и самое главное, снижалась самокритика, то, что мы называем карающим суперэго. И это такой, мне показалось, очень волнующий момент, ведь можно годами ходить и пытаться скорректировать эту инстанцию, пытаться слушать различные интерпретации и так далее, и так далее. И каким образом восемь недель любящей доброты снижали вот этого критика и давали достаточно длительные такие устойчивые результаты. В общем, исследований очень много и укрепление когнитивной, безусловно, функции. Все это присутствует. Ну, справедливости ради, наверное, отметить, что в своем же докладе Андрей Владимирович процитировал исследование, где mindfulness или медитация повышает работу дефолт-системы, улучшает работу психики. И он отмечал, что практики осознанности как одна из двух составляющих, доказанных как раз в экспериментах, и тот же институт Макса Планка доказывал это в своих работах. И много американских исследований, и мета-анализов это подчеркивают. Поэтому здесь доказательная база очень широкая. Но это действительно скорее тема отдельного, круглого стола или какого-то семинара или конференции небольшой. Потому что здесь, к сожалению, в виде просто ответов на вопросы не раскрыть тему. Спасибо за доклад. Простой вопрос. Проводятся у нас курсы подобные в России, может, в Санкт-Петербурге. Я вот с удовольствием бы поучаствовал. Спасибо большое за ваш вопрос. Вот, да, мы в рамках нашей ассоциации сейчас формируем программу, причем мы планируем сделать и обучающие программы для специалистов, для того, чтобы, собственно говоря, майндфулнес распространялось по России. В декабре откроется первая майндфулнес-студия. Будет здесь, в Петербурге. Есть планы на Москву. Так что работаем над этим и старательно работаем. Нас могут даже заподозрить, что это был специальный вопрос. Минутка рекламы, теперь маленький пиар такой. Потому что сейчас у нас будет даже продолжение в ответ на этот вопрос. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, современный майндфулнес – это больше направление телесно-ориентированное или экзистенциально-гуманистический подход? К чему они больше склоняются, основатели? Спасибо. Честно говоря, лично для меня, наверное, здесь больше есть экзистенциальная составляющая, потому что всё-таки кто я? Мы пытаемся найти ответ, мы пытаемся познакомиться с собой, мы пытаемся соприкоснуться со своей системой ценностей, соответственно, наполнить жизнь смыслом. Телесно-ориентированной – нет. Я бы, конечно, не отнесла. Для Джона, как основателя этого подхода, это, соответственно, есть программа, он не относит её к каким-либо направлениям психотерапии, более того, естественно, он не относит это к третьей волне когнитивно-поведенческого подхода. Но вот моё мнение, что, конечно, это больше о экзистенции и больше ещё о том, о том, кто такой человек, да? Кто такой я, кто такой человек и вообще есть ли я. Ну, к когнитивной терапии в то чаще всего относятся. Да, 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 конечно. И Фримен сегодня в классификации отнёс это к когнитивной терапии. Безусловно. Более того, я вот не так давно я прошла специализацию в институте БЭКО. И упражнение mindfulness занимает особое место в структуре работы с тревожными и с депрессивными расстройствами. Но есть своя специфика этих упражнений. Они именно рассматриваются как упражнения, не как практика. И они всегда идут рука об руку с экспозицией. То есть сначала, например, мы задираем тревогу, и потом там же уже во время сессии за счёт mindfulness показываем, каким образом тревога понижается. Ну, то есть спросите БЭКО, он вам скажет, что всё, что работает, это когнитивная терапия. Да, Хайман Спотниц также говорил, только про психоанализ. Спасибо. Но не могу не задать этот вопрос. Тем более, в начале вашего выступления прозвучало, что когда Кабазин начал, то он столкнулся с определённым консерватизмом общества. Вот, если я сейчас открываю Амазон, заказываю книги, то там очень много книг mindfulness для подростков. Да, но я тут же представляю современных родителей российских, могу себе представить, что они мне скажут, и какому помощнику прокурора они побегут, если я им буду это предлагать. Это я не шучу, правда, потому что у нас очень сейчас такая консервативная именно родительская среда. Вот, есть ли какие-то уже идеи по поводу того, например, каким образом с пациентами работать, чтобы дать пояснение опять-таки в контексте нашего общества достаточно консервативного, которое вот только сейчас на этом этапе понимания как клиента. На самом деле, очень хороший вопрос. Мне хочется сразу сказать, что в Европе и на Западе очень развит подход mindfulness для детей, даже и в школах Великобритании всё это присутствует, и очень много этим занимается жена Джона, Майла Кабадзин. Не так давно её книга вышла вообще для малявочек-малявочек. Mindfulness. Я могу только... Я понимаю, что культуральная специфика, она очень важна. Безусловно, мне кажется, исходя из своего опыта, но у меня опыт очень специфический. Впервые я стала заниматься медитацией давно-давно, лет практически 20 назад. И я занималась единоборствами, и, соответственно, я тренировала, учаясь в университете, я подрабатывала как тренер и обучала детей медитации во время тренировок. Это была важная составляющая подготовки к соревнованиям в том числе. Если потом... Естественно, позже, даже начиная работать в психоаналитической модальности, я использовала для некоторых пациентов, я обучала медитации. Но для них, мне кажется, самое главное, когда подчеркивается вариант, что это не эзотерика, не религия, не мистика. И я обычно такой небольшой ликбез, в зависимости от специфики, кто передо мной сидит, насколько скептик скептик, рассказываю что-то. Не так давно, например, был интересный случай, был военный, на такой краткосрочном консультировании. И, например, я ему рассказала о том, какое исследование и программа была разработана для тех военнослужащих морской пехоты США, кого отправляли в зону боевых действий, в Ирак. И его очень зацепило. То есть, когда понимают, что это никоим образом не что-то странное, меня не заставят сидеть в позе лотоса, говорить мантры или что-то еще употреблять. Мне кажется, это самый ключевой момент, когда люди понимают, что это, и я всегда подчеркиваю, что это не мистика, не эзотерика, не религия, это абсолютно научный подход с научной логикой, подход, который прошел 30-летние исследования и доказал свою эффективность. Спасибо, коллеги. И позвольте тогда, пользуясь вот этим нашим вопросом, замечательным, как будто подготовленным, выручить Снижание Александровне новую карту. Она уже давно является членом нашей ассоциации и лидером нашей ассоциации, но теперь она официальный лидер mindfulness и руководитель такого направления в нашей ассоциации. Спасибо огромное. Что уже произошло некоторое время назад, но мы решили торжественно еще раз это повторить и воспользоваться этим моментом. Кроме этого, Снижана Александровна занимается у нас и социальными проектами. Один из них очень мощный, очень эффективный и очень интересный, творческий. Это был проект Стоп Суицид. Многие здесь сидящие в нем даже приняли участие, руководители наших отделений, психологи, психотерапевты разных регионов. И поэтому мы хотим поздравить и поблагодарить Снижану Александровну вручением премии за вот такую деятельность, за международный проект нашей ассоциации и социальный проект, очень резонансный, который, я уверен, будет дальше расти и помогать людям превенции суицидального поведения и его профилактики. Спасибо огромное. Очень, очень, очень тронуто, очень неожиданно и приятно. И в свою очередь хотела сказать, что этот бы проект, который, тот проект, который мы запустили по превенции суицидов, его рождение можно, наверное, два года назад здесь, в Теллионе, когда была Дона Судак и ее муж Говард, который связал нас с представителями Американского фонда по превенции суицидов. Так получилось, что я оказалась буквально через две недели в Нью-Йорке по рабочим делам и мне удалось встретиться с этими людьми, кто возглавляет фонды. Таким образом, появился наш проект, но, безусловно, ничего бы не получилось без нашей команды и без поддержки регионов, поэтому, пользуясь случаем, всем огромное-огромное спасибо. Я надеюсь, что мы только будем укреплять и развивать дальше наш проект. Спасибо огромное. Спасибо большое. Итак, коллеги, сейчас давайте мы сделаем перерыв, потому что информации много. Следующий докладчик, руководитель нашего новосибирского отделения Сергей Валентинович Павлов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической психологии в Новосибирском Государственном медицинском университете выступит с докладом «Нейрофизиологические и сердечно-сосудистые эффекты безоценочного восприятия негативных стимулов». Экспериментальные исследования. Как раз к вопросам, что касалось майндфулнеса и что касалось обесценивания, может быть, роли майндфулнеса. Нет, вот у нас, пожалуйста, есть экспериментальные исследования, которые могут поддержать. Ну, я думаю, что мы здесь тоже безоценочно выступим. Не будем говорить по поводу обесценивания или там поддержек, наоборот, позитивного подкрепления. Я думаю, что все равно мы все в одном ключе, в общем, едином направлении. Можем понять друг друга, найти вот такие эффективные варианты взаимодействия. Поэтому нет такого противоречия. Это скорее как работа Джона Уотсона, который пытался психологию вернуть все-таки в научное поле, введя вот эту формулу, стимул реакции. Когда тоже многие говорили, что вот это такой редукционизм, это какое-то обесценивание души человека, обесценивание его психики со всем ее многообразием, редукционизм такой жесткий. Но нет, я думаю, что мы найдем, что и в этом увидеть и глубину раскрыть. И вот здесь мы видим как раз безоценочное восприятие как содержательный такой аспект и физиологический, и технологический mindfulness. И эти исследования поэтому носят особо ценный характер. Поэтому спасибо большое за то, что вы нашли возможность приехать сюда и выступить с таким замечательным докладом. Спасибо, Дмитрий. На самом деле спасибо вам, что предоставили такую возможность. Я вообще по своему образованию, по своему бэкграунду психофизиолог занимался этим 15 лет и в психотерапии относительно недавно, чуть более года в практической. Поэтому мне было бы интересно поделиться с вами теми исследованиями, которые проходили в Новосибирске в институте физиологии и фундаментальной медицины где-то с 2011 по 2015 год. На собрании психологов, психотерапевтов я впервые в основном там, где я выступал, это была психофизиологическая публика, но было бы интересно показать вам, что мы делали, что мы сделали и вспоминая слова Артура Фримена, что КПТ четвертой волны уже так или иначе ориентируются или пытаются встретиться с нейрофизиологией, с психофизиологией, думаю, что мой доклад будет вами воспринят. Пару слов об истории. В далеком 2001 году в нашей лаборатории, куда я пришел только аспирантом, впервые мы пробили вот эту тему исследования медитативных практик. И была написана статья двумя коллегами из лаборатории в 2001 году и опубликована в Neuroscience Letters. К сегодняшнему моменту 567 цитирований, то есть это, наверное, в лаборатории одна из самых успешных публикаций была. И эта статья, в общем-то, породила интерес в лаборатории к исследованию медитативных практик, но 10 лет ничего не исследовалось, бюрократическая машина застряла, и лишь в 2011 году мы эти исследования возобновили. В этой работе был показан собственно процесс медитации, то есть биоэлектрическая активность мозга в процессе медитации, в процессе подготовки к медитации были проведены корреляции относительно психологических особенностей и биоэлектрической активности коры. Но вопрос, а что дальше, да? И с чем все-таки связаны положительные эффекты медитативных практик? Таких исследований уже достаточно много, да? Мы знаем, что медитативные практики оказывают благотворное влияние на разные составляющие, на психологические, на физиологические есть исследования, которые говорят о том, что на тревожные расстройства, на депрессивные расстройства медитативные практики благотворно влияют. Есть исследования по артериальной гипертензии, по ишемической болезни сердца, которые говорят о том, что меняется физиология сердечно-сосудистой системы. Есть исследования по нейропластичности, которые говорят о том, что прокачивание некого навыка в форме медитативной практики меняет структуру головного мозга в определенных зонах. И с чем все-таки это связано? Интересовали механизмы нас, что в подложке там, собственно говоря, находится. И вот один из ключевых элементов mindfulness – это все-таки безоценочное восприятие, безоценочное мышление. То, о чем Снежана сегодня уже успела сказать. И вопрос возник, какие нейрофизиологические и сердечно-сосудистые эффекты имеют место в процессе безоценочного восприятия негативных стимулов. Но перед тем, как сформировать гипотезу, хотелось бы вот этот слайд вам показать, который я всегда показываю своим студентам, который у меня спрашивает, а вот схема АБЦ, она вообще как реальная, кто ее придумал? Почему Б перед С, почему мысль перед эмоцией, а не наоборот? Вот я обычно показываю вот этот слайд, как все происходит, собственно говоря, хронометрия эмоциональной реакции. И вот здесь видно, что во временном отрезке 200-800 миллисекунд уже все происходит, происходит оценка. И мозг уже четко различает нейтральный стимул от негативного. И мы видим усиление вызванных потенциалов, позднепозитивный потенциал уже вот довольно рано, через 300 миллисекунд, мозг понимает, что перед ним. Какой перед ним стимул, значимый он, опасный, угрожающий или какой-либо иной. И в дальнейшем уже подключаются физиологические системы. В данном случае на этом графике представлена частота сердечных сокращений. Вот мы видим, что на негативный сигнал бордикардия больше развивается. Да, вообще обычная реакция сердца на негативный стимул – это уменьшение частоты сердечных сокращений. И вот мы видим, что этот процесс различения нейтрального сигнала от негативного происходит гораздо позже, то есть уже где-то в районе второй секунды. И, как мы знаем, эмоция – это все-таки процесс, который так или иначе связан с телесной компонентой и ощущается как телесная компонента. Поэтому вот, собственно говоря, вот эта схема показывает, что сначала B, а потом C. И в этой связи у нас, то есть сначала когниция, а потом эмоция. И в этой связи у нас возникли гипотезы. То есть первое, что включение безоценочного восприятия каким-то образом будет влиять на эту систему ранней оценки значимости стимула. То есть будет что-то меняться на самом раннем этапе. Мозг будет как-то по-другому воспринимать этот сигнал, менее значимый, менее опасный, менее угрожающий. И в дальнейшем реакция эмоциональная будет также развиваться менее интенсивно. Раз меньше оценка, значит меньше реакции все ее последствия соматические и так далее. И вторая гипотеза, что в результате длительной практики медитации вот эти навыки каким-то образом автоматизируются. Что человек, который длительно занимается практикой, не нужно включаться специально, как бы входить в безоценочное мышление, он автоматически оценивает какие-то негативные сигналы или негативные события как менее значимые, менее персонально значимые для себя, если они действительно не являются там витальными какими-то. Теперь об эксперименте, да, что было в эксперименте. Были два условия. Это естественное восприятие негативных стимулов и безоценочное восприятие. И испытуемые. Были контрольные испытуемые, которые не практиковали. И были медитаторы, будем их так называть. То есть это практика сахаджа-йога-медитации более пяти лет. Не буду вдаваться в детали этой практики. Она, в общем, похожа на то, что сейчас мы называем mindfulness. Там тоже есть элементы безоценочного восприятия своих мыслей, безмысленного сознания. И, в общем-то, по сути, это примерно похожие вещи. Вот сам дизайн эксперимента. Что было? Ну, во-первых, была предварительная подготовка безоценочного восприятия. То есть испытуемые наши тренировались безоценочно воспринимать неприятные стимулы. Вот эти стимулы были представлены. То есть что такое безоценочно воспринимать? Как сторонний наблюдатель, не вовлекаться в контекст, не пытаться быть поглощенным этой картинкой. То есть воспринимать безоценочно. И второй вариант – это естественное восприятие, где никаких инструкций вообще не давалось. Они должны были просто смотреть и воспринимать, ощущать так, как оно есть. Так как те эмоции, которые возникают естественным образом. В дальнейшем проводилась оценка, естественно, каждой фотографии, которая предъявлялась по 10-бальной шкале. То есть мы видели и физиологические реакции, и субъективные. Анализируемые показатели. Использовался анализ электроэнцефалографии и анализ вызванных потенциалов головного мозга в ответ на стимул. И использовался гемодинамический монитор-фенометр. Это такая уникальная очень штука хорошая, которая позволяет измерять массу сердечно-сосудистых показателей бит-бай-бит, то есть каждую секунду в онлайне. И мы могли, собственно говоря, за счет этого оценить непрерывность, хронометрию вот этой реакции. И нам было важно посмотреть не последствия практик, не последствия мышления через какое-то время, а, собственно, в процессе, в онлайне, что происходит с физиологическими системами в самом процессе восприятия безоценочного. Ну и вот к результатам. Это здоровые испытуемые, и мы видим, что попытка воспринимать стимул безоценочно действительно меняет их амплитуду вызванных потенциалов в раннем периоде. Вот зеленое – это безоценочное восприятие, здесь амплитуда меньше, чем вот красная линия – это естественное восприятие стимулов. То есть включение сознательное волевое безоценочного восприятия меняет вот эту оценку на раннем этапе. И что характерно, у высокотревожных и депрессивных испытуемых данного эффекта не наблюдалось. То есть они не могли включить безоценочное восприятие негативного стимула. У них не получалось это. И у них эти две линии были схлопнуты. Что было у медитаторов? Это обычный просмотр стимулов, негативных фотографий. И мы видим, что если у контроля, опять же, в периоде ранней оценки сигнала был рост амплитуды, у медитаторов ничего не происходило. То есть они не оценивали этот стимул как негативный, как значимый, как персонально релевантный, как угрожающий, еще бог знает какой. То есть они оставались в спокойствии мозговом, будем так говорить. Это теперь сердечно-сосудистые показатели. Что здесь было? Мы не увидели никакой разницы в самом периоде восприятия, но мы увидели очень интересный эффект в периоде ожидания стимула. И что мы увидели? Что в момент ожидания негативного стимула общее периферическое сопротивление сосудов, то есть сосудистый тонус повышается. Повышается сосудистый тонус, давление, снижается кровоток. В момент безоценочного восприятия, то есть когда человек просто готовится к восприятию стимула безоценочного, у него в этот момент снижается сосудистый тонус. И примерно как при просмотре нейтральной картинки происходит ситуация. То есть это очень важный момент. Как раз мы и об ожидании сегодня говорили. И как раз вот эти самые периоды ожидания событий являются для нас и для наших пациентов ключевыми. То есть мы в основном живем между событиями, между какими-то актуальными стимулами или событиями. Очень часто это прокручивание в голове чего-либо, это ожидание чего-либо, это прогнозы какие-то. То есть то, что происходит до реальной какой-то угрозы или реального сигнала. И вот безоценочное восприятие, когда мы лишь готовимся безоценочно просто воспринять сигнал, который мы знаем будет, снижает сосудистый тонус. Подумаем о бартериальной гипертонии и ее генезе психогенном в этой связи. Что происходит у длительно практикующих медитацию? А ничего не происходит. Они ожидают стимула негативного без увеличения сосудистого тонуса. То есть если у здоровых испытуемых, вот мы видим красная линия, сосудистый тонус гораздо больше при обычном восприятии. и он снижается, когда они включают безоценочное мышление контрольное, то у медитаторов все три условия одинаковы. То есть они, включая медитаторы безоценочное мышление, ничего себе не добавляют. То есть они уже, даже при обычном восприятии, когда нет никаких инструкций, уже не испытывают напряжение в сердечно-сосудистой системе. И мы видим, что вообще общие уровни, общего периферического сопротивления сосудов у них меньше вообще в целом. Выводы, да, какие можно сделать. Длительная практика медитации, скорее всего, меняет систему первичной ранней оценки сигнал, что очень важно. И сегодня нам сказали лишь только о дефолт-системе, которая путем медитативных практик может просто забиваться, как было сказано, и мы просто переключаем мышление на восприятие, и за счет этого гасим себе вот эти импульсы, дефолт-системы, наши руминации, ожидания, беспокойства. Но все совсем не только так. И помимо вообще дефолт-системы существуют еще две системы. Это исполнительная система и система оценки значимости. Salient-систем и executive-систем. И все эти три системы работают во взаимодействии. И только так их нужно воспринимать. И вот результаты этого исследования как раз говорят о том, что длительная практика медитации, безоценочного мышления, безоценочного восприятия, меняет именно систему оценки и детекции вообще событий, которые происходят с нами, стимулов, событий и так далее. Вот это для нас явилось достаточно важным моментом. И сердечно-сосудистый эффект тоже был очень важен. Что то, что контрольными испытуемыми достигается при волевом включении безоценочного отношения к событиям, у медитаторов происходит автоматически. И возможно это связано с определенной прокачкой вот этих систем восприятия сигнала. Вполне возможно. И мы решили подтвердить. То есть если это так, тогда каким образом вообще медитаторы будут оценивать стимулы, если их несколько в поле зрения? То есть как будет меняться система внимания, система избирательного внимания? И вот был проведен эксперимент с использованием трекинга глаз. То есть это методика, которая позволяет отслеживать наш взгляд по какому-то изображению. То есть куда он идет, где он останавливается, в каких частях он долго останавливается и так далее. И был проведен очень простой эксперимент. Предъявлялось четыре лица с разными эмоциональными состояниями. Гнев, радость, страх и нейтрал. Ну и потом был стирающий слайд, чтобы убрать вот это впечатление. И какие оказались результаты. Были взяты также две группы медитаторов и просто обычные условно здоровые люди. Что оказалось? Оказалось, что медитаторы практически не фиксируют внимание на гневных и испуганных лицах. То есть когда перед ними есть некий выбор, они идут в сторону положительного лица и разглядывают его больше. Напомню, что никаких инструкций здесь не было. Вот просто смотрите, как смотрится. И все. Поэтому это, собственно, подтверждение уже в другом методе исследования на когнитивном уровне вот этой самой системы оценки, которая, по всей видимости, меняется в процессе практики медитации. Да, и эти исследования были опубликованы в International Journal for Psychophysiology, Psychophysiology, Cognition and Emotion, результаты трекинга глаз, Neuroscience, результаты по вызванным потенциалам. Поэтому, в общем, эти результаты были восприняты мировым сообществом. Это наша команда в лаборатории психофизиологии, в Институте физиологии. К сожалению, никто из них уже в науке не работает. Все пошли в разные места. Кое-кто учится на базовом курсе в Новосибирске сейчас, наверное, Дмитрий Викторович узнает. Кое-какие лица. И еще один момент. Вот когда мы планировали продолжение исследований, мне посчастливилось несколько раз встречаться с Гишет Джампой Тинлеем, несколько часов с ним проговорить. Это тибетский буддистский наставник, один из представителей Далай-Ламы в России. Он приезжал к нам в лабораторию, в Институт физиологии, и планировалось с ним провести очень широкомасштабные исследования буддистской медитации, даже построить лабораторию в Иркутске, на Байкале, вернее, где у них ретрит-центр. Но все завязло в бюрократической машине, опять академики не договорились. Но вот я у него в разговоре спросил, говорю, а вот зачем вам вообще это все надо? Зачем вам эти исследования? Вот что вам это дает? Он сказал, мне лично это ничего не дает. Я буддистом как был, так и останусь. Я как практиковал, так и буду практиковать. Но для вашего западного сознания очень важны факты и доказательства. Поэтому для меня очень важно, что проводить эти исследования. И для меня важно, что, скажем, какие-то люди пойдут к практикам вместо антидепрессантов или алкоголя. Поэтому он очень инициировал эти исследования, хотел их провести, но, к сожалению, не получилось. И когда я у него спросил, говорю, а что будет, если мы ничего хорошего не найдем вообще в ваших практиках, ничего там не увидим, ни в мозге, ни в теле. Он вот к меня посмотрел, улыбнулся, сказал, такого не случится. Ну и, собственно, все. На этом я бы хотел закончить свой доклад. И вот это рукопожатие символизирует встречу, наверное, нейрофизиологии, психотерапии, которая должна состояться, которая я приветствую. И сам в себе я уже эти две руки как бы, пожалуй, соединил, уйдя от психофизиологии в психотерапию. Спасибо за внимание. Спасибо за прекрасный доклад. А можете прокомментировать один свой слайд? Вот у вас измерение безоценочно, воспринять негативный стимул и там сравнение. Вот это, да-да-да, предыдущее. Вот в этот момент те, кто практиковал медитацию, я так понимаю, они в этот момент же медитировали. А, следующий, вот этот, наверное, да? Нет, нет, вот именно тот, который был. Намерение безоценочно воспринять негативный стимул. Они в этот момент же не медитировали, правильно я понимаю? Нет, не медитировали. То есть это речь идет именно об автоматическом, то есть то, что у них уже навык сформирован, и они просто вот такие по жизни уже. Да, но условия были у всех одинаковые, да, и у контроля, и у медитаторов, да, то есть нужно было либо просто смотреть, рассматривать стимулы, либо включать волевым усилием безоценочное восприятие. Так вот, когда медитаторы его включали, им это ничего не добавляло. То есть они уже автоматически, даже при простом просмотре, уже не повышали тонус, да? То есть эта тревога ожидания, повышение сосудистого тонуса у них не происходило. То есть вот так. Такой был эффект. И еще один момент там было, что у вас было понижение частоты сердечных сокращений. Да, это самый первый слайд. А разве он не повышается? Здесь речь идет о реакции короткой, да, то есть вот это несколько первых секунд. Вообще так мы устроены, что когда мы видим какой-то стимул, какой-то сигнал, у нас сердечные сокращения снижаются. То есть это называется ориентировочная бродикардия, и на протяжении первых пяти секунд у нас происходит некое замирание, да, замедление частоты сердечных сокращений. А потом уже при переживании развернутой эмоции, при подключении там других когнитивных процессов уже может частота сердечных сокращений повышаться. Но вообще в принципе на негативный стимул у нас реагируют в большей степени сосуды, да, то есть это сосудистый тонус, это повышение давления за счет именно сосудистой компоненты. Когда мы радуемся, у нас тоже повышает частота сердечных сокращений, но при этом расслабляются сосуды, то есть как бы трубы прочищаются, будем так говорить, когда мы радуемся. Сосуды расслабились, сердце усилилось, вот это как бы коррелят положительные эмоции. Ну да, можно и так сказать. Да. Вот вначале был слайд о том, что для своего исследования в качестве медитаторов вы взяли представителей сахаджа-йоги. Скажите, пожалуйста, чем вызван данный выбор, потому что сахаджа-йога, она не является какой-то древней системой знаний, а достаточно молодой культ, возникший всего лишь в прошлом столетии. Вот чем вызвана именно этот выбор ваш? Ну, во-первых, он вызван чисто технически, потому что кто был, того и взяли. У нас, нам необходимо было набрать 30 медитаторов с опытом медитации 5 и более лет. Все ясно. Ни к кому другим у нас доступа в тот момент в Новосибирске не было. То есть какого-то определенного критерия не было? Если бы он был, то мы бы, конечно, об этом подумали, но, к сожалению, не было. Потом он появился уже, мы вышли на буддистский центр, но, к сожалению, институт уже не был больше заинтересован в исследованиях медитации. Спасибо за интересный доклад. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот как раз Сергей Валентинович нам помог тоже еще раз убедиться, что четвертая волна, она зреет, идет и развивается. Еще есть вопросы? А, извините. Тогда мы еще раз попросим, если можно ответить. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот на самом деле, вот лично у меня какие вопросы родились? Понятно, представители, которые занимались медитацией достаточно длительно, вот хотелось бы узнать, до того, как они начинали заниматься медитацией, какое у них было оценочное мышление, ну, потому что вот в сравнении хотелось бы увидеть, потому что понятно, что работа их мозга, она вероятна, да, мы можем предположить, что она обусловлена медитацией. А что было до этого, непонятно. Очень хороший вопрос, его все задают, и никто не может на него ответить. Если бы у нас была возможность провести лонгитюдное исследование 20-летнее, мы бы ответили на этот вопрос. Пока мы можем лишь предполагать. Но в этом исследовании у нас действительно были люди, которые, ну, то есть, это к вопросу, в медитацию идут уже особые люди, да, какие-то с какими-то предиспозициями, да, с преподготовками или сама практика влияет. Это вопрос вечный. Пока мы не сделаем лонгитюдное исследование, ответа на него не будет, я вам сказать не могу. Единственное, что другие работы, вот не эти исследования предыдущие, там брались в качестве контрольной группы, не совсем контрольной, а те, которые занимаются медитацией, но занимаются год примерно, да, то есть, как бы уже пришли, то есть, они уже несколько ближе, ближе к чистому контролю, так скажем. Но все-таки на ваш вопрос ответа пока нет. Можно еще один очень маленький вопрос? Вот, понятно, функциональное МРТ, так полагаю, делали, да? ЭЭГ, электроэнцефалография, вызванный потенциал. Вот насколько точно можно сказать, что в этот момент действительно у этих людей было безоценочное мышление, потому что, по идее, да, может быть, они пользовались какими-то техниками, снижающими там тревогу или возбуждение и так далее. Опять-таки, по последнему слайду, да, где показано было, на какие лица они обращали внимание, они ведь, да, обращали на нейтральное лицо внимание, они исключали негативные эмоциональные реакции и очень внимательно смотрели на лицо изображающую радость. Как бы вот все-таки оценочность какая-то, ну вот мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. То есть, действительно ли у них было безоценочное восприятие или все-таки это были какие-то… Сейчас, я промотаю вот на этот слайд, да, по которому вопрос. Ну, как бы не совсем только… Вот это, да? Ну, вот этот, да? Да, да, по большей части. То есть, да, эффект заключался в том, что медитаторы практически вот фиксировали вот здесь вот, да, внимание, то есть они игнорировали вот эти лица. А контрольноиспытуемые и эти лица рассматривали, и лица гнева, кстати говоря, вот эти два лица были в основном те, на которые обращал внимание контроль. И у вас вопрос, было ли в этот момент у них безоценочное мышление? Можем ли мы это называть безоценочным мышлением восприятия? В данном случае речь об этом не идет. Это был… Этот эксперимент был проведен лишь для того, чтобы сказать, что у них… Вопрос не в том, что у них в этот процесс безоценочное мышление, а в том, что у них вообще меняется в принципе система, ну, как бы вот оценки, система восприятия негативности, да, сигнала, его угрозы персональной значимости и так далее. Ну, по большому счету, какая разница, вот какое имеют значение эти лица? Да никакого на самом деле. И мозг медитатора в этот момент говорит, да они никакого значения не имеют, это просто фотографии. А контрольноиспытуемые для них-то что-то значит, несмотря на то, что это просто фотография. Оценка включается на нейтрал и на плюс, а на минус оценка у них не включается, да? Выходит так. Вот этот слайд, да, то есть он показывает, что вот контроль – это синенькие столбики, вот видите, у них на радостные лица, да, вот радостные лица, и гневные лица, и испуганные лица, да. Ну, на радостные чуть больше, но в принципе вот эти вот три столбика у них достаточно высоко. У медитаторов, видите, один-единственный пик, да, радостные лица, а гневные игнорируются как нерелевантные, как незначимые, как не имеющие смысла для того, чтобы на них вообще фиксировать внимание. И это действительно так, по сути. Если бы это были реальные лица или мужик с топором, например, да, с таким лицом, то, наверное, медитатор должен был бы убежать все-таки, да? Это было бы правильно. Если бы он не убежал, тогда мы бы говорили о том, что, ну, практика медитации совсем, да, уж расслабляет до такой степени, что уже витальные стимулы не воспринимаются. Но это не так. Хотя такие исследования тоже надо провести. Поняла. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас позвольте вручить премию в перерыве между нашими докладами. Маленький технический перерыв для вручения премии Черневой Татьяне Владимировне из Новгорода, нашего близкого во всех смыслах города, за социальный проект, о котором мы уже говорили, стоп-суицид, за максимальное количество охваченных не просто вниманием, а большой любовью, заботой и реальной помощью на протяжении длительного продолжительного времени тем людям, которые страдают суицидальным поведением, страдают по поводу суицидов близких. И у Татьяны Владимировны большой опыт вот такой помощи, потому что это не только лица с суицидальным поведением, но это и сложные подростки, и любые люди с проблемами, которым уже много лет Татьяна Владимировна помогает. Поэтому мы хотели это отметить на нашем торжественном мероприятии, на нашем съезде и подчеркнуть вот такие выдающиеся заслуги Татьяны Владимировны и поблагодарить ее за эти усилия. Я вас благодарю, потому что место, где я живу, у нас очень мало психологов и очень мало таких психологов, как вы. И сегодня мой мозг, он настолько напитался и настолько он порадовался, что я отвезу в Новгород все эти радости. И благодарю вас, и счастье, что есть такая ассоциация. Спасибо. 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 Следующий доклад будет посвящен уже освещавшейся проблеме пищевого поведения. Константин Владимирович Рыжков, врач-психотерапевт, директор Центра психологии и психотерапии КПД из славного города Хабаровска, Приморский край, у нас представляет Константин Владимирович. И его доклад «Ортерексия как часть континуума нарушения пищевого поведения». Вот такое замечательное слово может появиться у нас в лексиконе и словаре. И сейчас это слово раскроется важным звучанием и содержанием с помощью доклада Константин Владимирович Рыжкова. Большая честь выступать на таком представительном собрании, как съезд любимой ассоциации. И не буду скрывать, что не легче, потому что был прекрасный доклад Марины Валерьевны по поводу донозологических форм нарушения пищевого поведения. Поэтому какие-то части своего доклада я постараюсь конспективно, быстро пройти. И начну я с того, что… Видимо, я тоже использовал, никак не подружусь. Давайте. Навыки – это наши все. Навыки, да. Значит, мы сейчас смотрим. Вот так. Отлично. Отлично. Спасибо. Предыдущий докладчик говорил об этой модели. Я не буду детально ее больше освещать. Биопсихо-социальная модель – это ведущая, то, что мы сейчас используем в классической медицинской парадигме. Но я бы в своем докладе хотел сказать, что иногда она бывает недостаточно обширна, недостаточно раскрывающая. И вот я вам хочу показать слайд, который часто в Академии расстройств пищевого поведения в США используется для таких презентаций, членом которой я являюсь в этой Академии, где более развернуто и подробно освещается цикл нарушений пищевого поведения. Он гораздо ближе к когнитивной парадигме, и он показывает… Вот если посмотреть… У меня все слетело. В правом верхнем углу вы увидите те самые триггеры, внешние ситуации, стрессоры, которые могут запустить то, что мы подробно потом расписываем в виде концептуализации клинического случая, то, что уже считается расстройством пищевого поведения. И дальше можно уже говорить о взаимном влиянии и на биологические факторы всего организма, и говорят уже о нарушениях метаболизма, липидного обмена, наращивания массы тела пациентам. Как через это можно повлиять на его собственную родную семью? Дальше влияние может распространяться гораздо шире на социальные и на культуральные. Какие-то феномены, откуда тоже могут приходить месседжи в виде каких-то посланий, трендов или субкультурных влияний. И, естественно, все это развивается в преддиспозиции индивидуальных характеристик наших пациентов. Почему я вот этот слайд нашей любимой академии хочу вам представить? Чтобы в психологическом сообществе часто сталкиваются с случаем, что недооценка соматического состояния или, как мы говорим, соматических масок некоторых психотерапевтических клиентов часто это встречается. Вот что может быть при расстройствах пищевого поведения, когда люди это вообще даже не осознают, когда нет внутренней картины болезни. И мы видим только набор соматических симптомов. Общие проблемы – просто колебания веса в любую из сторон, которые могут быть в любом возрасте и у подростков, и у взрослых детей. Просто из общих симптомов – обычная слабость, синкопы, приливы, желудочно-кишечный тракт сверху вниз, травматизация пола стирта, эрозии дентальной, периасмолязисы, кардиораспиратурные системы, загрудинные боли, ритмии, нарушение дыхания, эдема. То есть, казалось бы, симптомы, мало относящиеся к расстройствам пищевого поведения, но они могут маскировать все эти вещи. У вас, в вашем конкретном кабинете, пациент может говорить только об этом, внутри расстройства пищевого поведения. Гастроинституциональные симптомы, дискомфорт эпигастральной области, рефлюксы, запоры, подробно освещать не буду сейчас все, эндокринные нарушения, аминорея или нарушение цикла, снижение миорализации костей, снижение либидо, большая группа нейропсихиатрических симптомов, которые мы гораздо лучше знаем, судороги, снижение памяти, или просто концентрация внимания, нарушение сна, депрессия, тревога, обсессивные паттерны поведения, самотравматизация, и, в конце концов, даже суицидальное поведение. И еще очень большая группа дерматологических, кожных проявлений, которые могут касаться как волосяного покрова, так и вообще всей площади кожи клиента. Это все могут быть маски. К вам пришел человек с нарушением пищевого поведения, который не знает об этом и не расскажет вам ничего. Что-то из этого всего в том или ином наборе мы можем видеть. И Академия нарушения пищевого поведения предлагает для более общего и цельного понимания всего континуума, связанного с пищевым поведением, рассматривать его в виде такой вот оси. В левом углу, в левом столбце мы видим то, что называется принятием своего тела, принятием образом своего тела. Здоровый паттерн пищевого поведения и здоровый вес, который соответствует той возрастной группе или тому типу сложений, которое есть у пациента. Все это называется healthy body image. Следующее, это нарушение пищевого поведения, средний столбец, о котором будет как раз восьмой доклад. И в самом конце то, что уже действительно о болезни, то есть сейчас мы будем говорить о предболезни, то, что не входит в международные и российские классификаторы, не включены в МКБ-10 или в ДСМ-5. Но часто это не включение связано только с техническими моментами. Допустим, по артерексии недостаточно, по-моему, двух или трех метаанализов, и она войдет в классификаторы. Эксессивные и компульсивные тренировки, избыточные тренировки тоже близки к тому, чтобы они в следующий видимо ДСМ уже будут включены. Но сейчас мы их рассматриваем пока как предзаболевание, донозологическая форма, очень широко распространенная в популяции. Итак, что же еще нарушение, но еще не болезнь? Все виды ограничения. Мы не любим использовать термин правильно. Если есть правильно, то есть неправильно. И тут уже появляются ограничения. И речь тут же может идти уже о когнитивных каких-то искажениях. Мы говорим о йо-йо, дайтин и фастинг. Это просто быстрое, еще не компульсивное, неосознанное поедание пищи. Использование стероидов. Часто у спортсменов это бывает. Уже относится к нарушениям пищевого поведения. Просто компульсивное переедание, разовый феномен, однократно наблюдающийся, уже группа риска. Эксессивные тренировки, избыточные, изнуряющие, чрезмерные тренировки, они тоже являются преддиктом, предболезнью к развитию дальнейшему тяжелых расстройств пищевого поведения. И вот крайне правый столбец не все их описывает, он просто самый явный из них вам демонстрирует, это булимия, анорексия и бенжинин, но это не все. Я не стал подробно всю классификацию ДСМовскую или МКБшную приводить. Итак, нервная анорексия. Еще в 90-е годы ее Стивен Брэдман описал, сделал свой опросник, который был чисто когнитивно-психотерапевтический. Он сам ей страдал, он был частью такого спиритуального движения и увлекся тем, что тогда называлось правильным питанием. После этого он, кстати, при помощи техников майнфолнеса с этой патологией справился, детально ее описал и как он о ней говорил. Это те расстройства приема пищи, когда у человека есть такое четкое навязчивое стремление к некоему здоровому и правильному питанию. в различных его проявлениях. К чему это приведет? Человек начинает ограничивать себя в выборе продуктов. Здоровое питание для этого человека становится настолько важным, настолько он на нем фиксируется, что эта озабоченность приводит к тому, что его увлечение, круг знакомых, время провождения существенно изменяются. Если мы будем анализировать его поведение, тут мы видим уже действительно деформацию в сторону дисфункциональных паттернов пищевого поведения. Сам пищевой рацион определяется исключительностью только по критерию вот этому черно-белому полезно-неполезно, рационально-нерационально. Уже неважны вкусовые предпочтения для этого индивида. Каждое нарушение им диеты, срыв или прием запрещенного какого-то продукта вызывает у него действительно сильную тревожность, а в последующем и чувство вины. Есть несколько современных теорий орторексии. Есть точка зрения некоторых авторов, что это абсолютно самостоятельное заболевание. Есть другой подход, где считают, что это возможно либо вариант, либо этап развития другого уже существующего расстройства пищевого, не существующего, развивающего, расстройства пищевого поведения, которое будет развито. Либо есть такой подход, как картерексия картерексия это просто часть проявления расстройства личности, либо просто проявления синдрома. Симптомы. Я уже говорил, только правильная пища. И что эти люди исключают? Искусственные красители, вкусовые вещества и консерванты, пестициды, генномодифицированные продукты, нездоровые жиры, высокие дозы сахара и соли. Казалось бы, правильные вещи. Начинают усложняться ритуалы. Человек многократно, тщательно моет продукты, покупает определенные бренды в определенных местах, тратит на это все больше и больше времени. До трех часов в день эти ритуалы могут такого человека занимать. Он общается только с таким сообществом людей. И постепенно он становится замкнутым и возможно даже антисоциальным. Фанатизм, то самое дихотомическое деление всех продуктов по двум принципам либо неполезные, либо вредные. Страх, тревога, отступление от правильной еды и постоянное беспокойство. Те самые ритуалы, многочасовые, ежедневные размышления о необходимости правильного питания и ведения в целом здорового образа жизни. Постоянный страх болезней, страх увеличения массы тела. детальное, тщательное планирование шопинга, завтрашнего меню, куда пойти, что можно съесть, что нельзя съесть, что иметь в холодильнике, что уже выбрасывать из холодильника. Невозможно питаться, становится вне пределов дома. Нужно сделать весь ритуал, все помыть, все правильно приготовить, поэтому люди перестают ходить в места, в кафе, в рестораны или ходят только в те, которые им рекомендованы своим социумом. Практически полный отказ от употребления уже жиров и быстрых углеводов, а иногда даже и соли. Фиксация на изучении физиологии питания, не будучи медиками или другими специалистами. Люди очень много имеют избыточных знаний из интернета о том, что, как у нас переваривается, всасывается. И это является темой их искания, обсуждения, разговоров. Они присутствуют на этих сайтах, в интернете, стоят в этих подгруппах, в соцсетях. Кроме этого, поведение еще более усложняется. Появляется ритуал, когда нужно ходить и тренироваться в тренажерном зале и наказывать себя за каждое нарушение, за каждую погрешность питания. Нужно считать калории, детально их анализировать себе и появляются еще более усложненные ритуалы по типу самонаказания. Если я нарушил что-то, я должен еще больше потренироваться, я должен больше потрудиться на тренажерах. очень ассоциировано с артолексией другое донозологическое состояние, которое тоже очень широко изучается сейчас. Я вот нашел метаанализ самый последний ноябрьский за 16-й год. На удивление он сделал в институте Южной Дании в университете медицинском, где очень детально исследованы все метаанализы по компульсивным тренировкам. Состояние старое, но в 70-м году еще описано Глассером и оно характеризуется как стремление к физической культуре, к занятию физической культуры с неконтролируемым чрезмерным проведением упражнений с вредными последствиями, травмами или ослаблением социальных связей и отношений. Опять же не существует строгих нозологических критерий. Еще не включено в ДСМ ни в пятерку, ни в МКБ-10. Поэтому официально такой диагноз не ставится, хотя есть много уже и опросников, и много публикаций. Но сама процедура включения в классификаторы, она строгая, определенная, она многими ассоциациями не может быть нарушена, и мы соблюдаем все эти правила. Итак, диагностические критерии для этого состояния были еще в 87-м году предложены Уэллом. Он тоже подходил из аддиктологического концепта, из наркологического концепта, и взял для основания изучения этих феноменов симптомы алкогольной зависимости. И тогда еще были другие, не пятая ДСМ была, он пользовался четверкой. И он описывал это так. Многомерная неадекватная структура физических упражнений, которая приведет к клинически значимому ухудшению здоровья или дистрессу. Аддиктологический подход говорит о том, что есть шесть четких признаков у этого феномена, у этого состояния. Сами упражнения становятся самым важным в жизни для человека, самым значимым для него. У него существует конфликт как у аддикта, так и у этого тренирующегося социумом. Есть эйфория, которая сейчас и нейробиологически доказана. Действительно, там есть уделение эндорфинов, есть там хай-эффект того самого переживаемого кайфа после тренировок. Есть рост толерантности, то есть этих нагрузок все больше и больше и больше становится. Есть симптомы абстиненции в виде бессонницы, слабости, раздражительности, тревожности. Есть рецидивы. Вот по-моему два месяца назад свою автобиографию подробно описал такой рэпер известный именем, который называл себя именно наркоманом, который сейчас сидит на тренажерах, где он детально излил свою душу, что с ним происходит. Вот его суточная доза тренировок сейчас 17 миль. Ему нужно пробежать каждый день. Так он увеличил эту дозу после того, как он прошел метадоновую программу по поводу уже бывшей зависимости отопиатов. Поэтому адиктологическая модель иногда позволяет понять, но всего она все-таки не может объяснить. У меня съехал слайд. Коморбидность и личностные черты. С чем есть коморбидность? С расстройствами пищевого поведения. Считается, что у очень большого процента людей, 39-48 процентов людей с расстройствами пищевого поведения когда-либо прибегают к компульсивным тренировкам. Есть несколько научных подходов. Одни считают, что это самостоятельные феномены, другие считают, что есть зависимость от тренировок и она коррелирует с расстройствами пищевого поведения. Есть такой еще коморбидный феномен для экстенсивных и компульсивных тренировок как мышечная дисморфия. Это часть более широкого феномена дисморфофобического который называется еще мегарексия. Что это такое? В ДСМ-5 описано как расстройство обсессивно-конкульсивного спектра, уже утвержденный диагноз, который есть у бодибилдеров, которые много чрезмерно физически тренируются и используют анаболические стероиды и получают в конце концов гигантское тело, гигантское мышечное тело. Есть коморбидность с обсессивно-компульсивным расстройством и с такими чертами характера, как перфекционизм, нарциссизм и нейротизм. Также есть коморбидность с зависимостями. Часто совпадают зависимости алкоголя, наркотиков с компульсивными тренировками. Негативные последствия боли, травмы эти пациенты игнорируют, длительно существующие травмы, проживаемые боли. Через них они продолжают тренироваться, либо заглушают эти боли самоназначением себе сильных, иногда анальгетиков, иногда наркотических. Происходит хронизация, дополнительная повторная травматизация. Это и есть исходы этих состояний. Есть социальные нарушения. Мы отмечаем, что в этих субкультурах есть некоторая маргинализация и изоляция от общества противоставляют себя либо своим сверстникам, либо всему обществу вне своей субкультуры. И если говорить на нашем съезде о терапии выбора, то по литературным источникам самыми доказанными методами, подробно описанными являются когнитивно-поведенческая терапия, особенно ДБТ много этим занимается, и мотивационное интервью. Две мета-анализа доказаны эффективные практики терапевтические. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание, что на подходе большое количество донозологических состояний, которые нам как психотерапевтам уже очевидны и понятны, если выстроить концептуализацию, что являются. Мы можем психотерапевтический диагноз поставить. Да, юридически мы не можем воспользоваться классификацией ни СМ, ни МКБ, но на этом докладе и видно преимущество когнитивно-поведенческого подхода над просто медицинской моделью, которая, к сожалению, нам не дает всего развернутого понимания этих состояний. эти нозологи будут внесены в классификаторы, причем артерексия в течение двух лет ожидается, ее внесение в ДСМ, видимо, это уже будет шестой ДСМ, но у нас, наверное, как всегда, все будет несколько позже, но я думаю, мы с вами это еще увидим и будем неоднократно обсуждать. И я хотел бы пользоваться тематикой доклада, привлечь ваше внимание к тому, что наша Академия нарушения пищевого поведения США проводит ежегодно такой уже известный день действий по поводу этой патологии. По американской статистике каждый десятый американец сейчас страдает этой патологией. Видимо, примерно такая же статистика и у нас. Нет исследований. Дизайн наблюдений, мониторинга Академии нарушения пищевого поведения по таким регионам, как Российская Федерация, подразумевает не четкие исследования, а просто мониторинг некоторых трендов. Но 2 июня уже через неделю в всем мире, ну в 78 странах вернее, будет озвучен определенный документ, который я вам сейчас покажу. Это интересная выжимка из всей сути нарушения пищевого поведения, которая называется «Девять фактов». Они были разработаны и уже второй год внедряются во всем мире. доктором Синтием Бьюик, членом нашей академии, заслуженным профессором каферой расстройств пищевого поведения и другими очень значимыми людьми и серьезными учеными. Вот вы видите список очень серьезных представительных ассоциаций, которые создавали этот документ. Это был знаменитый доклад, он был два года назад. «Девять развенчанных мифов о нарушениях пищевого поведения». Может быть, вы этот слайд уже видели, «Итак, правда номер один. Многие люди, которые страдают нарушением пищевого поведения, внешне выглядят совершенно здоровыми. Но на самом деле они могут быть очень больны. Семья не ответственна за болезнь. Родственники могут стать как лучшими союзниками пациентов, так и и мешать терапии. Диагноз расстройства пищевого поведения – это серьезная проблема, нарушающая личное семейное функционирование человека. Расстройство пищевого поведения – это не личный выбор человека, а серьезное биологически обусловленное заболевание. Этим расстройством подвержены люди любого пола, возраста, расы, национальности, размера и веса, сексуальной ориентации и социально-экономического положения. Кстати, месяц назад Джессика Альба написала очень трогательную историю о своей дочери, которая страдает ортолексией. И сейчас как раз в Сейтле проходит у дебятишников в терапию по поводу ортолексия. И гены, и окружающая среда играют важную роль в развитии расстройств пищевого поведения. Сами по себе гены не предопределяют заболеваемость. Полное выздоровление при этих расстройствах возможно, но очень важна ранняя диагностика и вмешательство для полного успешного выздоровления. А та самая ранняя диагностика как раз и хорошо бы, если бы проводилась нами, психологами, психотерапевтами, на донозологическом этапе, когда мы имеем еще нарушение, а не расстройство, на средней части континуума, лучше было бы встречать нам этих пациентов в своих кабинетах. Вот этот слайд с логотипом тех серьезных медицинских учреждений, которые поставили свои логотипы в поддержании вот этого слайда. большое спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Константин, во-первых, большое спасибо за доклад, очень интересно. Поскажите, пожалуйста, вы говорили об артрексии, говорили о трех концепциях, скажем так, такое восприятие, как часть или предваряющее расстройство другого расстройства пищевого поведения и как самостоятельное и, честно говоря, третье у меня уже вытеснено. Все информации получены сегодня. Как вы воспринимаете, как вы видите артрексию и часто ли в вашей практике встречались пациенты с, ну, скажем так, чистой артрексией без компульсивного переедания, без бенжетинга, без булимии, вот, очень интересный ваш опыт. Спасибо. Спасибо. Отличный вопрос. Артрексию сложно увидеть у себя в кабинете, потому что такие люди не имеют клиентского запроса. Но вот в рамках проекта, который я веду от Академии нарушения пищевого поведения США, у меня есть возможность обозревать некоторые тренды социальные и микросоциальные. И вот в этом году я исследовал конкурс при помощи своих коллег «Мисс Бикини 2017», который выходил в нашем регионе. 121 девушка со всего Дальнего Востока в двух крупнейших наших центрах Владивостоке и Хабаровска в ВИПовских высших сегментах спортивных клубах, не буду называть их названия, это юридическая сторона дела, участвовали в этом конкурсе. Были привлечены очень большие серьезные средства, мощные рекламные компании, соцсети, сайты, все отлично, хорошо делалось. Мы видели этих девушек, когда они пришли в программу, мы читали дизайн, который они проходили обследование, явно были недостаточны. Скажу честно, это была одна лекция врачей, гинеколога, которая их предупредила, возможно, аминария, предупредила о запрете на пластические операции во время конкурса. А потом они 6 месяцев в этом участвовали. Вот в конце этого 7 из них все-таки сделали пластику в груди. И в аминарии наступило, по-моему, 18 девушек. В компульсивное переедание сразу после конкурса ушли, по-моему, человека 4. И мало того, что слоган мероприятия был очень интересный. Все называлось трансформацией и такая была аббревиатура новая, стройная, сильная. В конце мы получили худую, вернее, даже тощую, злую и старую. Надеюсь, я вам ответил на этот вопрос. Спасибо большое. У меня по спортивной части вопрос. Я так понимаю, что у людей, у которых есть компульсивные тренировки, у них тоже нет клиентского запроса, и может быть, есть какой-то формат помощи и взаимодействия с ними на Западе, либо вы знаете уже какие-то у вас есть случаи, примеры. Спасибо. Очень хороший вопрос. На Западе в серьезных фитнес-клубах есть психологи, которые специально мониторят тренирующихся людей. И если они видят признаки компульсивного, избыточного, изнуряющего тренирования этих людей, они обязательно приглашают их. Конечно, добровольно на беседы. В университетах США, в фитнес-залах, при университетах, это еще жестче мониторится. Там очень строго обращают на это внимание. Ну и еще нет официальных рекомендаций. Есть пожелание Академии нарушения пищевого поведения не позиционировать вот эти девять правд, не говорить о дне действия на любых спортивных мероприятиях. Потому что все-таки есть такое представление, где есть большой спорт, есть нарушение пищевого поведения. Они могут быть не выявлены, могут быть маскированы, но они идут рука об руку очень часто. Поэтому это такая идея не позиционировать день действия по поводу нарушения пищевого поведения в любых спортивных клубах. Я надеюсь, ответил. Спасибо. У меня вопрос такой. Вы когда говорили о компульсивных физических упражнениях, вы говорили о коморбидности с ОКР, с обсессивно-компульсивным, и что там отдела патологическая модель есть. Но ведь описание того, что было при орторексии, первая часть вашего презентации, то там очень многое напоминает об обсессивно-компульсивное расстройство. И более того, я могу сейчас вспомнить сразу с налета двух своих пациенток, которые при обсессивно-компульсивном расстройстве в дальнейшем уходили именно в орторексическое поведение. Ну, правда, может быть, с усиленными еще проверкой дат выпуска и мытья бесконечного продукта, но тем не менее всего этого. А такая модель вообще где-то описана, потому что очень много сходства. Да, таких публикаций о связи ОКР и орторексии много. Спасибо за вопрос, Марина Минировна. Давайте я вам подробно на электронку скину те работы, которые посвящены связи коморбидности между орторексией и компульсивной, любой компульсивностью, вообще любой компульсивностью. Спасибо за доклад. У меня два комментария. Лично мое профессиональное мнение, как спортсмена, категория бикини и вся фитнес-индустрия создавалась в Америке. В Соединенных Штатах номинация фитнес-бикини одна из самых распространенных, в тысячи раз распространеннее, чем в России. Это первое. Второе. Та компульсивная история, которую вы описали, где девочки сорвались в гиперкомпенсацию, это история их непрофессионализма, потому что профессиональный спортсмен знает, как выходить из этой углеводной ямы. То есть, просто этим девочкам мне объяснили, как правильно выстраивать диету, чтобы не было такого компульсивного построения питания. Потому что есть в этой категории спортсменов, конечно, патология, которая может уйти уже за грань, но если подходить грамотно, если подходить с медициной, с поддержкой и консультациями, то это можно минимизировать. Хотя аминария это естественный процесс, к сожалению, как только девочка теряет какой-то процент компонента жира, это физиологический факт, они сами на это идут. Есть ли тут патология психического или психологического уровня, не знаю, но, наверное, 50 на 50. Спасибо. А в чем вопрос? Это просто дополнение этому мнению. Хорошо, я прокомментирую несколько слов. Вот я много слышал от фитнес-инструкторов и консультантов по поводу того, что девочек предупредят, что им расскажут. На руки выдают листик, где расписана диета на 1500 килокалорий, что нужно кушать, что три столбика. Это рекомендация. Кроме того, никто не говорит, что за две недели перед самим шоу будут две недели сушки и не будет мониторинга мочи, какие препараты используются для сушки. Мы это тоже знаем, как они себя сушат, что там идет, и эфедрин, и сауны, и многие другие препараты. Кроме того, с потерей, ну, вы сказали об аминарии, как о некоторой такой мелочи, я вот как клинице с вами не соглашусь. Я все-таки считаю, что это серьезное расстройство аминарии. Да, вы ее связали с потерей жировой массы у девушек. Да, мы, когда, если вы внимательно на сайте Мисс Бикини прочитаете требования ассоциации бодибилдинга к этим девушкам, первая ваша ассоциация будет, что это конкурс экстерьера для собак. Все. Там речь не идет о здоровье, там речь идет о внешности. Мы знаем, что с потерей жировой массы естественно и грудь изменится девушек, поэтому 40% из них имеют пластику груди. Они к этому приходят, если остаются в этих конкурсах. Это не является правилом для исключения их из этих... Нельзя делать пластику дефектов мышц, но грудь, пожалуйста, можно делать. Поэтому тот имидж, который, та роль, которая навязывается женщиной в этих конкурсах, она, ну, для меня, как для клинициста, мягко скажем, сомнительна. Спасибо еще раз за отличный доклад. Можно чуть подробнее прокомментировать четвертый пункт слайда 9 правдивых фактов. Я не настолько силен в бодибилдинге, я занимаюсь тревожнофобическими расстройствами и нарушения пищевого поведения там нередки. Вот этот номер 4, для того, чтобы как-то более осознанно ссылаться на этот пункт, есть ли какие-то данные о том, что все-таки это не личный выбор, а именно серьезные биологические заболевания. Вы-то более глубоко в теме. Спасибо, очень хороший вопрос. Вот буквально три недели назад в Израиле был выделен геном, уже прям геном выделен, который четко, доказанно отвечает за один из видов расстройств пищевого поведения. То есть мы, да, есть такие серьезные, если вам интересно, я вам скину эти ссылки. То есть генетические вещи уже доказаны, действительно научно доказаны. А можно ли это выявить, например, при генетическом анализе? Ну, это уже большая дискуссия. К сожалению, у нас со временем не так хорошо, если вы посмотрите на часы, чтобы так разворачиваться. Ну, если такой микрокомментарий, то мы практически с регулярностью раз в квартал узнаем о генах, которые отвечают за шизофрению, а потом забываем об этих генах, потому что они, оказывается, за много чего отвечают или ни за чего не отвечают. Поэтому это такое очень большое разнообразие в слове генетика мы можем наблюдать. Поэтому мы, увы, несмотря на то, что расшифрован уже весь геном человека, пока не можем провести такие четкие корреляции между этими нуклеотидами и потом поведением человека. Это спекуляция. Поэтому давайте будучи когнитивно-поведенческими психотерапевтами все-таки придерживаться логического диспута и смотреть на основания. То есть основания пока больше гипотетические. Но в любом случае мы хотели бы поблагодарить... А можно комментарии? Вот Дмитрий Викторович отлично сказал сейчас генетика генетикой, но ведь главное не идеальное тело. как когнитивные терапевты, понимаем, что эти люди говорят идеальное тело это недостаточно. Нужно так жить. Нужно это идеальное тело с ним все время что-то делать. Это модель поведения. Это дисфункциональные паттерны. Им недостаточно однократного идеального тела. Они так выстраивают жизнь. Позвольте поблагодарить Константин Владимирович еще раз за его доклад. Очень серьезную проделанную работу и исследовательскую, и терапевтическую, которая параллельно идет в центре, который он возглавляет. И позвольте поздравить с наградой не только уже Константин Владимирович, но в его лице и вместе с ним всю делегацию из Приморского края, из Хабаровска и в вашем лице уже в вашей делегации все Хабаровское отделение за тот уникальный и замечательный проект наведение не просто мостов, а проторение целого шелкового пути Константин Владимирович и также представители Хабаровского отделения Евгений Шаповалый, который здесь находится, и другие коллеги, которых пока нет с нами, но они были уже на предыдущем съезде, будут, я уверен, на последующих, побывали с визитом в Китай и провели там целый цикл встреч, семинаров, лекций и показали нашим китайским коллегам высокий уровень российской науки и практики и представили очень достойно нашу ассоциацию, за что мы хотим поблагодарить и самого Константина Владимировича и все наше Хабаровское отделение замечательных его передовых таких участников за эту инициативу. Мы вручаем премию в символическую как мы хорошо видим Павлов с собакой и грамоты участникам этого проекта. Я хочу, коллеги, представить вам Евгения Викторовича Шиповалова, без которого этот проект не состоялся. Это уже представитель четвертой волны когнитивно-поеденческой терапии, а именно он за уральским хребтом нейровизуализатор номер один. Это врач, нейропатолог, очень известный, который как раз теми ФМРТ занимается и прочими службами, гаджетами. Я тоже хотел бы поблагодарить за эту премию. Константин Владимирович, как всегда, немножко преувеличивает. Когда я вчера садился в самолет, мне позвонили и сказали, что аппараты МРТ должны вот-вот починить, не прошло и трех лет, а именно два с половиной. Так что по приезду я надеюсь, что все-таки функциональным магнитным резонансом можно будет заняться на практике и попытаться действительно перейти к четвертой волне. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вы видите, дух четвертой волны не просто витает, он так материализуется и уже выстраивает такую определенную мозаику. Но еще не отшумела третья волна, поэтому сейчас слово для доклада предоставляется Максиму Олеговичу Александр Доклад непростой, уже анонс многие видели. Это третья волна КПТ. Как разделить религиозно-мистическую и научно-практическую составляющие? То, о чем я хочу сегодня говорить, это уже о поднимавшейся сегодня проблеме сохранения научности при движении в третью волну, а может быть и дальше. Вот, и, как говорится, сюрприз в том, что я по первому образованию математика по роду деятельности занимаюсь искусственным интеллектом и когнитивным моделированием творческих процессов уже 25 лет будет в этом году и в себе соединяю еще много чего, поэтому внимание потребуется особенное, тут будет и математика, и физика, и искусственный интеллект, и даже психотерапия в измененных состояниях сознания. Я начал в 18-30, да? Как сегодня уже говорили, в 1979 году Джон Кабетзин предложил использовать для реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями секулярный вариант буддистской медитации практику mindfulness. Клинические испытания показали ее эффективность для снижения стресса, уменьшения интенсивности боли, раздражительности, утомляемости и тревожности. Возникли методы, интегрирующие когнитивно-поведенческий подход и mindfulness в разнообразных формах. Казалось бы, все в принципе знакомо, работа с телом, вниманием в КПТ не нова, например, мышечная релаксация по Джекобсону использовалась для контрабуславления уже давно, и все в принципе безопасно, то есть попадание в религиозный мистический контекст невозможно, так как mindfulness из нее исключены мистические аспекты буддизма, и используется общая установка на вынесение всех религиозных вопросов за рамки терапии. Однако, то ли внутренняя логика mindfulness, то ли сила традиции, стоящая за этим инструментом, то ли почва западного менталитета, на которую его попытались привить, дали о себе знать. Помимо изначального направления, где mindfulness помогала формировать дистанцию к мыслям, метапозицию, улучшать контакт с актуальным психическим состоянием, осознанно проживать в настоящий момент, появились два других вектора развития, один из которых Андрей Владимирович Курпатов сегодня так прошелся по нему, это один из векторов, на мой взгляд, антитерапевтический, в котором mindfulness стала использоваться как средство для подавления симптомов, избегания, отвлечения от неприятных ощущений. Конечно, это не про третью волну, а про широкие массы, и вот он сформулировал, что речь идет о психотерапевтической технике переключения во внешнее, которая призвана занять канал восприятия с тем, чтобы заглушить звучание голови дефолт-системы. Но кроме этого появился и другой вектор, другой вектор, так сказать, запредельный. Он оказался нацелен за край рационально постижимого, на метафизические вопросы, в область неустранимых противоречий, туда, где заканчивается научное, начинается мистическое. Начали использоваться понятия, имеющие прямые соответствия с буддийским путем духовного развития, и вот буквально недавно Джон Кабадзин говорит, я не хочу этого разделения на две части секулярное и священное. Я не хочу отказываться от священного. Конечно же, mindfulness – это не только про уменьшение стресса и снижение эмоциональной боли, а про понимание глубокой структуры реальности, про то, что все соединено со всем. И речь уже идет не о cognition и мета-cognition, а о awareness, о том, что mindfulness правильно называть, heartfulness, то есть сердечность. Помимо практики безоценочного направления внимания на мысли и ощущения, говорят уже о другом уровне медитации, медитации недвойственности, выходе за пределы привычного «я» и третью волну когнитивно-поведенческой терапии характеризуют не только как фокусирующиеся на отношении к мыслям, противовес к фокусировке на их содержание во второй волне, но и как терапевтическую работу с так называемым выходом за пределы когнитивной сферы. Связано ли это появление этих вопросов с религиозными корнями, mindfulness, или с какими-то другими принципиальными причинами? Можно ли эти вопросы полноценно исследовать, развивать и использовать, оставаясь в рамках научной парадигмы? Необходимо ли для этого ограничиться формами, вписывающиеся в когнитивную сферу? Какой вид рациональности может быть использован для научной работы с тем, что находится за пределами когнитивной сферы? Есть ли в этом терапевтические ресурсы, какие принципы могут обеспечить глубину? Я думаю, что в поисках ответов на эти вопросы можно быть полезно изучить опыт столкновения фундаментальных наук собственными границами позвания, опыт духовных традиций, опыт психотерапии в измененных состояниях сознания. Проблемы границ и возможности работы на этой границе не уникальны для психологии. На рубеже 19-х и 20-х веков математика столкнулась с аналогичной ситуацией, названной кризисом оснований. Кризис был связан с возникновением и становлением теории множеств Георга Кантора. Все основные понятия математики были выражены в терминах этой теории. Казалось, что наступил рай, задача формализации математики решена, ее здание абсолютно прочно и нерушимо скреплено логикой, точными доказательствами и аксиомами. Однако выяснилась противоречивость этого подхода. Были обнаружены так называемые антиномии, то есть пророчные которые при помощи верных логических рассуждений одновременно можно... То есть парадокс и теории mange с антиномией, сущность которых состоит в том, что при помощи верных логических рассуждений одновременно можно вывести некое утверждение его противоречия. Вот одно из таких утверждений. Антиномии были в той или иной форме связаны с самореференцией или с бесконечностью. Попытки преодолеть эти противоречия и построить непротиворечивый свелись к проблеме непротиворечивости аксиомоарифметики. И вопрос был решен в 30-м году, когда Курт Гёдель доказал, что невозможно в рамках формальной системы, это очень важный результат, доказать ее собственную непротиворечивость. То есть система не может познать сама себя в математическом смысле. Ну и вывод из этого заключается в том, что избавиться от антиномии в принципе невозможно. Преодоление одних приводит к появлению других. Установив этот факт, математики перестали спорить о верности аксиоматических систем, отвернулись от этого вопроса и стали развиваться в сторону, где проблем нет. Ну и казалось бы, какое отношение эта история вообще может иметь к психологии? И, несмотря на то, что у математики собственный предмет и собственный метод, мы можем здесь найти несколько полезных мыслей. Первая мысль в том, что возможности рассудочного мышления аристотелевской логики в самоописании ограничены, и это строго доказано. Осознание этого может помочь пониманию важности работы с внекогнитивной сферой, может помочь в процессе познания себя оставаться открытым для опыта неподдающегося рассудочной интерпретации. Это также означает, что при попытках построения всеобъемлющей теории психологии, при построении личной теории мира и себя, не получится использовать закон исключения третьего, и придется либо научиться пользоваться какой-то иной логикой, логикой, которая выдерживает противоречия, либо пользоваться набором теорий, которые противоречат друг другу. Еще более интересные мысли нужно обнаружить, если обратиться не к самому математическому результату, а к опыту людей, занимавшихся этой проблемой. Тут мы увидим, как погружение ума в неразрешимые вопросы, уверенность в возможности их разрешения повлияли на психическое состояние математиков. Принципиальная расщепленность самой сути проблемы как будто бы отразилась в их психике и способствовала попаданию в нервную лечебницу того же Георга Кантера. Интересно, как вокруг этой чисто научной задачи возник мистико-религиозный контекст. Он проявился в претензиях теологии на исключительное право трактовки бесконечности, в переключении внимания Кантера и Гёделя на доказательство существования Бога и в эвристической связи христианского мышления, христианского мистицизма, простите, и возникших для преодоления проблем школ логики. Тут речь идёт о русской школе, об идеях имя Славия, Егора, Вилузине, Павел Флоренском. Кажется, что столкновение с проблемами границ, с неразрешимыми проблемами вообще вызывает разворот внимания исследователя на себя, на экзистенциальные вопросы, на своё место в мире. Похоже, что эти вопросы оказываются своеобразным зеркалом нашей личности. В этих проблемах общий компонент – это объект, ссылающийся сам на себя, внутренне противоречивый, антиномичный или бесконечный, выводящий за пределы привычной логики. Изучение этого объекта приводит к запуску механизма рефлексии. Исследователь обнаруживает пределы возможности собственной логики, и объектом его рассмотрения неизбежно становится он сам, его способ мышления, его трансцендентальные основы. Это имеет непосредственное отношение к методам психотерапии, использующим транспекцию наблюдения за мыслями. Зеркало в них – необходимый инструмент. Практика мышления о предмете или восприятии другой реальности, будь то законы математики, законы природы, которые открывает физик, могут стать этими зеркалами, если так целенаправленно используются. Но практика мышления о проблемах оснований является зеркалом по самой своей сути. Обращает на себя внимание и то, что интеллектуальный тупик, требуя другого мышления, другого языка, привел к обращению к сфере мистической. Очевидно, что и появление понятийного аппарата духовных традиций вокруг mindfulness совершенно не случайно. Если мы обратимся к опыту духовных традиций, то обнаружим, что путь их познания мира и заботе о душе погружен в сферу запредельного, трансцендентного, от которой математики отвернулись. Существует большое разнообразие конфессий и школ со структурированными путями трансформации личности на пути к высшему. Не умаляя уникальности каждой из этих школ и принципиальных различий в их подходах, обращает на себя внимание то, что в той или иной форме в них возникают антиномии, также возникают антиномии обращения к бесконечному и непостижимому, выхода за пределы ограничений и логических вербальных средств, использующих диалектикой логики. Приведу в одну цитату. Вот Вышеславцев пишет о христианстве. «Христианство насквозь диалектично. Оно движется в области предельных понятий, которые антиномичны. Оно открывает и переживает высшие антиномии мира и души, имманентности и трансцендентности. Оно обещает найти их решение. Сам Христос есть живой ответ на этот вопрос, так как Он сам живая гармония противоположностей». Дзен-буддизм и кааны, антиномичные вопросы задаются не для того, чтобы ученик получил на них ответ, а для того, чтобы он обнаружил в поисках ответа самого себя и ограничения собственного мышления. Существует целый ряд исследований о терапевтическом потенциале, не специфичных для конфессии номинозных состояний сознания, как в психологической, так и в физиологической даже сфере. Релевические исследования в психологическом и нейрофизиологическом подходе выделяют общие черты воздействия мистического опыта на человека. Что если при психотерапевтическом заимствовании духовных практик строить объяснительные модели, исходя из этих общих функциональных и логических аспектов? Возможно, это поможет справиться с силой притяжения концепции и лексики отдельных вероучений, использовать этот опыт для овладения собственным поведением, оставаясь при этом в научной парадигме. Математика и духовные традиции продемонстрировали два полярных подхода по отношению к границе познаваемого. Увидеть непроницаемое зеркало, отвернуться от него, или увидеть окно неизведанное и нырнуть туда. Но существует и третий вариант, если хотите, срединный путь, который нам демонстрируют коллеги по когнитивной революции, работающие в области искусственного интеллекта. Со дня рождения когнитивной науки предпринимались попытки описать мышление человека на языке компьютерной программы, на языке логики. Десятилетия развития искусственного интеллекта в этом направлении показали на практике, что ограничения в когнитивном подходе здесь не только принципиально-теоретические, но и практические. Создать и поддержать антологии для решения задач, с которыми человек справляется с легкостью, оказалась неподъемная проблема. Вначале думали, что получив больше вычислительных ресурсов, проблема будет решена, но потом выяснилось, что ограничения есть и у людей, разрабатывающих системы, и в возможностях логики. И на 30 лет наступила так называемая зима искусственного интеллекта. Последние несколько лет мы можем наблюдать прорыв, множество задач, не поддававшихся до сих пор решению, сдаются под напором технологий глубинного обучения. Смысл прорыва в радикальном снижении роли когнитивных моделей, когнитивных архитектур, логических описаний, непротивлячивых антологий в представлении знаний. На первый план сейчас выходят искусственные нейронные сети, в которых знания формируются в процессе полностью или почти полностью неэксплицированного, неформализованного обучения. Это очень похоже на то, что в человеческом мире называется неявным знанием. tested knowledge. За счет огромного количества соединенных друг с другом искусственных нейронов образуются нелокализованные, неструктурированные, внутренне противоречивые и при этом прекрасно работающие представления знаний. Я помню о разнице в предметных областях и методах, но согласитесь, в этом случае она уже не так велика, как с математикой. Здесь мы говорим уже о когнитивных моделях, об исследовании мышления. И я воспринимаю эти результаты как еще один аргумент в пользу наличия потенциального ресурса за пределами когнитивного. Также тут видно, что выход за понятийный языковой подход не обязательно связан с мифологическими языками. Осталось немного. Еще одна научная дисциплина, продемонстрирующая срединный пункт, не отвернувшийся от фундаментальных проблем, и нашедшая способ работы с противоречивым и неверазимым физика. Посмотрим на то, как физики справились с несовместимостью двух теорий света — корпускулярной и волновой. Главным для нашего рассмотрения моментом в построении квантовой теории являются не эти замечательные двухчелевые инструменты, когда фотоны света проявляют то волновые, то корпускулярные свойства, а то, каким образом была сформулирована и какие возможности для понимания дает объединяющая их теория. Эта теория была получена на языке математики. В описании использовались бесконечно мерные пространства, а не классические логики. Теория является наиболее проверенной в области науки, но консенсусов понимания и ее смысла не существует. Существует множество интерпретаций, которые согласуются с формулами, но несовместимы между собой, и в принципе невозможно установить, какая из них верна. Нельсбор сформулировал принцип дополнительности, согласно которому для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих дополнительных набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как оцелостных. Здесь мы можем увидеть несколько важных моментов для психологии. Во-первых, взаимное противоречие двух теорий при описании одного объекта не означает автоматически, что одна из них не верна. То есть полное описание можно дать при помощи нескольких противоречащих теорий, или при помощи одной, но содержащей взаимоисключающей понятия внутри себя. И при этом возможность понятия, осмысления, интерпретации верной теории может отсутствовать в принципе у человека. И воспринимать эти интерпретации стоит всего лишь как ограниченные метафоры. Научную работу стоит акцентировать не на создании новых верных теорий, а на попытках опровергать существующие, и попытках сочетать верные, но противоречащие друг другу. Рациональность, логика, которая тут требуется, обязательно должна включать в себя противоречие, умение работать с неконсистентной информацией. Похожая ситуация со слепым и слоном – это неизбежный удел знания, пытающегося быть полным. И последний раздел про опыт холотропной терапии. здесь важный вопрос. Как возможно работать в условиях, когда теории всего лишь интерпретации? На что опираться, если эти теории относительны, метафоричны и противоречивы? И анализ холотропной терапии, в рамках которых за 40 лет накуплен большой опыт соединения духовных традиций и психотерапевтической работы, здесь, думаю, может быть полезен. Я знаю, что отношение к холотропному дыханию в профессиональном сообществе неоднозначное, но уверен, что заслуга в этом принадлежит не столько самому методу, сколько тем практикам, которые не сумели на деле отделить научно-практическое от мистического и сектантского. К счастью, есть и те практики, и в России эти практики есть, кто смогли остаться на профессиональном поле, работая в этой парадигме. Анализ обоих этих групп позволяет увидеть важные принципы. По сути, ядро метода — это медитация, безоценочное направление внимания на мысли и ощущения. Телесная работа помогает удерживать внимание и амплифицирует симптомы. Измененное состояние сознания позволяет эффективнее выходить на актуальные переживания. Для интеграции используются самые разные методы, от арт-терапии до когнитивно-поведенческой терапии. И на собственном опыте я испытал это как в роли клиента, так и терапевта. Это удивительное сочетание. Центральный принцип работы терапевта-фасилитатора в отказе не только от медицинской модели, но и от какой бы то ни было интерпретации. Претензии на понимание того, что происходит с клиентом, куда и как ему необходимо стремиться. Радикальный гуманистический подход. Фасилитатор фактически осуществляет практику недеяния. Встречается с клиентом там, где он находится, принимает и поддерживает его, принимает и поддерживает его, создает безопасные условия и помогает возвращать внимание к себе. Возвращение силы клиенту, качество присутствия и внимание фасилитатора это то, что является терапевтическими механизмами этого подхода. Но работа в ситуации предельной неопределенности и неизвестности способна, особенно открытость клиента в измененных состояниях сознания создают богатую почву для активации теневых аспектов фасилитатора. Крайне важны тут постоянная и глубокая личная терапия, супервизия, работа в команде, причем это все независимо от опыта и уверенности терапевта в своих силах. Мне кажется, что холотропная терапия и когнитивно-поведенческая терапия в своей третьей волне движутся встречными направлениями. Первая, взяв практики духовных традиций за предельным и над личностным дискурсом, постепенно очищает и интегрирует их. А вторая ищет пути выхода за ограничение когнитивного. Думаю, что обмен опыта тут может быть чрезвычайно полезным. Так где же находится граница между научно-практическим и религиозно-мистическим? Мне кажется, она там, где мы воспринимаем запредельный опыт не через линзу относительных и непроверяемых описаний, где мы рассматриваем медитацию не как практику соединения, очищения сознания, преоделения иллюзий индивидуальности, автономности, а там, где мы помним, что это просто зеркало, что это психологическое орудие для контакта с собой, для овладения собственным поведением. Конечно, необходимо осознавать опыт, говорить о нем, но, надеюсь, я сумел показать, что помимо мифологических тут существуют и другие возможности построения научно-практических базисных идеализаций. На этом разрешите закончить свой доклад и поблагодарить за внимание. Спасибо большое за ваш доклад. Вызвало отклик ваше мнение про холотропное дыхание, а вопрос такой, не кажется ли вам, что попытка сближения холотропного дыхания с когнитивно-поведенческой терапией содержит определенного рода риски, потому что, на мой взгляд, есть определенная эксплуатация мифологического мышления. По крайней мере, люди, которые занимаются холотропным дыханием, они именно так расценивают. Я вышел там куда-то, нашел там силу, вернулся сюда. То есть это вот как бы поддержание такого, что, в общем-то, работает против, наоборот. Я думаю, что сближение и формулировка в таком виде, они, думаю, пока никакой речи даже не может идти, поскольку тот шлейф негативных коннотаций, которые есть вокруг холотропного дыхания, особенно в России, он совершенно не полезен для сохранения КПТ статуса научности. У КПТ с третьей волной в плане научности хватает проблем. Здесь я больше говорю об общении, поиске методов и способов, как удержаться на границе. То есть взаимное обогащение. Скажем, опыт вот этого безоценочного присутствия и работы в полной неопределенности, это просто, ну вот, знаете, как говорят, сливочное масло в картошку, сколько вы кладете в пюре? Положите в два раза больше, будет вкуснее в любом случае. Так и тут гуманистический подход нельзя, как это по-русски сказать, сделать, много его нельзя сделать. И если в этих условиях смотреть, как это работает, этому можно учиться, практиковаться. Собственно, Гроф с этого и начинал. Это не был широкий метод, это было повышение квалификации для тех людей, которые понимают, что такое психотерапия, что надо ходить на супервизии, и как надо вести себя с клиентом. И, собственно, те практики, которые сохраняют здоровый подход, профессиональный подход, они в основном из психиатров, из медиков, из тех людей, которые имели большой опыт. И тут именно вот эта практика, этот обмен, возможно, какие-то базовые философские вещи, то есть выгодский гегель, это то, на чем можно основывать построение вот этих вот вещей, аккуратных, очень ювелирных, работая на границе, чтобы не свалиться, чтобы не построить секту имени себя, чтобы вспоминать о том, что терапевт должен там корону снимать и крылышки подрезать, как бы это ни было больно, каждый день. Да, спасибо большое. Вот в связи с этим, можете Вы назвать, например, конкретные города, места по роли явки, вот людей, которые практикуют, именно так, как говорите Вы, профессиональный? Да, конечно. Несколько лет назад новое руководство появилось у трансперсонального тренинга ГРОФа в России, это Владимир Емельяненко, Александр Емельяненко, они из Ростова-на-Дону, собственно говоря, я вот 9 лет уже как практикую, вначале практиковал, потом стал учиться в тренинге ГРОФа, и они работают по всей стране, и в Москве, и там в Воронеже, и в Ростове, и в Новороссийске, то есть, и вот сейчас они масштабные поездки, китайское правительство в рамках вот этой программы приглашало ГРОФа, и там целая программа открыта, лекции и практические занятия и в Европе, и в Лондоне, в общем, есть сайт тренинга ГРОФа, точка РФ, и там можно все найти. И, собственно, есть люди, которые вот обучаются и поддерживают этот уровень. Там серьезные методологические проблемы связаны с тем, как обеспечить, вот чтобы человек это понял, прочувствовал, следовал этим принципам. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Хорошо, тогда спасибо большое. Благодарим за такой насыщенный доклад. Надеемся, что нашим участникам хватило ресурсов для восприятия такой непростой темы в конце нашей встречи, сегодняшней, безусловно. Позвольте тогда перейти к сладкой части, к десерту, к раздаче слоновках в Хаттабыче. Сначала выдача карт членов. Уже нашим членам со стажем сейчас мы выдадим карты, можно их назвать апгрейдженные, такие уже расширенные, расширенные, поскольку у нас идет такой важный и социальный процесс одновременно роста наших специалистов, их развития, превращение их в лидеров, лидеров направлений, лидеров неких действий, которые во многих сферах осуществляет наша ассоциация. Позвольте поздравить в связи с этим и поблагодарить одновременно Ольгу Леонидовну Размахову. Вы все ее знаете по ее активному присутствию в социальных сетях. И она теперь является руководителем просветительских и социальных проектов Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Давайте поздравим и соответственно за такую замечательную деятельность, направленность и социальную активность. Мы вручаем вот эту премию собаке Павлова. Собака Павлова вручается за диссертационное исследование, точнее исследование в рамках диссертации, которое посвящено практикам mindfulness, практикам осознанности и по специальности Ольги, по специальной психологии. Это, наверное, будет первая либо одна из первых диссертаций по mindfulness. Это еще и большая социальная активность в науке, потому что это расширение горизонтов, не побоюсь этого слова, mindfulness у нас уже сегодня звучал неоднократно, но те доклады, которые вы уже слышали, которые делала Ольга Леонидовна, это посвящено проблемам еще и детям сиротам. И вот работа с ними это такой compassion focus therapy, то есть это терапия состраданием одновременно и такой вариант mindfulness, как мы только что слышали, сердечного. Поэтому сердечный mindfulness это у нас одновременно объединение и науки, и социальной направленности этой науки. поэтому это не только такой холодный ученый с трезвым умом и дескриптивным описанием результатов, но еще и сострадательный человек, который направляет свою активность на помощь другим. Поэтому за это большое спасибо Ольге Леонидовне и такой резонанс большой в моем сердце она получила как раз за счет своей сострадательности к моей маленькой микроскопической локальной беде, в которой она очень помогла. И вот с этого закрутилась, завертелась такая интересная уже плодотворная и грандиозная история. И я надеюсь, у нее будет не менее грандиозное продолжение. Такая длинная речь. На самом деле я вот сейчас понимаю, наверное, сегодня максимально осознала, насколько время действительно субъективно воспринимается, потому что я помню, как год назад я смотрела, ну, как я думала пойти на съезд, потом я думала, что я же ничего не знаю по КПТ, ну, точнее, я знаю, но я не знаю никого из КПТ, и как-то вот, как там я буду себя чувствовать, и как вообще там находиться, и зачем туда приходить, и что там вообще будет, и как-то вот это у меня все в голове не складывалось. и я понимаю, и я понимаю, что это было, ну, всего лишь год назад, с одной стороны, всего лишь год назад, а с другой стороны, я помню, как тогда же в мае я была на мероприятии, я видела этих людей, я как бы, ну, очень хорошо помню там доклады, я помню какое-то свое ощущение и мою реакцию внутреннюю, и я уже тогда хотела, ну, как-то там познакомиться, как-то что-то, может быть, как-то сотрудничать, но потребовалось какое-то время, чтобы это сотрудничество начать, и вроде как только с ноября я в ассоциации, ну, так более-менее активно, и ощущение, что это, ну, это не может быть полгода, то, что это уже намного дольше, то, что мы за это время сделали столько всего, что, ну, как-то вот время совсем, ну, совсем другое, вот, и для меня это очень важно, и, наверное, я бы не смогла бы сделать такую немножко реконструкцию своей диссертации, действительно, если бы не поддержка со стороны ассоциации, что для меня очень важно, вот Снежана Замалиева ушла, но, как бы, вот она очень сильно поддерживала во многом по направлению и Дмитрия Викторовича, то есть, в принципе, как бы, это колоссальная возможность, то, что и регулярное, как бы, общение на тему, не только диссертации, но и майнфланс в целом, и сообщество, то есть, для меня это, ну, вообще, просто мега важно и значимо. Вот, спасибо большое, я думаю, что дальше мы только больше будем делать и лучше, интереснее. Прекрасно, спасибо, очень вдохновляюще. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая карта, тоже в виде апгрейда, вручается Надежде Александровне Клепиковой, которая также уже была членом нашей ассоциации, а теперь является еще и руководителем направления ПСИСТАРТ. Это помощь молодым специалистам, такой волшебный пендель для них, для их качественного развития. И мы благодарим за такую активную работу и вручаем премию. Прошу озвучить. Премия вручается именно за внедрение принципов КПТ в организацию этого направления, потому что само направление посвящено развитию специалистов, молодых специалистов, их базовых компетенций, не компетенций КПТ-терапевта, а просто базовых компетенций психолога, психолога-консультанта. Но как это сделано, как организовано, может быть, только с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Может быть, спасибо большое. Коллеги, я очень взволнована, потому что это моя первая награда и премия в области психологии, психотерапии. Для меня это большая честь сейчас ее получить. Я просто старалась делать то, что когда-то было важно для меня, получить хорошую практику, получить какую-то эффективную обратную связь, как мне быть, что мне делать в этом процессе, в котором начинающие специалисты обычно очень растеряны. Ну, и для меня честь быть в ассоциации. Я здесь нашла, ну, во-первых, реализацию своей идеи. Также встретила очень много душевных, теплых людей, с которыми у нас такие прекрасные отношения, чему я отдельно радуюсь. И также, ну, хочется отметить, что очень рада была видеть на съезде уже моих участников этих групп. Спасибо вам большое. Очень рада. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Спасибо. И также, как говорится, нашего полку прибыло. Давайте поздравим, поприветствуем вновь вступивших в ассоциацию членов Дмитрий Александрович Минин. И вот буквально минуту назад, можно сказать, растворился Вероника Викторовна Шведова. Поздравляем. Спасибо. От вас тоже. Алла Верты. Большое спасибо. Я хочу сказать, что членство в этой ассоциации это огромная поддержка и в моем личном развитии, и как личности, и как терапевта. И огромное спасибо за возможность вот на этом съезде продолжить профессиональное общение. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. И Ульяна Петровна Старикова. Давайте тоже поздравим ее с вступлением в ассоциацию. Можно от вас ваши, так сказать, чувства, как в гештальте, что сейчас и здесь происходит, и, может быть, планы, идеи. Большое спасибо. Я очень рада, что я стала членом ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, потому что мне это очень близко, именно это направление. Я счастлива, что у меня есть такая возможность обучаться у таких профессионалов, как вы, стоять с вами на одной сцене. И я надеюсь, что в дальнейшем буду только развиваться в этом направлении. Большое вам спасибо. Мы тоже вам этого желаем, и будем вместе развиваться. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. И позвольте торжественный момент усилить. Торжественный момент. Усилить. Сюрприз. Сюрприз, да. Для самого Андрея Геннадьевича Каменюкина. Для человека, которого мы сейчас будем чествовать. Он даже отдалился на время. Но это наш ближайший друг и коллега, как вы хорошо знаете. И ему вручается премия за административный проект. Да, за внедрение принципов, опять же, когнитивно-поведенческого подхода в развитие своей клиники и всего, что в ней происходит. Внутри, как построено, как работа построена с сотрудниками и взаимодействие, оно отражает именно как раз когнитивно-поведенческий подход во всем. И структурированность, и четкость, понятность, и прозрачность. Да. Спасибо. Спасибо. Так и есть. Действительно, СИБД-подход, он же универсальный, в бизнесе используется, и в терапии, поэтому, собственно, это правдиво. Но я хотел сказать еще пару слов, на самом деле. Это называется реализация мечты, потому что я Дмитрия Викторовича знаю очень давно, и я помню вот эту фигурку только в металлическом исполнении у него на столе уже, наверное, лет с 2000-го года, по-моему, или 2001-го года. Точно. То есть вот с тех пор прошло столько времени, и я все время хотел такую фигурку получить, и мечта свершилась. Это первое. А второе, ну, понятно, что клиника, да, реализуется, работает, но идея рождается у одного человека, а воплощается она всегда, конечно, при помощи других людей. То есть здесь важно понимать, что один я не реализую, не воплощаю. На каком-то этапе, да, это были какие-то там привлеченные люди, а все-таки в основном это были друзья, которые поддерживали, и Дима, и Алиса, которые тоже своим участием помогали и продолжают помогать и участвовать. Так что идея, да, у одного рождается, она действует, собственно, само воплощение происходит только в виде команды. Спасибо. Вообще круто. Спасибо. Чувствую себя почти как на Оскаре. Да, 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 да. Здорово. Спасибо. Мы хотели, чтобы это была такая минута торжества, и если Арон Бекк, это пример активного долголетия, да, 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 давай обнимемся, покажем еще раз фигуру, сфотографируем. Если Арон Бекк, это пример активного долголетия, то мой друг Андрей, это как раз пример, как КПТ помогает структурированию, то есть как КПТ влияет на бизнес-процессы, как КПТ влияет на организацию. И вот здесь мы видим, что это выход тоже за пределы клинических мишеней, что это выход за пределы только такой лечебной модели, что это и коучинг, что это и бизнес-процессы. Поэтому здесь, Андрей, воплощение вот таких сосредоточенных, скрупулезных, последовательных шагов, которые приводят к такому качественному результату. И каждый, кто был в нашей клинике, может увидеть, как она выглядит и какое впечатление она производит, какую атмосферу она создает. Поэтому здесь мы видим воплощение когнитивной, такой жизневнутренней, насыщенной во внешней среде. Поэтому мы уверены, что развитие КПТ будет влиять не только на симптомы или синдромы, или личность наших пациентов, но и влиять на окружающую среду. Мы видим улучшение мира только через развитие людей. И здесь это классически проявляется в ключевых фигурах. И я тут не побоюсь, пусть меня обвинят в пафосе, но ставить вот в один ряд и фигуру Аарона Бека и фигуру Андрея Каменюкина. Так что давайте еще раз его поприветствуем. Но кто следит за нашей лентой, они вдвоем обнявшись сидят на одной такой известной нашей фотографии. И в клинике она тоже есть. Поэтому здесь вот это слияние двух титанов оно и не случайно. Далее в номинации социальный проект, так как вообще психологи, ну и мы психотерапевты, мы занимаемся много социальными проектами. Хотелось бы вручить премию Павлу Алексеевичу Федоренко за его систему здорового мышления. Это интернет-ресурс, интернет-проект для наших клиентов. Помощь как раз в наведении порядка в голове. Да. Ну, сейчас мы вручим Павлу Сергеевичу Метленко. И, к сожалению, Павел Федоренко нас покинул в эту торжественную минуту, но у него были серьезные планы на этот вечер. К сожалению, такие перестройки и избыточная когнитивная гибкость может быть иногда мешают другим планам. Поэтому вот мы передаем и мы надеемся, что Павел Сергеевич довезет в целости и сохранности эту фигуру и передаст дух и атмосферу этого торжественного вечера. Благодарю. Можно? Благодарю. Очень такой волнительный момент. И благодарю Дмитрию Викторовичу и ассоциацию за эту отметку такую, за эту награду. Это для нас очень важно, потому что это мотивирует нас еще больше работать и делать вклад свой. Благодарю от лица всей нашей команды и будем работать. Спасибо вам большое. И позвольте вручить приз за социальный проект вот эту премию Павлова с этой знаменитой уже не первый век получается собакой нашему дорогому другу и такому лидеру, кто видел его красочные ролики, насыщенную речь, понимают, о ком мы уже догадываются, о ком мы сейчас говорим. Человек, который в интернете поднял на уши всех тревожно-фобических пациентов и перевернул их душу в хорошем смысле слова, воплотив, так сказать, идеи Элиса, что надо идти в народ и надо быть ближе к людям и говорить с ними на одном нормальном, понятном человеческом языке. Ну, хотя бы АБЦ написать вместо СОР. Вот здесь наш дорогой друг Алексей Красиков это просто классический пример, как надо развивать и себя и потом помогать другим людям. Вот здесь это реальный социальный проект, потому что это просто такое заражение в хорошем смысле слова изменениями и таким красивым во всех смыслах тоже не побоюсь этого слова примером гармонического сочетания успешности, опять же, несмотря на сегодняшнее общество потребления, в хорошем смысле слова, у него еще осталось хорошее значение, вот успешность Алексея здесь сказывается во всем. Просим Алексея, вы только посмотрите на фигуру Алексея, такого классического атлета и атланта, его успешность и как психолога, как специалиста и успешность социальная, вот пример здорового роста и развития психолога, специалиста, КПТ-терапевта, это, на мой взгляд, вот такая уже для Голливуда готовый сюжет, готовая картина. Спасибо большое, дорогие коллеги, дамы и господа, не ожидал, что достуюсь. В 2011 году, когда я начинал канал «Немроза Мегаполис», я был одним из первых на российском Ютьюбе, который вообще приразнел слово вегет сосудистой дистонии, и это, как Дмитрий Экстрич сказал, действительно как-то взорвало всю историю российского Ютьюба, и я не думал, что через семь лет я получу какую отметку моей блогерской деятельности. Я изначально учился в институте психоанализа московском, потом был завербован в Санкт-Петербург, и до сих пор не развербуюсь. Спасибо большое, миссия канала «Немроза Мегаполиса» была и остается популяризация психотерапии, можно по-разному относиться к видео, диспутировать, обсуждать, но суть одна. Российской психотерапии требуется большой старт на 150 миллионов примерно, которые нуждаются в объяснении, что эмоции являются основой тех проблем, которые имеет сегодняшнее наше российское население. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый участник и член КПП имел маленький свой канал, который принес бы еще больше вклад в российскую психотерапию. Не бойтесь этого, это не стыдно, это интересно, и получать обратную связь от тысяч людей это очень приятно и полезно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Остальным участникам из разных регионов, которые не смогли до нас доехать, мы обязательно передадим лично приехав в Омск, например, или в Нижний Новгород. Да. Если Магомед не идет в горе-гора, домчится к Магомету, мы все доставим, как обычно. И ждем от всех участников и тех, кто дожил до финала сегодняшнего пленарного заседания, и от всех членов нашей ассоциации, и вообще от всего нашего психотерапевтического и психологического сообщества, конечно, активных идей, развития, осознанности, ну, и принятия. Все-таки давайте дружить домами сумасшедшими, а не конфронтировать, как сегодня Артур Фриман рассказал, как это бывает. Мы знаем такие истории, поэтому мы надеемся, что несмотря на такой насыщенный, может быть, даже кому-то показаться, что сейчас уже сколько, девятый час, избыточный контент содержания нашего пленарного заседания как-то сейчас оглушил, ну, я так, по крайней мере, себя чувствую к концу дня, но уверен, что это временное такое ощущение избыточного переполнения. Потом обязательно эти зерна дадут благодатные всходы, и мы будем с вами с радостью, удовольствием, а может быть, даже восторгом вспоминать и делиться со своими коллегами, детьми, внуками, как это было здорово и как нам все здесь понравилось. Поэтому надеюсь, это будет такой же голос, как у Милтона Эриксона, который позволит сформулировать вот этот позитивный подход к нашей сегодняшней встрече, и позвольте вас поблагодарить за терпение и такую приверженность КПТ во всех смыслах. Спасибо вам. Спасибо. Голосование за лучший доклад среди организаторов пришло к единодушному мнению, что вот эту замечательную серебряную медаль с ликом Бехтерева нам стоит вручить Артуру Фримену, чтобы он привез Бехтерева в Америку в конце-то концов. Не только Павлова ездит в Америку, но пусть Бехтерев тоже там побывает хотя бы в руках Артура Фримена. Ну и еще одно маленькое голосование тоже прошло. Да, опрос по поводу выбранного нового председателя. 25% проголосовало за Каменюкина Андрея Геннадьевича и 75% за нашего нынешнего председателя Кавпака Дмитрия Викторовича. Благодарим всех за доверие и активное участие. Спасибо большое.